Глава четырнадцатая. Натарсис, природа гения, предостережение. Соломон внимательно следил за высадившимися членами эльдарской делегации, за каждым их невероятно плавным и быстрым движением. У всех воинов за спиной висели два изогнутых меча и на поясе легкие пистолеты. Светлые шлемы придавали им грозный вид, ярко-алые плюмажи стекали на плечи, а гладкие пластинчатые доспехи были изготовлены из того же, похожего на кость, вещества, что и руины на планете 28-4. Не слишком внушительный вид, прошептал Марий. Сильный ветер может запросто переломить их пополам. Не стоит их недооценивать, предупредил Соломон. Это опасные воины, и их оружие смертоносно. Слова приятеля вряд ли убедили Мария, но он кивнул, признавая авторитет капитана, поскольку тот уже встречался с воинами эльдаров. Соломон вспомнил сражение в продуваемых всеми ветрами девственных лесах Ца-Чао, где лунные волки вместе с детьми императора воевали против пиратских шаек эльдаров. Первые отдельные стычки быстро переросли в кровавую войну в дебрях леса, когда оружие стало бесполезным, и основными средствами была грубая сила и неудержимая ярость. Он помнил ужасный свист лезвий, летящих с вершин деревьев, и пронзительные крики, от которых холодела кровь. В памяти всплыла еще одна картина, когда один из лунных волков при помощи куска, заржавевшей от дождя проволоки, задушил безымянного предводителя ксенусов. Кроме того, Соломон вспомнил и огромных чудовищ, ростом превосходящих дредноуты, наводнивших леса, словно легендарные великаны. Они крушили астарты с ударами кулаков, а бронированные передвижные средства уничтожали выстрелами из установленных на плечах пушек. Нет, Соломон отлично знал, что эльдаров нельзя недооценивать. Встреча с миром-кораблем стала для 28-й экспедиции полнейшей неожиданностью, и враждебная настороженность ощущалась до тех пор, пока не стало ясно, что у эльдаров нет агрессивных намерений. Сам Фулгрим лично разговаривал с их эльдрадом Ультроном, существом, заявившим, что он ведет мир-корабль, но не признавшим себя предводителем эльдаров. Сразу начался сложный обмен предложениями и контрпредложениями, поскольку ни одна сторона не желала принимать чужаков на борту своего судна. Соломон, Юлий, Марий, Веспасиан и Эйдолон собрались в личных покоях Фулгрима, и тотчас послышались настойчивые призывы к войне, среди которых голос Соломона был наиболее громким. Почему они до сих пор не атаковали эльдаров, как предписывала доктрина завоевания Вселенной? Покои Фулгрима были известны изобилием картины статуй, но на этот раз Соломон пришел в замешательство, увидев у противоположной стены свое скульптурное изображение, стоящее между статуями Юлия и Марии. «Это же ксеносы!» — настаивал он. «Какая еще нужна причина, чтобы начать против них военные действия?» «Соломон, ты же слышал, что сказал лорд Фулгрим?» — ответил ему Юлий. «Мы можем многому научиться у эльдаров». «Юлий, я не верю своим ушам! Мы с тобой сражались над Сачао, и ты прекрасно видел, на что они способны!» «Хватит!» — крикнул Фулгрим. «Я принял решение! Я не верю, что эльдары пришли с враждебными намерениями, поскольку у них здесь только один корабль, а у нас целая флотилия. Они предлагают свою дружбу, и я намерен считать это предложение искренним, пока не будет доказано обратное». «Все вероломные враги начинают с того, что предлагают свою дружбу», — не унимался Соломон. «Это притворство! Они считают нас за дураков!» «Сын мой!» — обратился к нему Фулгрим, беря за локоть. «Каким бы мудрым ни был человек, в его юности всегда найдутся неприятные поступки или слова, которые он с радостью стер бы из памяти, будь у него такая возможность. Я не желаю испытывать чувство вины за то добро, которое мог бы совершить, но не совершил». Таким образом, спор был завершен, и все, кроме Эйдолана и Юлия, были отпущены к своим подразделениям. Дальнейшие переговоры с Эльдарами продолжались все так же безрезультатно, пока Эльдрат Ультрон не предложил встретиться на планете под названием Тарсис. Такое решение обе стороны сочли приемлемым, и корабли 28-й экспедиции вслед за миром кораблем совершили неторопливый переход через район Пардос, еще к одному прекрасному зеленому миру, который был так же необитаем, как и предыдущие. Координаты высадки на поверхность были согласованы с гордостью императора, и после недолгих препирательств по поводу численности обеих делегаций, стороны пришли к соглашению. Штурмкатер достиг поверхности Тарсиса, когда солнце уже склонялось к горизонту. А старты сприземлились на вершине пологого холма, у края обширного леса, возле развалин, которые можно было принять за остатки жилого здания. Едва рассеялись поднятые кораблем облака пыли, Соломон тотчас увидел встречающих Эльдаров, хотя экспедиционные наблюдатели не заметили никаких признаков челмака или капсулы, запускаемой с мира корабля. Глядя на эльдарскую делегацию, Соломон испытывал самое мрачное предчувствие. Фулгрим первым вышел из штурмкатера, рядом с ним остановились лорды-командиры Веспасиан и Эйдолон, а Юлий, Марий, Саултарвис и Соломон остались сзади, прикрывая тыл. Эльдары собрались вокруг изогнутого сооружения, подобного тому, что Соломон видел на 28-4. Группа из четырех воинов в доспехах цветокости с высокими плюмажами на шлемах расположилась вокруг полуарки, и у каждого над плечами торчали рукоятки неизменных изогнутых мечей. Позади них виднелись высокие фигуры в темных доспехах и с огнестрельным оружием, и две машины, сильно смахивающие на танки, охраняли периметр. Под корпусами зависших над землей машин воздух дрожал и волновался, крутились маленькие смерчи из пыли. В центре группы чужаков, за низким столиком из дерева, сидел, скрестив ноги, худощавый Эльдар в высоком бронзовом шлеме. В руке он держал длинный посох, а рядом стоял гигант, похожий на те военные машины, что произвели неизгладимое впечатление на Соломона в сражениях над Са-Чао. Этот воин держал длинный меч, длиной не меньше, чем в рост Астартес, а его гибкие конечности таили в себе затаенную мощь. Золотой шлем воина полностью скрывал черты его лица, но Соломон был уверен, что воин смотрит прямо на него и смотрит с презрением. «Ну и сборище!» – прошептал Юлий, и в его голосе Соломон услышал еле сдерживаемое нетерпение. Соломон ничего не ответил. Он слишком напряженно следил за малейшими признаками угрозы. «Ты думаешь, это тот самый?» «Я не знаю», – ответил Эльдрат на вопрос Кираэна Златошлемного, прозвучавший в его голове. «И это меня тревожит». «Судьбы еще не ясны?» Эльдрат отрицательно покачал головой. Он понимал, насколько беспокойно чувствует себя могучий дух на встрече с Монки, устроенной по настоянию Эльдрата. Давно ушедший воин советовал атаковать корабли людей сразу после пересечения границы пространства Эльдаров, уничтожить еще до того, как они догадаются о присутствии противника, но Эльдрат чувствовал, что эта встреча станет особой. «Я знаю, что это существо будет играть важную роль в разворачивающейся кровавой драме, но не могу сказать, будет ли он на стороне добра или зла. Его мысли и будущее скрыты от меня». «Скрыты? Как это может быть?» «Не знаю точно, но мне кажется, что темные силы, к которым прибег император при создании примархов, делают их похожими на призраков Варпа. Я не могу прочесть ни его мысли, ни будущее. Он Монки, у него нет иного будущего, кроме войны и смерти». Эльдрат ощущал ненависть мертвого воина ко всем людям, поскольку именно клинок человека прервал его жизнь и превратил в призрака, заключенного в панцирь могучей военной машины. Он попытался не позволить облаку гнева затуманить суждение могучего духа о людях, но это было нелегко, учитывая кровавую историю этой расы. Да, Монки были примитивной расой и жили только ради завоеваний, но эти люди повели себя необычно, и Эльдрат отчаянно надеялся, что у этого фулгрима хватит мудрости, чтобы донести предостережение до правителя человечества. «Ты знаешь, что я не лгу», — настаивал Кираэн. «Ты ведь сам это видел, великую войну, в которой Монки вцепятся в глотки друг к другу». «Да, я это видел, великий», — кивнул Эльдрат. «Тогда зачем стремиться ее предотвратить? Какое нам дело, что Монки погубят себя в огне и крови? Пусть воюют, ведь жизнь одного Эльдара дороже тысячи их жизней!» «Я согласен», — сказал Эльдрат. «Но мне открылась мрачная тьма далекого будущего, когда наше нежелание вмешиваться обернется нашей гибелью». «Надеюсь, что ты прав, прорицатель, и это не просто твоя самонадеянность». Эльдрат поднял голову, посмотрел на собравшихся на склоне воинов и ощутил трепет в душе. Он тоже на это надеялся. Фулгрим без долгих разговоров повел своих воинов вниз по склону. Примарх великолепно смотрелся в сверкающих боевых доспехах и ярко-золотом плаще, отражавшем заходящее солнце. Серебристые волосы были тщательно заплетены в косички, а поверх них блистал золотом лавровый венок. Пудра сделала его кожу бледнее, чем обычно, на щеках розовели мазки розовой краски, а глаза были подведены изящными черными штрихами. Фулгрим отправился навстречу приоружии. На его поясе висел серебряный меч, но на взгляд Соломона его господин был одет скорее для дворцового церемониала, нежели для переговоров с вероятным противником. Но Деметр оставил свое мнение при себе. Дети императора благополучно спустились с холма, Эльдар в темном одеянии легко поднялся с земли и поклонился Фулгриму. Он снял свой бронзовый шлем, и Соломон напрягся, заметив на лице Ксеноса мимолетную усмешку. «Добро пожаловать на Тарсис!» – произнес Эльдар после официального поклона. «Твое имя Эльдрат Ультрон?» – спросил Фулгрим, ответив на поклон. «Да», – подтвердил Эльдрат и повернулся к военной машине. «А это великий дух Кираэн Златошлемный, один из самых уважаемых в мире корабле предков». Соломона снова пробрала дрожь. Короткий кивок могучей военной машины с равным успехом можно было расценить и как приветствие, и как угрозу. Фулгрим поднял голову, взглянул на возвышающегося призрака и в знак уважения к воину ответил таким же кивком. Эльдрат заговорил снова. «А по твоему росту и внешности я могу догадаться, что передо мной Фулгрим». «Лорд Фулгрим, примарх детей Императора!» – встрял Эйдалон. Соломон снова заметил тень улыбки и сжал зубы, ожидая реакции на почти откровенное оскорбление. «Я прошу прощения», – спокойно произнес Эльдрат. «Я не хотел никого обидеть или проявить неуважение. Я просто намеревался вести диалог согласно добродетелям, а не рангам». «Извинения приняты», – заверил его Фулгрим. «Твое замечание совершенно правильно. Не рождение и не ранг, а добродетели отличают людей. Мой лорд-командир просто заботится о том, чтобы определить мое положение. Хоть в наших обстоятельствах это и не важно, но мне все же не ясно, какое положение занимаешь ты среди своих соотечественников». «Меня можно назвать прорицателем», – ответил Эльдрат. «Я веду свой народ через испытания, которые готовят нам будущее, и предлагаю наилучший путь, чтобы их преодолеть». «Прорицатель», – протянул Фулгрим. «Так ты колдун?» Рука Соломона непроизвольно метнулась к рукояти меча, но он подавил порыв. Примарх категорически запретил им обнажать оружие, пока он сам не подаст пример. Но Эльдрат, казалось, не заметил провокации Фулгрима и лишь слегка покачал головой. «Это древний термин», – пояснил он. «Возможно, слово не совсем точно переводится на ваш язык». «Я понимаю», – кивнул Фулгрим, «и прошу прощения за необдуманные слова». Соломон слишком хорошо знал своего примарха и понимал, что тот намеренно выбрал слово, чтобы проверить реакцию Эльдрада. Против человека такая уловка могла сработать, но на лице прорицателя не отразилось никаких эмоций. «Значит, в качестве прорицателя ты управляешь миром-кораблем?» «Мир-корабль Ультвэ не имеет правителя в вашем понимании этого слова. Скорее, это просто можно назвать советом». «Я полагаю, что ты, Кироэн Златошлемный, представляете этот совет?» – настаивал Фулгрим. «Я хотел бы узнать, с кем имею дело». «Обращайся ко мне, и ты обратишься к Ультвэ», – пообещал Эльдрат. Остиан еще раз постучал в шаткую дверь студии Сирены и мысленно дал ей пять минут, чтобы ответить, а потом он собирался вернуться к себе. Работа над статуей Императора продвигалась удивительно быстро, как будто руками скульптора двигала сама Муза. Но сделать предстояло еще очень много, и визит к Сирене отнимал у него драгоценное время. Он вздохнул, понимая, что Сирена не намерена откликаться. Но затем послышался какой-то шорох, из-за двери потянуло слабым, но хорошо разлечимым запахом давно немытого тела. «Сирена, это ты?» – спросил он. «Кто там?» – отозвался охрипший и огрубевший голос. «Это я, Остиан! Открой!» Единственным ответом ему была тишина, и Остиан уже решил, что обладатель незнакомого голоса, кем бы он ни был, решил проигнорировать его просьбу. Он уже поднял руку, чтобы постучать еще раз, но засов заскрипел и начал отодвигаться. И Остиан, не представляя, кто окажется перед ним, отступил на шаг назад. Наконец дверь открылась настолько, что он смог увидеть обитателя студии. Перед ним стояла женщина, которую можно было принять за нищенку нижних уровней улья, роющуюся в отбросах в поисках пропитания. Длинные волосы слиплись в пряди и в беспорядке свисали на плечи, черты лица заострились, кожа поблекла, а ее одежда превратилась в грязное лохмотье. «Кто?» – заговорил Остиан, но осекся, поняв, что это жалкое подобие человеческого существа и есть Сирена де Анжела. «Великий трон!» – воскликнул Остиан, бросился вперед и обнял ее за плечи. «Сирена, что с тобой случилось?» Он опустил взгляд на ее руки и увидел множество порезов и шрамов, покрывавших предплечье. Засохшая кровь еще оставалась на свежих ранах, но некоторые, как он понял, уже воспалились. Сирена подняла на него свои потухшие глаза, и Остиан почти втащил ее в студию, испытав настоящий шок от происшедшей здесь перемены. Что случилось с аккуратистской художницей, всегда тщательно раскладывающей свои вещи по местам? Пол был завален разбитыми склянками с красками, а разломанные мольберты с разорванными холстами громоздились огромными кучами мусора. В центре студии еще стояли два целых мольберта, но он не смог увидеть, что на них изображено, поскольку полотна были повернуты в другую сторону. Стены студии испещряли красно-бурые потеки, и в одном углу он увидел большую бочку. Даже от двери он почувствовал исходящий от нее резкий гнилостный запах. «Сирена, во имя всего святого, скажи, что здесь произошло!» Она отчужденно посмотрела на него, словно видела впервые. «Ничего». «Нет, тут явно что-то случилось», — сказал он, ощущая, как в ответ на ее безучастность в его груди разгорается гнев. «Ты посмотри вокруг, повсюду разбросаны краски и сломанные кисти, а этот запах, великий трон, что это? Воняет так, словно здесь кто-то умер!» Сирена слабо пожала плечами. «Я была слишком занята, чтобы наводить порядок». «Какая чепуха!» — воскликнул он. «Я всегда отличался небрежностью, но моя студия выглядит гораздо лучше. Нет, правда, что случилось?» Он шагнул к огромной бочке, осторожно пробираясь через завалы обломков и тщательно обходя большое пятно красновато-коричневой краски в центре комнаты. Не успел он добраться до цели, как ощутил рядом с собой чье-то присутствие, и, обернувшись, увидел, что Сирена его догнала и протянула одну руку к его плечу, а вторую завела под складки одежды, словно что-то пряча. «Не надо!» — сказала она. «Пожалуйста, я не хочу!» «Не хочешь чего?» — спросил Остиан. «Просто не хочу!» — пробормотала Сирена, и он заметил в ее глазах подступившие слезы. «Что ты хранишь в этой бочке?» — поинтересовался он. «Там гравировальная кислота», — ответила Сирена. «Я... я пробую кое-что новенькое». «Новенькое?» — повторил Остиан. «Да, переключиться с масляных красок на кислоту — это действительно что-то новое!» «Это... я не знаю, как назвать поточнее, но, по-моему, это чистое безумие!» «Остиан, прошу тебя!» — всхлипнула Сирена. «Уйди, пожалуйста!» «Уйти? Нет, я не пойду, пока не выясню, что здесь творится!» «Остиан, ты должен уйти!» — умоляла Сирена. «Я не знаю, что могу сделать!» «Сирена, о чем ты говоришь?» — спросил Остиан, схватив ее за плечи. «Я не понимаю, что с тобой произошло, но хочу, чтобы ты знала, что я здесь, рядом с тобой. Я идиот, и надо было сказать тебе это раньше, но я не знал, как начать. Я знал, что ты калечишь себя из-за того, что не веришь в свой талант, но ты ошибаешься. Ты очень талантлива! Ты обладаешь редким даром и должна это понять, а сейчас ты нездорова!» Ее тело отмякло в его руках и начало содрогаться от рыданий. Тогда и у Остиана защипала от слез глаза. Он всем сердцем рвался ей помочь, но был не способен разобраться в ее несчастье. Сирена Д'Анджело была самой талантливой из всех известных ему художников, и он не мог понять, как она может мучиться от сознания своего бессилия. Он привлек Сирену к своей груди и поцеловал в макушку. «Сирена, Сирена, все в порядке!» Внезапно она яростно вырвалась из его рук. «Нет, нет, все плохо! Ничего не остается! Что бы я ни делала, все пропадает! Я думала, это из-за того, что он был неудачником, ни на что не способным! Я думаю, его таланта не хватает, чтобы закрепить эффект!» Остиан содрогнулся от ее неистовых криков, но не мог понять, о чем и о ком она говорила. «Сирена, успокойся, прошу тебя! Я хочу тебе помочь!» «Мне не нужна твоя помощь!» — закричала она. «Ничья помощь не нужна! Я хочу, чтобы меня оставили в покое!» Совершенно обескураженный он попятился, инстинктивно сознавая, что от Сирены исходит угроза, и он, оставаясь в ее студии, подвергается опасности. «Сирена, я не знаю, что тебя тревожит, но еще не поздно прекратить заниматься саморазрушением! Прошу, позволь тебе помочь!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Остиан! Тебе всегда давалось легко, не так ли? Ты гений, и вдохновение приходит к тебе само собой!» «Я видела, как ты, даже не думая, создавал великие творения! А как быть с остальными? Мы ведь не гении! Так что же нам делать?» «Так вот, как ты себе это представляешь!» Такая оценка его усилий разозлила Остиана. Она считала, что его работы появляются благодаря какой-то непостижимой и неиссякаемой внешней силе. «Ты думаешь, мне легко? Сирена, должен тебе сказать, что вдохновение появляется в результате ежедневной работы. Люди считают, что мой талант, как солнце, просыпается каждое утро, освеженный и отдохнувший, готовый к работе, но они не понимают, что, как и все остальное, он то растет, то истощается. Тем, у кого нет таланта, всегда легко смотреть со стороны и говорить, что нам все дается просто, но это далеко не так. Я каждый день работаю изо всех сил, а когда бездари начинают, походя, рассуждать о том, как продвигать искусство, в моей душе разгорается адское пламя. Понимание чужих творений, Сирена, — это прекрасное качество, оно дает нам насладиться всем лучшим, что есть в авторе». Сирена отступила от него назад, и Остиан понял, что позволил гневу возобладать над разумом. Почувствовав отвращение к самому себе, он бросился прочь от нее, выскочил из студии и почти побежал по коридору. «Остиан, пожалуйста!» — закричала ему вслед Сирена. «Вернись! Прости меня! Прости! Мне нужна твоя помощь!» Но он уже не слышал. Пока стороны обменивались притворными любезностями, Соломон не сводил глаз с могучего воина, стоявшего за спиной прорицателя. Казалось, такие тонкие ноги не в состоянии поддерживать массивный корпус, увенчанный продолговатым золотым шлемом. От одного только взгляда назабрало, у Соломона по спине бежали мурашки. Он знал, что подобные существа могут двигаться с невообразимой скоростью и проворством, и все же не улавливал в военной машине никаких признаков жизни, как, например, у дредноутов. Он знал старейшину Рилонора, знал, что внутри саркофага дредноута не осталось ничего, кроме искалеченных останков, плавающих в амниотической суспензии. Но там были бьющееся сердце и работающий мозг. А в этом чудовищном создании он чувствовал только смерть, словно внутри безжизненной оболочки обитало бесплотное привидение. «Очень хорошо, Эльдрат Ультрон», — кивнул Фулгрим. «Ты можешь обращаться ко мне как к представителю Императора Человечества». Эльдрат кивнул и жестом указал на стол. «Садись, пожалуйста, и давай поговорим за едой, как путники, оказавшиеся на одной и той же дороге». «Это было бы неплохо», — согласился Фулгрим. Он грациозно опустился на землю, махнул рукой своим капитанам, и, пока они рассаживались, каждого представил своему собеседнику. Соломон поправил меч и сел к столу, а скользящий над поверхностью танк в это время плавно развернулся и опустил на землю задний трап. Соломон почувствовал, как напряглись его братья Астартес, и почти услышал, как гвардейцы Феникса сжали древки своих алибард. Но из транспорта выбежали не воины, а группа одетых в белое эльдаров, несущих к столу подносы с едой. Они двигались с такой ловкостью и изяществом, что их ноги, казалось, скользят поверх травы. Подносы расставили на столе, и Соломон осмотрел принесенную пищу. «Лучшие куски самого нежного мяса, свежие фрукты и ароматный сыр». «Ешьте», — пригласил Эльдрат. Фулгрим, как и лорд-командир Веспасиан, положил себе мясо и фруктов, но Эйдолан воздержался от пищи. Юлий и Марий тоже приступили к еде, а Соломон впервые в жизни оказался солидарен Эйдолану и ничего не взял с подносов. Он заметил, что Эльдрат не прикоснулся к мясу, а выбрал себе несколько фруктов. «Ваш народ не употребляет мясо?» — спросил Соломон. Эльдрат перевел на него взгляд своих продолговатых глаз, и Соломон мгновенно ощутил себя мотыльком, приколотым к стене. В глазах прорицателя он увидел великую печаль, а еще в их бездонной глубине мелькнули видения предстоящих ему великих деяний. «Я не ем мясо, капитан Деметр», — ответил Эльдрат. «Для меня это слишком тяжелая пища, но ты должен попробовать. Мне говорили, что мясо отлично приготовлено». Соломон тряхнул головой. «Нет, меня больше интересует другой вопрос. Почему вы решили обнаружить свое присутствие? Как мне кажется, вы следили за нами с первого же момента нашего прибытия». Фулгрим бросил на него раздраженный взгляд, но Эльдрат невозмутимо произнес. «Если уж ты спросил, капитан Деметр, я отвечу. Да, мы следили за вами, поскольку человеческие корабли не заглядывали в эту область космоса. Мы считали, что этот район скрыт от вашей расы. Как вы могли сюда добраться?» Фулгрим оставил еду. «Вы за нами следили?» «Только в целях предосторожности», — ответил Эльдрат. «Ведь обнаруженные вами миры принадлежат расе Эльдаров». «Вот как?» «Да», — подтвердил Эльдрат. «Когда мы впервые заметили, что ваши корабли пересекли границу, мы собирались атаковать, но затем поняли, что вы просто продолжаете путь и не пытаетесь колонизировать непринадлежащие вам планеты. И я захотел узнать, почему вы так поступаете». «Испортить такие красивые миры было бы неправильно», — сказал Фулгрим. «Было бы неправильно», — согласился Эльдрат. «Эти девственные миры много тысячелетий ждут возвращения моего народа. Забрать их у нас было бы огромной ошибкой». «Это угроза?» — спросил Фулгрим. «Обещание», — предупредил Эльдрат, — «вы проявили неожиданную для вашей расы сдержанность, лорд Фулгрим. В конце концов, вас возглавляет воин, известный под именем Воитель, и цель вашего похода — завоевать галактику для человечества, игнорируя суверенитет и желания других обитателей Вселенной. Не прими это за проявление вражды, но, с моей точки зрения, это выглядит чудовищным высокомерием». Соломон уже готовился к взрыву ярости со стороны Фулгрима, но примарх только усмехнулся. «Я небольшой знаток истории, но разве Эльдары не утверждали, что когда-то правили галактикой?» «Утверждали? Мы действительно ею управляли и утратили свою власть из-за высокомерия и самодовольства. Но не спрашивай больше меня об этих вещах, я не стану говорить о давно ушедших днях». «Разумно», — кивнул Фулгрим. «Империи поднимаются и падают, цивилизации возникают и исчезают. Это большая трагедия в каждом отдельном случае, но таков порядок вещей. Каждая династия должна погибнуть, чтобы уступить место следующей. Ты не можешь отрицать, что судьба человечества — властвовать над звездами, как когда-то властвовал твой народ». «Судьба!» — со смехом повторил Эльдрат. «Что известно твоей расе о судьбе? Когда все складывается по вашей воле, вы верите, что это судьба, но разве бедствия и испытания не предначертаны судьбой? Я видел картины, которые заставили бы тебя проклинать судьбу, и мне известны тайны, что разрушили бы твой мозг. Узнай ты хоть малую их часть». Соломон чувствовал, что между двумя лидерами нарастает напряженность, и понимал, рано или поздно все закончится кровопролитием. Гвардейцы Феникса уже открыто готовились к бою, и по мимолетным движениям вооруженных мечами Эльдаров он знал, что смысл разговора ясен и им. Но Фулгрим, ничем не проявляя гнева, опять рассмеялся на высказывания Эльдрата, словно наслаждаясь словесным поединком. «А мы стоим друг друга, не так ли? Дразнимся и ходим вокруг да около главного вопроса». «И каков же главный вопрос?» — спросил Эльдрат. «Зачем мы вообще затеяли разговор? Ты утверждаешь, что миры этого региона принадлежат вам, но ваш народ их не заселяет. Почему? Ваша раса постепенно исчезает, и все же вы предпочитаете прозябать на борту корабля, когда вашего прихода ждут райские места. Ты хочешь не только выдворить нас за пределы своей территории, так что давай говорить откровенно, Эльдрат Ультрон из мира корабля Ультвэ. Почему мы сидим друг напротив друга?» «Хорошо, Фулгрим, примарх детей императора, но должен тебя предупредить. Ты предпочел бы не знать истинной причины нашей встречи, о которой я собираюсь рассказать». «В самом деле?» — Эльдрат печально покачал головой. «Мое известие приведет тебя в ярость». «Тебе это известно?» — спросил Фулгрим. «А я решил, что ты не колдун. Чтобы предвидеть твою ярость, вызванную моим предостережением, не нужен даже дар прорицателя». «Тогда скажи, о чем ты предостерегаешь, и я обдумаю его со всей объективностью», — пообещал Фулгрим. «Что ж, хорошо», — согласился Эльдрат. «В этот самый момент тот, кого ты называешь воителем, лежит на смертном ложе, и за его душу сражаются недоступные твоему пониманию силы». «Хорус!» — воскликнул Фулгрим. «Он ранен?» «Он умирает!» — кивнул Эльдрат. «Как? Где?» — потребовал Фулгрим. «В мире под названием Давин», — сообщил Эльдрат. «Доверенный советник предал его, и теперь силы хаоса нашептывают ему в уши ложь, прикрытую истиной. При помощи искаженных картин будущности они раздувают в нем тщеславие и честолюбие». «Он выживет!» — крикнул Фулгрим, и Соломон услышал в его голосе небывалую тоску. «Выживет, но для галактики было бы лучше, если бы он погиб», — сказал Эльдрат. Фулгрим ударом кулака расколол стол пополам и стремительно вскочил на ноги. Бледное лицо загорелось яростью. Гвардейцы Феникса опустили алебарды, а эльдарские воины вздрогнули от неожиданного взрыва негодования. «Ты осмеливаешься желать смерти моему лучшему другу?» — проревел Фулгрим. «Почему?» «Потому что он предаст вас всех и повернет свои армии против императора», — сказал Эльдрат. «Одним ударом он повергнет галактику в войну и страдания на долгие тысячи лет». Глава 15. Червь в сердцевине яблока. Война зовет Каэла Мэншакхайн. В первый момент Фулгриму показалось, что он ослышался. Не мог же этот чужак и в самом деле утверждать, что Хорус, самый преданный сын императора, способен изменить своему отцу и бросить свои армии в гражданскую войну? Это заявление смехотворно. Император никогда не назначил бы его на пост воителя, если бы не был абсолютно уверен в его преданности. Он пристально всматривался в лицо Эльдрада Ультрона, ища малейшие признаки насмешки. Или это какая-то ужасная ошибка? Нет, подобное оскорбление не может остаться безнаказанным. Фулгрим все еще искал причину странного поведения чужака, а голос в его голове уже ревел от ярости. «Этот подонок Ксенос пытается посеять между вами семена раздора!» «Это безумие!» — вскричал Фулгрим, едва не задохнувшись от гнева. «По какой причине Хорус мог так поступить?» Воин-гигант за спиной Эльдрада замер в боевой стойке. Остальные Эльдары в доспехах, словно из кости, потянулись за мечами, но Прорицатель, поднявшись с земли, движением посоха приказал им остановиться. «Боги Хаоса искушают его душу видениями торжества и славы. Эту битву ему не выиграть». «Лжет! Лжет! 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 Лжет!» «Боги Хаоса!» — крикнул Фулгрим. Красный туман ярости уже наполнил его тело огненной энергией. «Во имя Терры, о чем ты толкуешь?» Бесстрастная маска на лице Эльдрада мгновенно слетела, сменившись выражением ужаса. «Ты странствуешь в варпе и ничего не знаешь о Хаосе? Кровь Кхайна! Теперь я понимаю, почему они выбрали вашу расу!» «Ты говоришь загадками, Ксенос!» — бросил Фулгрим. «Я этого не потерплю!» «Ты должен меня выслушать!» — взмолился Эльдрат. «То, что вы называете варпом, является пристанищем невероятно злобных существ, обладающих неудержимой и пагубной энергией. Эти божества существовали с самого начала времен и переживут грядущий пожар Вселенной. Хаос — это червь в сердцевине яблока, рак души, пожирающий ее изнутри. Это смертельный враг всех живых существ!» «Тогда Хорус отвернется от них», — заявил Фулгрим. Он опустил руку на Эфес Серебряного Меча, и пурпурный кристалл замерцал еще интенсивнее. Голос невысказанной воли снова зазвенел в голове. «Убей его! Он всех вас заразит своей ложью! Убей его!» «Нет», — возразил Эльдрат, — «Хорус не сможет отвернуться, ведь они обещают то, чего он желает больше всего на свете. Он поверит, что делает это ради человечества, но в своем ослеплении не увидит реальности. Боги хаоса соткали вокруг него пелену лжи, но это лишь внешняя сторона, и недалекие люди будут ссылаться на ложь, объясняя его предательство. Истина более прозаична. Тщеславие Хоруса, горевшее ровным огнем, было раздуто в ревущее адское пламя, и оно станет проклятием галактики на целую эпоху! «Я должен бы убить тебя за такие слова!» — пригрозил Фулгрим. «Я не стараюсь тебя разозлить! Я только пытаюсь предостеречь!» — вскричал Эльдрат. «Ты должен меня выслушать! Еще не поздно остановить все это, но необходимо принимать меры немедленно! Предупреди своего императора о предательстве, и ты спасешь миллиарды жизней! Будущее галактики в твоих руках!» «Я не желаю тебя слушать!» — взревел Фулгрим, обнажая меч. Эльдрат отшатнулся, словно его толкнула невидимая сила. Его темные глаза вспыхнули при виде клинка, и лицо исказилось от гнева и отчаяния. «Нет!» — выкрикнул Эльдрат. Неизвестно, откуда налетевший ветер завыл в ушах ошеломленных свидетелей этой сцены. Меч Фулгрима, описав сверкающую дугу, метнулся к шее прорицателя. За долю секунды до того, как клинок коснулся тела Эльдрата, в воздухе просвистел громадный меч и остановил смертоносный выпад. Перед глазами Эльдрата взорвался фейерверк «Искр». Он попятился от Фулгрима, а воин-призрак уже снова поднимал оружие, чтобы нанести удар примарху. «Они заражены скверной!» — крикнул Эльдрат. «Убейте их!» С обнаженным мечом в руке Фулгрим ощутил значительный прилив сил, и даже на лезвии клинка возникли багряные разводы изменяющегося энергетического поля. При первом же выпаде примарха против прорицателя его гвардейцы Феникса и капитаны вскочили со своих мест и загремели первые отрывистые выстрелы. Эльдарские воины в костяных доспехах ринулись в бой с душераздирающими воплями, но болтерный огонь уничтожил часть из них, не дав сделать и пары шагов. Фулгрим оставил воинов своим капитанам, а гвардейцы Феникса набросились на гигантского призрака в золотом шлеме. «Ты должен его убить! Прорицатель должен умереть, иначе он все разрушит!» Фулгрим бросился за прорицателем, и гвардейцы Феникса с золотыми алебардами отвели от него удар огромного меча-гиганта. Примарх перекатился по земле, уклоняясь от столкнувшихся клинков, поднялся и бросился в погоню за тем, из-за кого возникло кровопролитие. Эльдрат Ультран в сопровождении воинов в темных доспехах отступал к странному, изогнутому сооружению, у основания которого уже начал разгораться неяркий призрачный свет. «Я пытался тебя спасти!» — крикнул напоследок Эльдрат. «Но ты уже превратился в нерассуждающее орудие хаоса!» Примарх детей Императора взмахнул мечом, но прорицатель исчез во вспышке света, и серебряное лезвие только рассекло воздух. Странные постройки оказались пунктами телепортации, и Фулгрим взревел от разочарования. Он обернулся к разгоревшейся битве, и в этот момент из дула танка, скользящего над землей, вылетела очередь энергетических снарядов. Первые выстрелы машины были одиночными и тщательно прицельными из-за присутствия прорицателя, но теперь Эльдаров ничего не удерживало от массированного обстрела. Пилот летающего танка так круто заложил вираж, разворачивая свою машину, что корма почти коснулась травы. Эльдары ожидали бегства Фулгрима, но примарх детей Императора никогда не уклонялся от схватки, не был намерен отступать и сейчас. Он высоко подпрыгнул, и пилот, осознав опасность, попытался быстро набрать высоту. Но было уже поздно. Меч Фулгрима пробил корпус и оставил в борту зияющую прореху. Расколотая передняя секция танка рухнула на землю, остальная часть перевернулась, зазубренным краем задела поверхность и с ужасным треском переломанных костей завалилась на бок. Из обломков взметнулся гигантский столб света, и Фулгрим торжествующе рассмеялся. Крутанув в руке меч, он снова обернулся на лязк оружия. На его глазах ужасный воин-призрак свалил с ног одного из гвардейцев Феникса и добил его ударом массивного кулака. Доспехи развалились на части, и из тела жертвы брызнула кровь. Фулгрим увидел у ног машины еще три исковерканных тела своих элитных гвардейцев и злобно зарычал. Его капитаны в сверкании неуловимых мечей сражались с воинами в костяных доспехах, чьи пронзительные крики заглушали удары стали о кость. Фулгрим покинул место крушения танка и нацелил меч на военную машину, увенчанную золотым шлемом. Словно ощутив его приближение, воин-призрак повернул голову и отбросил мертвое тело гвардейца Феникса. Фулгрим ощущал присутствие разума в корпусе машины, знал о его желании отомстить и понимал, что это существо жаждет его уничтожить так же сильно, как сам Фулгрим стремился разрушить этот странный симбиоз материи и духа. С удивительной для Фулгрима скоростью воин-призрак метнулся ему навстречу, поражая своим проворством. Примарх шагнул вперед и наклонился, уворачиваясь от косого удара, тотчас выпрямился и нанес рубящий удар по тонкой руке. Лезвие оставило в корпусе вмятину толщиной с палец, после чего соскользнуло, однако Фулгрим всем своим телом ощутил сотрясение от удара. Кулак боевой машины устремился ему навстречу, угодил в грудь и сбил с ног, украшенный орлом нагрудник при этом раскололся надвое. Фулгрим застонал от боли и ощутил на губах привкус крови. Боль казалась невыносимой, но вместо того, чтобы его сломить, она вызвала прилив энергии, и Фулгрим с диким ликующим криком рывком вскочил на ноги. Перед лицом болтались обломки забрала, и он сорвал их, коверкая металл и размазывая по лицу пудру и тушь. Теперь Фулгрим был больше похож на жестокого дикаря, а не на примарха детей императора, и он опять бросился на воина-призрака. Огромный меч взметнулся ему навстречу, но Фулгрим быстро поднял свое оружие, и два лезвия столкнулись в огне и грохоте. Пурпурный камень в рукояти Фулгрима полыхнул пламенем, и оружие воина-призрака рассыпалось дождем костяных осколков. Гигант отступил на шаг, но Фулгрим продолжал атаку, и теперь он схватил меч обеими руками, намереваясь нанести решительный удар по ногам противника. Он с яростным воплем полоснул врага по коленям, и серебряное лезвие с радостным свистом рассекло шарниры. Из раны вырвались яркие кольца энергетических волн. Гигантский воин еще мгновение качаясь стоял, а затем рухнул на землю. «Прикончи его скорее! Уничтожь то, что находится в голове, и это будет для него страшнее смерти!» Фулгрим вскочил на извивающийся корпус машины, издал ликующий военный клич и ударил кулаком по золотому шлему. От мощного удара поверхность дала трещину, и он ощутил, как из его руки брызнула кровь. Фулгрим не обратил внимания на боль и продолжал снова и снова молотить по голове врага, чувствуя, как под его неистовым натиском расползается металл. Гигант еще судорожно рвался подняться и сбросить с себя Фулгрима, но тот ударил мечом, и клинок с легкостью отсек громадный кулак. В конце концов золотой шлем раскололся, Фулгрим раскрыл его и обнаружил внутри гладкую керамическую пластину с выгравированными серебряными рунами и прошитую золотыми нитями. На поверхности пластины мерцали драгоценные камни, а в самом центре пульсировал красный рубин. Фулгрим физически ощущал исходящее от камня флюиды страха. Он протянул руку, чтобы вырвать камень из гнезда, и даже не услышал, а ощутил в душе панический вопль. Камень оказался горячим на ощупь, в его глубине метались огненные линии, извивались смутные фигурки и менялись картины чуждой жизни. Из камня на него обрушился поток ярости и ненависти, но сильнее всего чувствовался непереносимый, всепоглощающий ужас забвения. Фулгрим со смехом раздавил камень в кулаке и услышал горестный стон. Серебряный меч в руке стал горячим, и, опустив взгляд на рукоять, примарх увидел, что камень сияет аметистовой звездой, словно упиваясь душой, вылетевшей из рубина. Непонятно как, но вслед за торжеством победы, Фулгрим ощутил мимолетное прикосновение к тайне, исчезнувшее так же быстро, как и появилось. Удивительное ощущение сверхъестественной силы исчезло, и Фулгрим обернулся к полю битвы посмотреть, как сражаются его капитаны. Астарто сбились против воинов в костяных доспехах, и каждый клинок исполнял замысловатый смертоносный танец, поскольку им противостояли невероятно искусные фехтовальщики. Оставшийся танк замер в отдалении, ожидая момента, когда можно будет поддержать своих соплеменников огнем пушек, но пока его орудия были бесполезны. Фулгрим поднял меч и ринулся в бой. Эльдрат вскрикнул, почувствовав, как душу Кероэна вырвали из кристалла, и одинокую и беззащитную бросили в бездну. Он ощутил так же неутолимый и ужасный голод великого врага, поглотившего душу воина, и вытер горькие слезы раскаяния. Он бесконечно сожалел о том, что настоял на переговорах с варварами Манки. Никогда больше он не поверит, что люди могут испытывать что-то, кроме кровожадности, и Прорицатель поклялся навсегда запомнить урок, оплаченный гибелью Кероэна Златошлемного. Воздух вокруг него еще дрожал после перехода через портал с поверхности Тарсиса, и беззащитные ребра скелета мира корабля, состоящие из духовной кости, источали псионические стоны протеста. Эльдрат чувствовал агрессию, овладевшую душами всех находившихся на борту Эльдаров, и стремительный жаркий стук сердца аватара Кровавого Бога, доносившийся из запечатанной кельи в самом центре мира корабля. Как же он сразу этого не заметил? Фулгрим уже встал на тропу тьмы, его душа втянута в тайную войну, хотя он и сам пока не подозревает об идущем сражении. Мрачные, злобные силы борются за контроль над ним, и хотя он еще сопротивляется, для Эльдрата конечный исход борьбы был ясен. Силы тьмы ревностно оберегают свою жертву, чтобы никто не мог разгадать их замыслов. Меч. Эльдрат должен был понять, как только впервые бросил на него взгляд, но происки великого врага отвлекли его внимание сладкими иллюзиями и сделали слепым к его присутствию. Эльдрат понимал, что сущность могущественного противника, проникшего сквозь врата эмперей, связана с этим мечом, и его влияние неумолимо завладевает сознанием примарха детей императора. У Эльдрата оставался лишь один путь. «К бою!» — крикнул он. Фулгрим должен быть уничтожен до того, как покинет Тарсис. В ответ на его призыв весь скелет мира корабля загудел жаждой битвы. Течет кровь, возрастает ярость, просыпается смерть. Война зовет! Последний из вопящих Эльдаров пал от меча Фулгрима, а в крови Люция, словно музыка, еще пела радостное возбуждение битвы. Его меч шипел от крови чужаков, и мускулы ожили, показывая все искусство, на которое были способны. Мегарахниды тоже обладали почти сверхъестественной скоростью, это были жестокие убийцы, и сражаясь, следуя слепому инстинкту. Но эти воины, многие из которых, как заметил Люций, были женщинами, бились почти с таким же мастерством, как и он. Они исключительно хорошо владели оружием. Одна из Эльдаров, женщина, сражавшаяся с мечом и топором, даже сумела нанести Люцию несколько ударов. Его доспехи были в нескольких местах пробиты, и если бы не его нечеловеческая ловкость, он мог лежать сейчас на ее месте. Люций, нагнувшись, подобрал один из эльдарских мечей, опробовал его балансировку и вес. Оружие оказалось еще легче, чем он ожидал, и рукоять была слишком мала, но лезвие было отличным и изящной работы. «Ты так ничему и не научился на убийце?» — спросил Саул Тарвиц. «Держись подальше от этого оружия, пока тебя не увидел Эйдолон». «Я просто осматривал его Саул», — обернувшись, сказал Люций, — «я не собираюсь им пользоваться». «Тем лучше», — бросил Саул Тарвиц. Люций видел, что его друг-капитан почти выдохся. Он тяжело и прерывисто дышал, а доспехи были залиты кровью чужаков и его собственной. Несмотря на предостережение Саула, Люций все же не бросил меч убитой женщины. «Ну, все живы?» — весело спросил Фулгрим. Нагрудник примарха, принявший удар воина-призрака, был покрыт запекшейся кровью, и вообще Фулгрим выглядел довольно непривычно для Люция. Но и в пробитых доспехах, с перемазанным тушью, кровью, пудрой и лицом, Фулгрим казался радостно оживленным. Его темные глаза возбужденно сверкали, а рука еще крепко сжимала меч. Люций окинул взглядом поле боя, только сейчас вспомнив о своих товарищах. Оба лорда-командира остались живы, так же, как и Юлий Каэссарон, Марий Веспасиан и этот самодовольный ублюдок Соломон Деметр. Из гвардейцев Феникса не выжил никто. Их сил и мастерства оказалось недостаточно, чтобы противостоять огромной военной машине. «Похоже, что так», — сказал Веспасиан, вытирая свой меч о плюмаш убитого Эльдара. «Надо выбираться отсюда, пока они не вернулись с подкреплением. Этот танк после гибели своего напарника держится в отдалении, но как только пилот оправится от потрясения, он ринется в бой». «Выбираться?» — повторил Юлий Каэссарон. «А по-моему, надо атаковать второй танк и уничтожить его. Эти ксеносы расстроили мирные переговоры. Наша честь требует кровавой расплаты». «Юлий, ты говоришь, не подумав», — возразил Соломон. «У нас нет дальнобойного оружия, чтобы сбить этот танк, а после того, что произошло с его собратом, он вряд ли подпустит нас ближе. Надо уходить». Люций презрительно фыркнул. «Как это похоже на Соломона Деметра — убегать с поля боя! Он видел, что Эйдолону не терпится продолжить сражение, а вот Марий Веспасиан держит свое мнение при себе и ждет решения примарха, чтобы безоговорочно его поддержать. Он молча молил Фулгрима отдать приказ атаковать танк. Взгляд Фулгрима остановился на нем, словно примарх чувствовал жажду Люция продолжить драку. Он улыбнулся, и белые зубы ярко сверкнули на испачканном лице. «Мне кажется, решение уже принято, и не нами», — сказал Соломон, указывая на появившийся свет у основания изогнутого сооружения, где исчез прорицатель. «Ничего хорошего оттуда не появится», — заметил Тарвиц. «Борт первый!» — закричал Вокс Веспасиан. «Заводи машину! Мы направляемся к вам! Мой господин, пора уходить!» «Уходить!» — медленно повторил Фулгрим, на лице которого так и застыла улыбка, сейчас больше похожая на оскал. «Куда уходить?» «С этой планеты, господин!» — настаивал Веспасиан. «Эльдары возвращаются, а они этого не сделали бы, не собрав достаточно много сил». Фулгрим поморщился, словно от боли, и прижал пальцы к виску. Первые эльдарские воины уже появились из мерцающего круга света, расходившегося под изгибом портала. Примарх поднял голову, посмотрел, как из яркого пятна выпрыгивают воины, сначала по одному и по двое, затем целыми отрядами. Как и убитые чужаки, лежащие у его ног, эти эльдары были в облегающих доспехах, только синего цвета и с желтыми плюмажами на шлемах. Они продвигались в сторону Астартес осторожно, но быстро и несли в руках короткоствольные ружья. Позади первой шеренги двигались два эльдара в темных доспехах, вооруженные длинноствольными орудиями, нацеленными на штурмкатер. Люций покрутил головой и напряг плечи, готовясь к новым схваткам, но Фулгрим покачал головой. «Мы уходим!» — сказал он. «Все на борт! Вернемся за нашими павшими воинами, когда уничтожим их мир корабль, и эльдарам будет некуда отступать!» Люций проглотил разочарование и отправился вслед за примархом к стоявшему на холме штурмкатеру. Моторы уже ревели вовсю, и их гул постепенно переходил в пронзительный вой. Взбираясь по склону, Люций так и не выпускал из рук подобранный меч чужаков. Внезапно над головой сверкнули яркие вспышки, и сильная ударная волна швырнула Люция на землю. Снова над землей с шипением пронеслись огненные заряды, и последовала вторая волна взрывов, взметнув в воздух горящие обломки и клубы дыма. Люций выплюнул набившуюся в рот грязь, поднял голову и увидел на холме чудовищный костер. Объятая пламенем громада штурмкатера лежала на земле, словно подстреленная птица, крылья вывернуты, а в корпусе зияют рваные дыры. «Бежим!» — крикнул Веспасиан. Эльдары в очередной раз откатились от вершины холма, оставив на краю выжженного пятна своих мертвых воинов. Протяжный вой снарядов, вылетавших из-за баррикады, сооруженной из остатков штурмкатера, чередовался с мелодичным звоном клинков, и ослепительные лучи энергетических залпов прорезали багровеющее небо яркими штрихами. Обломки штурмкатера еще тлели за Астартес, временами взрывались оставшиеся боеприпасы и трещал раскаленный металл. Марий глубоко вдохнул, сменил в Болтере обойму и приготовился к следующей атаке. До сих пор, несмотря на яростные выпады Эльдаров, все Астартес оставались живы, хотя каждый получил по нескольку ран от острых, словно бритвы дисков, вылетающих из эльдарских ружей. Один из них валялся на земле рядом с ним, и Марий, подобрав снаряд, повертел его в руках. Казалось невероятным, что такой миниатюрный предмет может ранить Астартес, но его края были так остро заточены, что пробивали даже Марк 4, особенно если попадали в слабое место вроде сочленения. Это была кровавая битва, требующая от воинов безоглядного героизма и высочайшего мастерства. Марий видел, как Люций одолел сразу трех воинственно завывающих эльдарских женщин. Орудуя двумя клинками, собственным мечом и подобранным мечом ксеносов, он продемонстрировал немыслимую ловкость и убил их всех. Веспасиан сражался, как один из героев галереи мечей. Его совершенство и безукоризненность могли служить примером для остальных, и он один сдерживал натиск эльдарского отряда в зеленых доспехах и круглых шлемах, вооруженного копьями и спускающими голубой огонь. Соломон и Юлий бились плечом к плечу и истребляли врагов с неистощимой яростью и силой, а Саул Тарвиц действовал с механической точностью и лишь изредка перекладывал меч из одной руки в другую. А Эйдолон? Как сражался Эйдолон? В разгар боя Марий уловил протяжный крик, больно резанувший по нервам, и обернулся, ожидая увидеть новый отряд эльдарских воительниц. Вместо этого он увидел лорда-командира Эйдолона, а перед ним троих ошеломленных эльдаров. Двое воинов упали на колени и схватились за шлемы, а третий пошатывался, словно под ураганным ветром. Эйдолон шагнул вперед и прикончил их, и Марий остался в твердой уверенности, что вопль, как это ни странно, исходил от лорда-командира Эйдолона. Скоро размышления о необычном поведении Эйдолона оставили его. «Где же эта чертова огненная птица?» — воскликнул Юлий, пробираясь среди дымящихся обломков. «Не знаю», — ответил Марий. «Лорд Фулгрим пытался вызвать корабль, но, как мне кажется, эльдары подавляют наши воксигналы». «Проклятые ксеносы!» — бросил Юлий. «Я знал, что им нельзя доверять». Марий не ответил. Он помнил, что Юлий, как и он сам, решительно поддержал решение Фулгрима отправиться на Тарсис. Возражал один Соломон, и, похоже, он все-таки оказался прав. «Мы все можем здесь погибнуть», — грустно произнес Марий. «Погибнуть?» — переспросил Юлий. «Не смеши меня. Даже если не удастся связаться с флотилией, там не станут долго ждать и пришлют другие корабли. Эльдары это прекрасно понимают и потому так стремятся уничтожить нас, боясь не успеть до подхода нашего подкрепления. Разве эта раса не находится на грани исчезновения? Как ты думаешь, мы с тобой вдвоем сумеем остановить их на этом крае?» Энтузиазм Юлия оказался так заразителен, что трудно было не разделить столь непоколебимую веру в победу. Марий улыбнулся приятелю. «Обязательно сумеем», — ответил он. «Внизу что-то происходит!» — крикнул Саул Тарвиц. Марий вскарабкался на край импровизированной баррикады, вслед за ним поднялся Юлий, и они посмотрели вниз на странное сооружение ксеносов. Марий предполагал, что этот телепорт должен был вести в мир корабль, остающийся на орбите, и потому они не заметили челнока, доставившего Эльдаров на поверхность Тарсиса. Оставшиеся в живых Эльдары собрались вокруг пятна света, а луч стал дрожать и колыхаться, как пламя свечи на ветру. Все они подняли оружие вверх и что-то обсуждали на непонятном языке, звучавшем скорее как песня, а не как разговор. «Как ты считаешь, что они делают?» — спросил Тарвиц. Юлий покачал головой. «Я не знаю, но уверен, нам это не сулит ничего хорошего». Внезапно луч вспыхнул, и края светлого пятна занялись язычками пламени, словно изнутри действовал мощный поток энергии. В столбе стал формироваться темный и массивный силуэт гуманоидных очертаний, но гораздо выше любого из эльдарских воинов. Марий уже решил, что им придется сражаться еще с одним воином-призраком. Сначала появилось тяжелое копье, и его широкое лезвие блеснуло загадочными руническими символами, затем показалась бронзовая рука, от которой во все стороны рассыпались яркие блики. Послышался протяжный стон раскаленного металла, и вслед за рукой из портала появилось туловище. При виде гигантского воина, вставшего у подножия холма, у Мария вырвался полный первобытного ужаса вздох. Огромное существо, возвышающееся над отрядом эльдаров, казалось, было отлито из железа, под поверхностью которого, словно реки лавы, пульсировали вены. От фигуры поднимались спиральные завитки дыма и пепла, они закручивались вокруг головы колосса, венчая его шевелящейся короной, в которой вспыхивали искры. Лицо казалось застывшей маской ярости, а глаза сверкали раскаленным металлом. Живое воплощение кровавой гибели прорвело небесам свое обещание грядущей битвы, воздев могучие руки, и по пальцам монстра потекла густая багряная кровь. «Великий трон!» воскликнул Люций. «Что же это такое?» Марий обернулся к Фулгриму, ожидая ответа, но примарх с очевидным удовольствием молча наблюдал за появлением чудовищного существа. Наконец, Фулгрим снял свою золотую накидку, уже порванную во многих местах, и обнажил серебряный меч. В сумерках ярко блеснул драгоценный камень на рукояти. «Мой господин!» окликнул его Веспасиан. «Да, Веспасиан!» рассеянно отозвался Фулгрим, не глядя на своего лорда-командира. «Вы знаете, что это за существо?» «Это их душа и сердце!» произнес Фулгрим, и эти слова, показалось ему, всплыли из самой глубины его сознания. Их жажда войны и смерти бьется в его груди. Примарх еще не договорил, а Марий увидел, как бронзовый воин сделал первый шаг, и трава под его ногами почернела и занялась пламенем. Пение эльдарских воинов стало более пронзительным, и они медленно двинулись следом за пламенеющим божеством. Их голоса поднимались и утихали в такт его поступи. Десятки эльдарских женщин, рассеянных после атаки, тоже отозвались, и Марий услышал их протяжное завывание со всех сторон. «Готовьтесь!» предупредил Веспасиан, поднимаясь на фоне тлевших обломков штурмкатера. Развалины десантного корабля неплохо им помогли, но Марий понимал, что восемь астартес больше не смогут сдерживать натиск эльдаров, даже если один из этих восьми — примарх. Огненный монстр ускорил шаги. Марий оглянулся на своих друзей-капитанов и на каждом лице прочел все тот же плохо скрываемый ужас перед монстром. Воплощение могущества тьмы кровавый идол вызывал в их душах картины адских мучений и огненной ярости, грозившей уничтожить каждого, кто встанет на его пути. Фулгрим взмахнул мечом и вышел из-за баррикады. Не обращая внимания на крики протеста, несшиеся ему вслед, примарх зашагал навстречу вселяющему ужас существу. Несмотря на то, что лицо монстра казалось отлитым из металла, Марий заметил, что при виде примарха тварь изогнула рот в гримасе злобного предвкушения. Два могущественных божества смотрели друг на друга, и мир вокруг замер, застыл в ужасе перед страшной драмой, разыгравшейся на его поверхности. Раздался оглушительный, яростный рев, и эльдарский бог начал бой. Фулгрим увидел несущееся ему навстречу огненное копье, отскочил в сторону, и пылающий наконечник пронесся мимо. Он рассмеялся, решив, что эльдарский бог сразу остался без оружия, но тотчас услышал пронзительное предостережение, прозвучавшее в голове, и смех замер на губах. «Глупец! Ты считаешь, что так легко разрушить козни эльдаров?» Он обернулся и увидел, что копье, извиваясь словно змея, описало в воздухе плавную дугу и летит прямо на него. Полет сопровождался грохотом, словно разом проснулось тысяча вулканов. Фулгрим поднял свой меч и отбил огненную ракету. От вихря раскаленного воздуха у него на лице вздулись волдыри, а волосы занялись огнем. Фулгрим свободной рукой сбил пламя с головы и вызывающе потряс мечом. «Неужели ты не хочешь сразиться в частном поединке?» крикнул он. «Или ты предпочитаешь убивать издалека?» Чудовищное железное создание подхватило летящее по воздуху копье. Из глаз рта монстра посыпались искры, повалил черный дым, и он, развернув оружие, нацелил его в сердце Фулгрима. Примарх усмехнулся. Жажда боя пульсировала в его крови и в каждой клеточке тела. Вот враг, на котором он может испытать свои силы. Какой противник из всех, с кем он сражался, мог серьезно ему противостоять? Лаэры? Диаспорекс? Зеленокожие? Нет, вот единственное существо, равное ему помощи, ужасное, богоподобное существо, в железной груди которого бьется сердце исчезающей расы. Этот противник не станет размениваться на мелкие пакости и угрозы. Это истинный воин, и для него существует только одна цель — убивать. Такой односторонний подход претил Фулгриму, что есть жизнь и смерть, как непоследовательность ощущений, следующих одно за другим. Им овладело неукротимое возбуждение, и все чувства неизмеримо обострились. Он ощущал каждое шевеление ветра, овивающего его тело, жар, исходящий от стоящего подаль чудовища, прохладу вечера и мягкость травы под ногами. Он наслаждался жизнью и ощущением своей силы. — Тогда подойди, бросил Фулгрим. — Подойди, чтобы умереть! Противники бросились друг к другу. Меч Фулгрима ударил по клинку огромного воина. Оружие, только что бывшее копьем, превратилось в гигантский меч. Два лезвия столкнулись с пронзительным визгом, ощутимым далеко за пределами пяти чувств. Произвели вспышку антисвета, и те, кто ее видел, на время ослепли. Эльдарский бог оправился первым, и с ревом замахнулся мечом, целясь в голову Фулгрима. Примарх поднырнул под удар и врезал врагу кулаком в живот, содрогнувшись от соприкосновения с раскаленным железом. Кожа на руке местами обуглилась. Фулгрим со смехом принял боль и, подняв меч, блокировал убийственный удар, нацеленный в корпус. Бог Эльдаров атаковал с первобытной слепой яростью, его движениями руководила расовая ненависть и освобожденная от оков жажда крови. Языки пламени плясали на его руках и вскоре противников окутали темные щупальца дыма. Серебряный клинок и огненное лезвие слязгом высекали искры, встречаясь в воздухе, но ни один из бойцов не мог пробить защиту своего противника. Фулгрим чувствовал, как ненависть к пылающему монстру наполняет его вены. Неспособность врага ни к чему, кроме драки и убийства, оскорбляла утонченную натуру примарха. А как же наслаждение искусством и культурой, красотой и изяществом? Такое создание не имеет права существовать. Руки Фулгрима наполнились новой силой, словно поток энергии перетекал из меча в его тело. Он слышал звуки битвы, развернувшейся вокруг. Болтерную стрельбу, крики боли, свист летящих дисков из оружия эльдаров и их завывание, напомнившее плач духов из древних легенд. Примарх ни на что не обращал внимания и сосредоточился только на своей битве. Битве не на жизнь, а на смерть. Его меч пульсировал серебристым сиянием, при каждом взмахе по всей длине перекатывались волны света и энергии, а каждый удар сопровождался восторженным ревом. И драгоценный камень на рукояти так ярко сверкал пурпуром, что даже огненный взгляд его врага не раз к нему обращался. В голове Фулгрима возникла невероятная идея, и хотя все его существо отвергало такой вариант, он понимал, что это единственный шанс быстро покончить с врагом. Он шагнул почти вплотную к огненному монстру и подбросил свой меч высоко в воздух. Горящие глаза немедленно обратились вслед за мечом и на мгновение задержались на вращающемся клинке. Монстр вытянул руку, чтобы отбить падавший меч копьем, но прежде чем он успел метнуть оружие, Фулгрим подпрыгнул и нанес сокрушительный хук слева. Он вложил в этот удар каждую каплю своих сил и ненависти, и из груди Фулгрима вырвался оглушительный крик. Металл прогнулся, и голову эльдарского чудовища окутал красный свет. Следующий удар Фулгрима пробил шлем, прошел в расплавленное ядро головы монстра и ударился о заднюю стенку черепа. Голова чудовища превратилась в комок искореженного металла и пламени, и раненый монстр пошатнулся. Из-под шлема обрызнули яркие красные лучи. Огненные реки пылающей крови горящим фосфором растеклись по металлической коже. Фулгрим ощутил боль в разбитой руке, но подавил ее усилием воли, шагнул вперед и обхватил противника за шею обеими руками. Жар раскаленного тела прожигал плоть, но Фулгрим уже ничего не чувствовал. Он сосредоточился лишь на одной цели уничтожить врага. С лица эльдарского бога непрестанно струились потоки красного света, в оглушительном реве слышались ярость и биение сердец его создателей. Волна вековой тоски и вожделения ударила Фулгрима, и он ощутил соднящую боль необходимости, которая переливалась в него из умирающего монстра. Почерневшими руками он выдавливал жизнь из противника и металл стонал от напряжения, как покидающее тело душа. Фулгрим заставил чудовище опуститься на колени и засмеялся от нового ощущения, когда боль от полученных ран смешалась с восторгом от осознания, что он голыми руками лишает жизни другое существо и смотрит, как жизнь утекает из его глаз. Наверху послышался оглушительный грохот, и Фулгрим, подняв взгляд от своей жертвы, увидел на фоне неба грациозную птицу с хвостом из пламени. Он оторвал одну руку от шеи умирающего божества Эльдаров и взмахом кулака приветствовал огненную птицу, летящую над землей в сопровождении эскадрильи штурмкатеров и громовых ястребов. Он снова перевел взгляд на поверженного врага. Из головы чудовища вырвался луч резкого света и пронзительный шум, словно в сердце звезды произошла ядерная вспышка. Взрыв света, сопровождающий гибель монстра, разорвал железное тело на множество оплавленных осколков. Сила взрыва швырнула Фулгрима в воздух, и он почувствовал, что перед такой мощью не устояли ни его доспехи, ни кожа. Освобожденная сущность Бога обволокла его разум. Он увидел кружение звезд в космосе, гибель расы и рождение нового Бога, мрачного принца боли и наслаждения. Из рева прошедших веков, из жестокой песни кровавого рождения, из бессловесного вопля ничем не сдерживаемых чувств сформировалось имя и одновременно идея. Сланеж 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 Дети императора уже приближались к поверхности Тарсиса на крыльях огня, и в этот момент Фулгрим упал на землю, едва успев осознать сформировавшееся имя. Он лежал неподвижно, раненый и обгоревший, но живой. О, насколько сильна в нем жизнь. Он почувствовал на своем теле прикосновение рук, услышал голоса, умолявшие его что-нибудь сказать, но проигнорировал их просьбы. Фулгрим внезапно осознал, что безоружен и душу охватила непереносимая тоска. Он с трудом поднялся на ноги, зная, что вокруг собрались его воины, но не видя их, не слушая их голосов. Руки ныли от боли, и он ощущал запах сожженной плоти, однако все его внимание было приковано к серебряному штриху, блестевшему в ночи. После того, как он подбросил оружие вверх, клинок спикировал и теперь вертикально стоял среди травы. Он мерцал в темноте, и в серебряном лезвии отражался свет огненной птицы и приземлявшихся десантных кораблей. Руки Фулгрима сводила судорогой от желания снова схватить рукоять меча, но какая-то часть его сознания отчаянно кричала, умоляя не делать этого. Фулгрим, пошатываясь, шагнул к своему оружию и протянул руки ему навстречу, хоть и не помнил, чтобы сознательно собирался взять его. Почерневшие пальцы задрожали от напряжения, словно преодолевая невидимый барьер, но остатки видений рождения нового бога на мгновение остановили их. Только со мной ты можешь достичь совершенства. Слова прогремели в его голове, недавние видения сменились картинами только что закончившейся схватки, снова вспыхнула огненная жажда убивать, и вспомнилось ликование, охватившее его после богоубийства, совершенного собственными руками. В этот момент рухнули последние бастионы его сопротивления, и Фулгрим позволил пальцем сомкнуться на рукояти меча. Тело моментально захлестнул поток обновленной энергии, и даже боль от ран исчезла, словно под влиянием чудодейственного бальзама. Фулгрим уверенно выпрямился, моментальная слабость была забыта, все тело до последнего атома наполнилось энергией. Он увидел, как через мерцающий портал убегают эльдары. Перед изогнутым строением остался лишь один вероломный прорицатель эльдрат ультран. Но вот и он, горестно покачав головой, вступил в освещенный круг, и свет внезапно исчез, так же быстро, как и появился. «Мой господин», обратился к Фулгриму Веспасиан, весь забрызганный кровью, «каковы будут приказания?» Вероломство эльдаров раздуло гнев Фулгрима до новых, невиданных пределов. Примарх вогнал меч в ножны и обернулся к собравшимся воинам. Он знал только один способ достойно покарать вероломство эльдаров. «Мы возвращаемся на гордость императора», сказал он, «передай на каждый корабль флотилии приказ готовиться к залпу вирусными бомбами». «Вирусными бомбами?» воскликнул Веспасиан. «Но ведь только воитель! Выполняй!» оборвал его Фулгрим. «Быстро!» Отданный приказ привел Веспасиана в крайнее замешательство, но он коротко кивнул и отошел. Фулгрим вперил взгляд в ночную тьму, окутавшую планету. «Клянусь огнем», прошептал он, «все миры эльдаров будут уничтожены». Часть четвертая Начало Глава шестнадцатая Призван к ответу Шрамы «Я боюсь неудачи» Орманд Бракстон негодовал. Его заставили топтаться в томительном ожидании у золотых дверей в личное покое примарха. Он и предположить не мог, что у примарха детей императора настолько плохие манеры, что тот способен держать у дверей высокопоставленного эмиссара администрату Матерры. Бракстон прибыл на борт гордости императора три дня назад и считал допустимыми подобные проволочки лишь со своей стороны. Это должно было продемонстрировать его высокое положение. Наконец, спрошение об аудиенции было удовлетворено, рабы тщательно вымыли аристократа, а потом явились слуги Фулгрима, чтобы умастить визитера ароматическим маслом. Запах масла оказался довольно приятным, хотя и слишком сильным для аскетического вкуса Ормонда Бракстона. Пот, выступая на лысой макушке, смешивался с маслом и превращался в едкие капельки, от которых щипало глаза и першило в горле. Перед золотыми дверями в покое примарха стояли воины в причудливо украшенных доспехах, а изнутри доносился оглушительный гул, который Бракстон определил как музыку, хотя в его ушах он отдавался лишь ритмичным грохотом. По обе стороны от часовых стояли скульптуры самых невероятных форм, но что они должны были изображать, оказалось недоступным пониманию Бракстона. Бракстон поправил мантию на плечах, а затем обратил взор на многочисленные картины, украшавшие огромный зал от потолка до мозаичного пола. Золоченые рамы были вычурны до карикатурности, а кричащие яркие краски полотен никак не удовлетворяли его эстетическому вкусу, хотя Орманд признавал свой дилетантизм в области живописи. Орманд Бракстон был представителем Терры на различных переговорах с приведенными к согласию мирами. Он слушал лекции итераторов и был хорошо знаком с Эвандером Тобиасом и Кириллом Зиндерманом. Благодаря исключительным способностям переговорщика и безупречному послужному списку, Бракстон был призван для исполнения новой миссии, требующей немалого такта и деликатности. Только такой высокопоставленный чиновник мог обратиться к примарху, особенно с такой необычной просьбой. Наконец двери апартаментов Фулгрима распахнулись и оглушительная музыка заполнила зал перед личными покоями. Часовые вытянулись по стойке смирно, а Бракстон, готовясь предстать перед примархом детей императора, приосанился. Он ожидал какого-нибудь сигнала, позволяющего войти, но никто не встретил его в дверях, и Бракстон нерешительно шагнул вперед. Часовые не сделали попытки его остановить, и чиновник прошел дальше. Двери за спиной захлопнулись без посторонней помощи, и смущение администратора только возросло. Странная музыка оглушала. На стенах висели десятки фонотрансляторов, и каждый воспроизводил, как показалось Бракстону, отдельную мелодию. На стенах висели картины разной степени вульгарности. Одни изображали дикие, варварские сцены сражений, другие отличались неистовым сладострастием, граничащим с непристойностью. Из центральной комнаты послышались голоса двух спорящих людей, и Бракстон не на шутку встревожился. «Лорд Фулгрим?» воскликнул он. «Вы здесь? Это администратор Орманд Бракстон. Я пришел к вам по поручению Совета Терры». Голоса резко оборвались, и фонопроекторы мгновенно замолчали. Бракстон огляделся по сторонам и убедился, что все еще пребывают в одиночестве. Насколько он мог видеть, ни в одном из остальных помещений не было ни души. «Ты можешь войти!» раздался сильный голос. Бракстон осторожно пошел на звук, справедливо полагая, что увидит примарха и одного из его верных капитанов, хотя непримиримый тон спорящих сильно его озадачил. Он дошел до центрального зала апартаментов примарха и при виде открывшейся сцены буквально остолбенел. Фулгрим, поскольку столь внушительная фигура могла принадлежать только примарху, расхаживал по комнате в одной только пурпурной набедренной повязке и размахивал сверкающим серебряным мечом. Его бледное тело казалось высеченным из мрамора, пронизанного темными прожилками вен, а на лице застыло пугающее выражение, как у человека, подвергшегося действию сильнейших химических стимуляторов. В самой комнате царил ужасный беспорядок, повсюду валялись обломки мрамора, а на стенах красовались мазки и брызги красок. У дальней стены стоял огромный мольберт с полотном, но картина была повернута под таким углом, что Бракстон не мог видеть, что на ней изображено. В воздухе стоял сильный запах немытого тела, и даже ароматические масла не могли скрыть вони разлагающейся плоти. «Эмиссар Бракстон», закричал Фулгрим, «Я рад тебя видеть!» Бракстон проглотил свое удивление и почтительно склонил голову. «Для меня большая честь видеть вас, господин». «Чепуха!» воскликнул Фулгрим. «Я допустил непростительную грубость, заставив тебя ждать, но после того, как мы покинули аномалию Пардос, я неделями пропадал на военном совете». Примарх возвышался над ним, и Бракстон почти физически ощущал исходящую от него опасность, но призвав все запасы самообладания, он вновь обрел способность говорить. «Я привез новости с Терры и хотел бы их вам передать, мой господин». «Конечно, конечно», произнес Фулгрим, «но сначала, мой дорогой Бракстон, не окажешь ли ты мне одну услугу». «Я польщен возможностью вам услужить», ответил Бракстон. Он заметил, что руки Фулгрима были покрыты шрамами от ожогов. Интересно, какой огонь мог оставить следы на коже примарха? Какого рода услуги вы от меня ожидаете?» Фулгрим крутанул меч, положил свободную руку на плечо эмиссара и провел его в дальний конец комнаты, к стоящей там картине. Шаги Фулгрима вынудили Бракстона припустить почти бегом, хотя его дородное тело было совершенно не приспособлено к подобным упражнениям. Фулгрим остановился у Мольберта и Бракстон вытер лоб надушенным платком. «Ну, что ты об этом думаешь?» горделиво спросил Примарх. «Не правда ли удивительное сходство?» Бракстон в ужасе открыв рот замер перед покрытым толстым слоем красок полотном. Это было поистине отвратительное изображение воина в боевых доспехах, написанное грубыми мазками тошнотворных красок, от которого, ко всему прочему, омерзительно воняло. Значительность образа только усиливала ужас. Портрет изображал самого Примарха детей императора, но был выполнен настолько мерзко, что его можно было счесть за оскорбительный шарж на внушающего благоговейный страх воина. Бракстон отнюдь не считал себя искусствоведом, но и ему было ясно, что это вулигарное произведение могло лишь оскорбить изображенную на портрете личность. Он посмотрел на Фулгрима, надеясь, что Примарх всего лишь шутит, но лицо сына императора светилось непоколебимым восторгом. «Похоже, у тебя отнялся язык», произнес Фулгрим. «Я не удивлен. В конце концов, это же работа Сирены Д'Анджело, совсем недавно законченная. Тебе выпала честь видеть портрет до его публичного представления перед премьерой Моровильи Беки Кински в обновленном театре Ла Фениче. Обещаю, это будет незабываемый вечер!» Бракстон кивнул, опасаясь открыть рот. Даже он так врать не умел. При взгляде на ужасную картину рябило в глазах, а от невыносимого запаха к горлу подступала тошнота. Он отошел от Мольберта, не отрывая от носа и рта надушенного платка, а Фулгрим, лениво поигрывая мечом, шагал сзади. «Мой господин, вы позволите?» заговорил Бракстон. «Что? А, да, конечно!» рассеянно ответил Фулгрим, словно прислушиваясь к чему-то слышному только ему. «Ты что-то говорил насчет новостей Стерра, не так ли?» Бракстон немного воспрянул духом. «Да, мой господин, из уст самого Сиггелайта». «А что наплел тебе старинам Алкадор?» спросил Фулгрим, шокируя Бракстона употреблением неофициального имени и отсутствия уважения к регенту Терры. «Во-первых, я привез известие о лорде Магнусе с Просперо. До императора, возлюбленного всеми, дошли сведения, что лорд Магнус, несмотря на постановление Никейского Совета, продолжает свои исследования тайным Материума». Фулгрим кивнул и снова зашагал по комнате. «Я знал, что так и будет. Остальные оказались слишком наивны, чтобы это понять. Я подозревал, что даже под надзором капелланов Магнус не откажется от своих убеждений. Он слишком любит все загадочное». «Совершенно верно», поддакнул Бракстон. Сигелайт послал на Проспера волков Фенриса, чтобы сопроводить лорда Магнуса обратно на Терру, где ему предстоит ожидать решения императора. Фулгрим остановился, повернулся лицом к своему ужасному портрету и покачал головой, словно не соглашаясь с собеседником. «Значит, Магнус что, обвинен в преступлении?» возмущенно спросил Фулгрим, словно его гнев мог каким-то образом повлиять на факты. «Я больше ничего не знаю, мой господин», ответил Бракстон, «только то, что ему предписано вернуться на Терру вместе с Лемоном Руссом Фулгрим кивнул, всем своим видом выражая недовольство. «Ты сказал, во-первых, какие еще новости ты привез?» Бракстон понимал, что надо очень осторожно подбирать слова, поскольку следующее известие примарху придется явно не по нраву. «Я привез известие, касающееся поведения воинов легиона вашего брата». Фулгрим остановился и с неожиданным интересом взглянул на эмиссара. «Ты о легионе сынов Хоруса?» Бракстон кивнул, скрывая свое раздражение. «Верно, так вы уже слышали об этом?» Фулгрим покачал головой. «Нет, просто догадался. Продолжай, расскажи, что тебе известно, но не забывай, что Хорус мой брат, и я не потерплю никакого к нему неуважения». «Конечно, конечно», согласился Бракстон. «В настоящее время 63-я экспедиция ведет войну против цивилизации, называющей себя аурейской технократией. Хорус пришел с предложением мира, но обманутый «воитель»» поправил его Фулгрим. «Бракстон мысленно выругал себя за столь элементарную ошибку. Астартос не переносили, когда смертные пренебрегали их титулами». «Прошу меня извинить», быстро вставил Бракстон. «Правители той планеты попытались убить воителя, и тогда он объявил полномасштабную войну, чтобы привести мир к согласию. В этом ему помогал лорд Ангрен и седьмой легион». Фулгрим рассмеялся. «Тогда не стоит и останется хоть самая малость». «Конечно», кивнул Бракстон, «некоторая несдержанность лорда Ангрена не осталась в стороне от внимания Совета Терры. Полученные нами донесения отправлены лордом командующим Гектором Варварусом, возглавляющим армейские подразделения 63-й экспедиции». «О чем эти донесения?» нетерпеливо спросил Фулгрим. «От недавней рассеянности примарха не осталось и следа, еще сильнее». «Донесения о резне, учененной Астартес среди имперских подданных, мой господин». «Чепуха», бросил Фулгрим. «Ангрен способен на многое, но резать имперских подданных ему это и в голову не придет». «Донесения о действиях лорда Ангрена действительно относятся к военным действиям», сказал Бракстон, «но я сейчас говорю не о нем». «Хорус?» внезапно охрипшим голосом спросил Фулгрим, и Бракстону показалось, что в темных глазах примарха мелькнула тень, которая у смертных называлась бы страхом. «Что произошло?» Бракстон немного помедлил. Он заметил, что в отношении Хоруса Фулгрим не стал сразу отметать обвинения, как сделал это в отношении Ангрена. Так случилось, что воитель был опасно ранен на планете под названием Давин, и некоторые из его воинов, что называется, переусердствовали, когда транспортировали его на борт духомщения. «Переусердствовали!» рявкнул Фулгрим. «Говори яснее, смертный, что это означает?» На посадочной палубе флагманского корабля-воителя собралось значительное количество народа, и Астартес, вернувшись на корабль, буквально смяли людей, спеша добраться до медицинской палубы. Около двадцати человек погибло, и многие тяжело ранены. «И ты обвиняешь в этом воителя?» «Не мое дело предъявлять кому-то обвинение, мой господин», ответил Бракстон. «Я просто передаю вам факты». Фулгрим неожиданно подскочил к нему. При виде неистово горящих глаз примарха и сверкающего меча, готового рассечь его шею, Бракстон почувствовал, что его мочевой пузырь не выдержал, и по ногам потекли теплые струйки. «Факты?» фыркнул Фулгрим. «Что канцелярская крыса вроде тебя может знать о фактах, касающихся войны?» «Война груба и жестока. Хорусу это известно, он воюет. Если люди настолько глупы, чтобы стоять у него на пути, обвинять можно только их собственную тупоголовость». Орман Дубракстону за годы службы в администратуме приходилось сталкиваться с разными точками зрения, но никогда он не встречал столь откровенного пренебрежения по отношению к человеческой жизни. «Мой господин», вздохнул Бракстон, «люди мертвы, их убили Астартес, такие факты не могут оставаться без последствий, проявившие жестокость должны быть призваны к ответу, иначе идеи великого крестового похода ничего не значат». Фулгрим опустил свой меч, словно только что осознав, что держит его у горла эмиссара Терры. Он покачал головой и усмехнулся. Гнев растаял. «Конечно, мой дорогой Бракстон, ты прав. Я прошу прощения за свою вспыльчивость. Боль от ран, полученных в схватке с чудовищем Ксеносом в последней кампании меня совсем измотала, и в результате характер совсем испортился». «Не стоит извиняться, мой господин», медленно произнес Бракстон. «Я не могу не принимать во внимание узбратства, связывающее вас с воителем, и это одна из причин моего к вам визита. Совет Терры просит вас отправиться на Ауреус, встретиться с воителем и убедиться, что идеи великого крестового похода не оставлены без внимания». Фулгрим насмешливо фыркнул и отвернулся. «То есть теперь нам придется драться только под присмотром? Нам уже не доверяют вести войну? Вы гражданские хотите новых завоеваний, но вас не заботит какой ценой они достаются, не так ли? Война это жестокость, и чем более жестокие схватки, тем быстрее заканчивается война. Но вам это не нравится? По вашему война должна вестись по кодексу, разработанному теме, кто ни разу не слышал выстрелов, не проливал свою кровь рядом со своими братьями. Пойми, Бракстон, чем больше ограничений накладывается гражданскими чиновниками на наши методы, тем чаще гибнут мои воины!» Горечь в словах Фулгрима поразила Бракстона, но он скрыл свое изумление. «Какой ответ я должен передать совету Терры, мой господин?» Гнев Фулгрима казалось снова отступил перед доводами логики, и могучий примарх невесело рассмеялся. «Скажи им, мастер Бракстон, что я со своими воинами отправлюсь на встречу с 63-й экспедицией и узнаю, как ведет войну мой брат, и немедленно извещу тебя о результатах». Речь примарха буквально сочилась сарказмом, но Бракстон предпочел не обращать на это внимание и поклонился. «Тогда, мой господин, вы позволите мне удалиться?» Фулгрим рассеянно махнул рукой и кивнул. «Да, иди, возвращайся к своим придворным и чиновникам и скажи, что лорд Фулгрим выполнит их просьбу». Бракстон снова поклонился и попятился от почти обнаженного примарха. Отойдя на приличное расстояние, он развернулся и пошел к золотым дверям, выводящим в нормальную жизнь. Позади него снова послышались голоса спорщиков, и он рискнул оглянуться через плечо, чтобы узнать, с кем разговаривает примарх. Но Фулгрим по-прежнему был один, и по спине Бракстона пробежала дрожь. Примарх разговаривал со своим кошмарным портретом. «Что ты делаешь?» Раздался за ее спиной голос, и Сирена замерла. Она прижала нож к груди, и ее мысли лихорадочно заметались. В своих горячечных мечтах она вообразила, что это снова пришел Остиан, чтобы ее спасти, но вопрос повторился, и нож выпал из руки. Голос принадлежал Люцию. Сирена посмотрела на пол, где рядом с незаконченным портретом Астартес лежало мертвое тело, и едва не задохнулась от неистового биения сердца. Она даже не могла вспомнить имя несчастного. Какой скандал для гильдии летописцев! Совсем недавно он был талантливым молодым композитором, а теперь стал лишь расходным материалом для ее работы, и кровь еще толчками вытекала из разрезанного горла. Металлический запах крови ударил в ноздри, затем чья-то сильная рука схватила ее за плечо и развернула. Сирена взглянула в мальчишеское лицо Люция. Его красота была нарушена неправильной линией носа, очевидно сломанного во время какого-то сражения. Она подняла окровавленную руку, чтобы дотронуться до его лица, и глаза воина спокойно проследили за пальцами, оставившими на его щеке красные полосы. «Что здесь произошло?» спросил Люций, кивнув на труп. «Этот человек мертв!» «Да», прошептала Сирена, тяжело опускаясь на пол. «Я его убила». «Почему?» задал он следующий вопрос. Даже пребывая в шоковом состоянии, Сирена отметила любопытство Люция, неожиданное в столь однозначной ситуации. Часть мозга, еще способная рационально мыслить, тотчас взвесила все шансы, и Сирена, закрыв лицо ладонями, судорожно зарыдала, надеясь потоком слез пробудить мужское сочувствие. Люций молча слушал ее плач. «Он пытался меня изнасиловать!» выкрикнула Сирена. «Что?» воскликнул Люций. «Изнасиловать?» «Он пытался мной овладеть, и я убила его. Я боролась, но он оказался слишком сильным. Он меня ударил, и я протянула «Наверное, мне попался нож и...» «И ты его убила!» закончил Люций. Сирена, не услышав в его голосе осуждения, подняла голову. «Да, я убила его». «Значит, этот ублюдок получил по заслугам!» сказал Люций и поднял Сирену. «Он пытался взять тебя силой, а ты защищалась, верно?» Она кивнула. То, что она солгала воину, способным удвижением пальца сломать ей шею, вызвала у нее прилив возбуждения, и все тело наполнилось приятным теплом. «Я встретила его в Лафиниче, и он сказал, что хотел бы посмотреть мои работы», прерывисто рассказывала она, уже зная, что Люций не намерен ее арестовывать или как-то по-иному наказывать за убийство. «Это было глупо, я понимаю, но он казался искренне заинтересованным, а когда мы вошли в студию, он на тебя набросился». «Да», кивнула Сирена, «и вот он мертв, о, Люций, что же мне теперь делать?» «Не беспокойся», сказал Люций, «об этом никто больше не узнает, я пришлю пару сервиторов убрать останки, и обо всем этом можно будет забыть». Сирена благодарно приникла к Люцию и позволила слезам снова покатиться по щекам. Сейчас она не «Разве можно было бы забыть такую драму, случись она на самом деле?» Отстранившись от его доспехов, она наклонилась и подняла нож. Лезвие еще было влажным от крови, и холодная сталь заманчиво поблескивала в свете ламп. Совершенно бессознательно Сирена подняла руку и провела лезвием по щеке. На бледной коже показалась тонкая полоска крови. Люций бесстрастно наблюдал «Зачем ты это сделала?» спросил он. «Чтобы никогда не забывать того, что случилось», ответила она, протянула ему нож и закатала рукава, показывая множество шрамов и свежих порезов. «С помощью боли я запоминаю обо всем, что произошло. Если я испытываю боль, значит я никогда ничего не забуду». Люций кивнул и медленно провел пальцами по своему искривленному носу. Сирена видела, что мысль о нарушенном совершенстве лица вызвала в душе Люция гнев и задела его гордость. Странное чувство охватило ее, как будто ее слова наполнились новыми смыслами, как будто в них таилась необъяснимая власть. Это ощущение переполняло ее, просачивалось в воздух и заполняло все пространство между ними непонятным напряжением. «Что случилось с твоим лицом?» спросила Сирена, страшась утратить новое ощущение. «Сын шлюхи, варвар по имени Локен сломал мне нос, обманув в честном поединке». «Он ранил тебя?» спросила она, и звуки медом протекли в его уши. «Я хотела сказать не только физически». «Да», глухо ответил Люций, «он разрушил мое совершенство». «И ты жаждешь ему отомстить, правда?» «Я скоро убью его», поклялся Люций. Сирена улыбнулась, поднялась на цыпочки и положила руки на его нагрудник. «Да, я знаю, так и будет». Он взял у нее нож, и Сирена направила его руку к лицу. «Да», кивнула она, «Твое совершенное лицо уже погибло, сделай это». Он кивнул в ответ и быстрым движением запястья глубоко разрезал щеку. Вздрогнув от боли, Люций снова поднял нож с каплями своей крови и провел такую же линию на второй щеке. «Теперь ты никогда не забудешь Локена», сказала Сирена. Фулгрим бродил по своим покоям, переходил из одной комнаты в другую и не переставал размышлять над словами эмиссара Бракстона. Он пытался скрыть тревогу, когда выслушивал принесенное известие, но подозревал, что этот человек догадался о его состоянии. Фулгрим описал мечом сверкающую дугу, и лезвие рассекло воздух, издав звук рвущейся ткани. Сколько он не пытался забыть слова эльдарского прорицателя, они вновь возвращались к нему. Как ни старался отделаться от лживых предсказаний Ксеноса, они не оставляли его в покое. Известие Бракстона и поручение Совета Терры проверить деятельность Хоруса и Ангрона подтверждали правоту прорицателя. «Этого не может быть!» крикнул Фулгрим. «Хорус никогда не предаст императора!» «Ты уверен?» Раздавшийся голос вызвал очередной укол тревоги. Он больше не мог обманывать себя и считать голос проявлением своего собственного подсознания. Это было что-то совершенно иное. С тех пор, как портрет был доставлен в его каюту, беспристрастный советчик из его головы каким-то образом перебрался в пастозные краски полотна, и картина менялась в соответствии с его высказываниями. Такая способность приспосабливаться поразила Фулгрима, но каждый раз, когда ужасные подозрения закрадывались в его мозг, восхищение и радость от созерцания картины заставляли сомнения таять, словно снег под жаркими лучами солнца. Он повернулся к грандиозному холсту, созданному гениальной кистью Сирены де Анжело. Великолепие портрета не уступало изумлению от того, во что превратилась картина за несколько дней после ее пребывания в апартаментах. Фулгрим перешагнул через валявшиеся на полу обломки и пристально всмотрелся в свое лицо, запечатленное на холсте. С портрета на него смотрел гигант в пурпурных доспехах с изысканным и величественным лицом, точным отражением его собственного. Голоза искрились, словно он вспомнил давно забытую шутку, изгиб губ выдавал некоторое лицемерие, а сдвинутые брови свидетельствовали о роящихся в голове грандиозных замыслах. Не успел Фулгрим отвести взгляд от картины, как полотно сморщилось и губы зашевелились. А вдруг он говорил правду, если Хуарус действительно отрекся от императора, на чью сторону встанешь ты? Ужасные способности портрета вызывали на обнаженном теле Фулгрима холодную испарину. И все же он жаждал снова услышать этот голос. Ужасные способности портрета вызывали на обнаженном теле Фулгрима холодную испарину. И все же он жаждал снова услышать этот голос, обладающий волшебной притягательностью, как голоса сирен. Не раз он собирался рассечь полотно мечом, но страх увидеть уничтоженной такую красоту всякий раз его останавливал. Рот на портрете снова искривился от усилий и снова послышались слова. Он же лучший из вас. Если Хорус отвернется от императора, куда пойдешь ты? Этот вопрос не имеет смысла, откликнулся Фулгрим. Такая ситуация никогда не возникнет. Ты так думаешь? Портрет засмеялся. Хорус уже сейчас выращивает семена мятежа. Фулгрим скрипнул зубами и направил меч на собственное изображение. Я тебе не верю, закричал он. Ты не можешь этого знать. Но я знаю. Откуда? спросил Фулгрим. Ты не часть меня. Ты не можешь быть мной. Нет, согласился его двойник, я не ты. Называй меня духом совершенства, который ведет тебя к будущему. Хорус стремится к войне с императором. Спросил Фулгрим, как непротивно ему было произносить кощунственные слова. Он не стремится, но его к этому подталкивают. Император намерен всех вас покинуть, Фулгрим. Его совершенство не больше, чем простое притворство. Он использовал вас, чтобы завоевать галактику для себя, и теперь на пролитой вами крови он жаждет подняться до высот божественности. «Нет!» крикнул Фулгрим. «Я не стану этому верить. Император это разум человечества, вознесшийся над пороками и несовершенством, постигший все существующие истины». «Неважно во что ты веришь, это уже началось. Грандиозный процесс скрыт от слабых людей. То, что способны видеть даже глупцы, не в моей компетенции. Если цель видит Хорус, то почему же ее не видишь ты, самый совершенный из примархов?» «Потому что ты лжешь!» проревел Фулгрим и обрушил кулак на один из столбов зеленого мрамора, поддерживающих купол над его покоями. Из колонны вылетел фонтан раздробленного камня, а затем столб осел грудой мелких обломков. «Ты напрасно тратишь время на сопротивление, Фулгрим. Ты уже вступил на путь, ведущий тебя вслед за братом». «Я готов поддерживать Хоруса во всем», выдохнул Фулгрим, «но пойти против императора это слишком». «Ты никогда не узнаешь, что такое слишком, пока не достигнешь этого». «Я тебя знаю, Фулгрим, я изучил запретные желания, скрытые в самых дальних и темных уголках твоей души. Лучше убить младенца в колыбели, чем сожалеть о несделанном». «Нет», сказал Фулгрим, прижимая к виску окровавленную руку, «Я не буду тебя слушать». «Признайся в своих самых страшных страхах, Фулгрим, после этого страх не будет иметь над тобой силы, а страх перед свободой исчезнет полностью. Ты станешь свободным». «Свободным?» повторил Фулгрим. «Предательство — это не свобода, а проклятие». «Проклятие? Нет, это освобождение и безграничная возможность исследовать то, что есть и то, что может быть. Хорус проник сквозь пелену смертной плоти, которую вы называете жизнью и узнал правду о вашем создании. Он приобщился к секретам древних, и только он способен помочь тебе достигнуть совершенства». «Совершенство?» прошептал Фулгрим. «Да, совершенство. Император несовершенен, поскольку, если бы он был совершенен, ничего бы не произошло. Совершенство — это медленная смерть, яйцо Феникса, перерождение, из которого ты встанешь обновленным, изменившимся, свободным. Спроси себя, чего я боюсь?» Фулгрим, не отрываясь, смотрел в глаза на портрете, который счел бы своими, если бы не читавшееся в них ужасное знание. Полное понимание дало ему ответ на вопрос, заданный отражением. «Я боюсь с неудачей», сказал Фулгрим. Холодные яркие лампы апотекариона недобро смотрели на обнаженного Мария, лежащего на операционном столе. Блестящие стальные зажимы и химические ингибиторы предотвращали любое движение рук и ног. Чувствовать свою уязвимость было крайне неприятно, но он поклялся подчиняться примарху абсолютно во всем, а лорд-командир Эйдолон заверил Мария, что таково желание лорда Фулгрима. «Ты готов?» спросил Фабий. Хирург апотекариона нависал над ним, окруженный сверкающими серебром манипуляторами машины, похожей на гигантского паука. Марий попытался кивнуть, но мышцы ему уже не подчинялись. «Готов», с трудом произнес он. «Отлично», кивнул Фабий. Он внимательно рассматривал Мария своими темными продолговатыми глазами, словно мясник, выбирающий лучший кусок туши, или скульптор, оценивающий девственный камень. «Лорд-командир Эйдолон сказал, что ты сделаешь меня лучше, чем прежде». «Значит, я так и сделаю, капитан Ваиросиан», усмехнулся Фабий. «Ты не поверишь, как много я могу сделать». Глава семнадцатая. «Ничего такого, что противоречило бы твоей совести». Корабли 63-й экспедиции, словно серебристый косяк рыб, парили над двойной системой аурейской технократии. Эфир бурлил от электронных переговоров вооруженных отрядов воителя, ведущих войну далеко внизу. От разбитых спутников связи остались обломки в верхних слоях атмосферы, а аурейские наблюдательные станции давно пронеслись к поверхности планет пылающими метеорами. Фулгрим наблюдал, как корабли воителя дрейфуют над второй планетой. Их внимание было сосредоточено на разгоревшемся внизу конфликте, и никто не заботился о том, чтобы защитить тыл. Он улыбнулся. При желании можно застичь брата врасплох. «Уменьшить скорость до одной четверти», приказал Фулгрим, «отключить все активные системы». На мостике гордости императора кипела бурная деятельность. Экипаж торопился выполнить полученные приказы. Фулгрим не отрывал взгляда от сведений поступавших на монитор голопроектора тактической станции. Всякое изменение ситуации сопровождалось отрывистыми распоряжениями. Капитан Айзель с восхищением следил за каждым его движением. Фулгрим даже представить себе не мог жгучей зависти окружающих его людей, не имеющих ни единого шанса приблизиться к его гениальности. Восемь недель перелета к аурейской системе бесконечно утомили Фулгрима своим однообразием. Любое развлечение помогало лишь на краткие мгновения, а потом снова возвращалась скука. Он даже надеялся, что в варпе произойдет какая-нибудь катастрофа, что угодно, лишь бы разнообразить жизнь новыми ощущениями, но ничего подобного не случилось. Перед встречей с братом доспехи Фулгрима были начищены до зеркального блеска, и золотые крылья орла сияли на его левом плече. Боевой комплект был заново выкрашен в фамильный ярко-пурпурный цвет, отделан золотом, украшен переливающимися драгоценными камнями и чеканкой. На плечах серебряными брошями был пристегнут длинный кольчужный плащ, а с наплечника свисали длинные пергаментные свитки. Он не взял с собой оружие, и рука постоянно тянулась к отсутствующей рукояти меча. Фулгрим жаждал ощутить вселяющую уверенность тепло серебряного меча и услышать упрямый голос разговаривающего с ним шедевра Сирены де Анжело. Он скучал даже по разящему огню, хоть и не пользовался им уже несколько месяцев. Фулгриму не доставало его привычной тяжести и острого лезвия. Зато без оружия, особенно найденного в Лаерском храме меча, его мысли стали яснее, ничто голосами и предательскими мыслями. Но отказаться от серебряного меча окончательно он почему-то не мог. Раны, полученные на Тарсисе, давно затянулись, и со стороны никто бы не мог сказать, что Фулгрим серьезно пострадал в схватке. А чтобы увековечить его победу над Эльдарским божеством, в центральном апотекарионе Андрония была создана новая мозаичная картина. «Передай приказ на все корабли, по моему сигналу перестроиться в боевой порядок». Шепотом распорядился Фулгрим, словно яркие огоньки на мониторе перед ним могли услышать громкий приказ. «Да, мой господин», с улыбкой отозвался капитан Айзель, хотя за искренним удовольствием служить примарху Фулгрим смог разглядеть некоторую ревность. Он снова сосредоточил свое внимание на обзорном иллюминаторе и усмехнулся. Во флотилии Хоруса никто не подозревал, что 28-я экспедиция подошла уже на расстояние выстрела. Фулгрим положил руки на края командного пульта и задумался над грандиозным значением ситуации. В этой позиции у него была возможность атаковать корабли воителя и полностью их уничтожить. Его боевые суда уже находились на оптимальной дистанции, полный залпы всех орудий мог настолько повредить флотилии воителя, что ответный удар был бы уже невозможен. Если Эльдрат Ультрон говорил правду, он мог бы положить конец мятежу еще до его начала. «Объявить боевую готовность против близлежащих судов!» приказал он. Через мгновение орудия 28-й экспедиции уже были направлены на корабли воителя, и Фулгрим, осознав, что ему хочется открыть огонь, нервно облизнул губы. «Мой господин» раздался за его спиной голос. Обернувшись, Фулгрим увидел лорда командира Эйдолана с его мечом в ножнах. Серебряная рукоять блеснула в полумраке капитанской рубки. Фулгрим тотчас ощутил гнетущую тяжесть его присутствие. «Эйдолан, вы приказали принести меч», сказал лорд командир. Фулгрим не помнил, чтобы он отдавал такой приказ, но кивнул и безропотно принял предложенное оружие. Он опоясался мечом, словно совершая самое привычное действие, и как только защелкнул золотую пряжку в виде орла, желание открыть огонь испарилось, словно утренний туман. «Прикажи кораблям обнаружить свое присутствие, но не стрелять», распорядился он. Капитан Айзель поспешил исполнить приказ, а Фулгрим наблюдал, как корабли 63-й экспедиции, неожиданно обнаружив возможного противника, начали рассредотачиваться, отчаянно пытаясь избежать полного уничтожения. Он знал, что все их маневры и перестроения абсолютно бесполезны, поскольку его корабли занимали идеальную позицию на идеальном для стрельбы расстоянии. Вокс-каналы едва не взорвались от десятков запросов со стороны 63-й экспедиции, и Фулгрим кивнул, когда открылся канал связи с Духом Мщения флагманским кораблем воителя. «Хорус, брат мой!» произнес Фулгрим. «Как оказалось, я еще могу тебя кое-чему научить». Фулгрим шагал по проходу, ведущему на верхнюю транспортную палубу Духа Мщения. Рядом с ним шел лорд-командир Эйдолон, а позади следовали апотекарий Фабий, Саул Тарвиц и мастер Меча Люций. Фулгрим с неудовольствием заметил, что лицо Люция исполосовано глубокими параллельными порезами. Они казались совсем свежими, едва залеченными, и Фулгрим сделал себе мысленную заметку спросить о происхождении ран, как только закончится встреча на борту 63-й экспедиции. Тарвиц и Люция он выбрал себе в спутники, поскольку слышал о завязавшейся дружбе этих воинов с лунными волками, а такими связями нельзя пренебрегать. Эйдолан участвовал в делегации, так как Веспасиан, знающий о поручении, возложенном на примарха советом Терры, мог наговорить лишнего. А вот зачем он взял с собой Фабия, Фулгрим и сам не понимал, хотя и подозревал, что причина вот-вот откроется. Как только все они подошли ближе к люку, герметичная дверь с барельефным орлом начала приподниматься, в коридор хлынули свет и теплый воздух. Фулгрим придал своему лицу выражение спокойной уверенности и шагнул на металлическую палубу духа мщения. Там его ожидал Хорус, как всегда великолепный, в сияющих доспехах цвета морской волны, украшенных сверкающим янтарным глазом посреди нагрудника. Красивое, благородное лицо брата горело радостью, и Фулгрим почувствовал, как при виде могущественного воина испаряются все его тревоги. Смешно было даже представить себе, что Хорус мог замышлять против отца что-то недоброе, и любовь к брату свободно разлилась в его груди. За спиной воителя стояли четверо Астартес, несомненно те, кого брат называл марневальцами, его доверенные помощники и советники. Каждый из них выглядел прирожденным воином и отличался горделивой выправкой. Фулгрим легко узнал об аддона по характерному пучку волос на макушке и высокому росту. Судя по ошеломляющему сходству с примархом лунных волков, стоящий рядом воин мог быть только Хорусом Аксимандом по прозвищу Маленький Хорус. Двух других Фулгрим не знал, но каждый выглядел благородным и гордым воином, с которым можно идти сквозь любое пламя. Фулгрим раскинул руки и примархи заключили друг друга в братские объятия. «Как много времени прошло, Хорус!» воскликнул Фулгрим. «Много, брат мой, очень много!» согласился Хорус. «Я несказанно рад нашей встрече, почему ты здесь? Тебе же предстояла компания в аномалии Пардос, или этот участок галактики уже приведен к согласию?» «Да, все миры, которые там были обнаружены, приведены к согласию», кивнул Фулгрим. В этот момент в зал вошли спутники Фулгрима. Он заметил радость в глазах марневальцев при виде знакомых лиц и понял, что не ошибся в выборе сопровождающих. Фулгрим обернулся к вошедшим воинам. «Мне кажется, вы уже знакомы с моими собратьями, Тарвицем, Люцием и лордом командиром Эйдоланом, но вот главного апотекария Фабия, вероятно, видите впервые. Для меня большая честь встретиться с вами, лорд Хорус», с низким поклоном произнес Фабий. Хорус кивком ответил на приветствие апотекария и снова повернулся к брату. «Ну ладно, Фулгрим, у тебя, наверное, есть дела и поважнее, чем дразнить меня. Какое из них заставило тебя прибыть без предупреждения и уложить половину моего экипажа с сердечным приступом?» Улыбка моментально исчезла с бледных губ Фулгрима. Поступили кое-какие донесения, брат Хорус. «Донесения? Что это значит?» «Донесения о том, что дела идут не так, как следовало бы», ответил Фулгрим, «о том, что тебя и твоих воинов надо призвать к ответу за слишком жестокое ведение этой компании». «Что, Ангрон снова принялся за старое?» «Он такой же, каким был всегда». «Так плохо?» «Нет, я держу его на коротком поводке, а его советник Харн, кажется, сдерживает наиболее яростные порывы нашего брата». «Тогда я успел вовремя». «Понимаю», сказал Хорус, «Значит ли это, что ты прибыл, чтобы меня заменить?» Фулгрим заставил себя скрыть ужас, охвативший его при мысли, что брат мог себе такое представить и замаскировал свое смущение смехом. «Заменить тебя?» «Нет, брат, я здесь для того, чтобы, вернувшись, заявить этим щеголям и бумагоморателям, что Хорус ведет войну именно так, как следует, жестоко и беспощадно». «Война жестока по своей сути, и бесполезно пытаться это изменить. Чем больше жестокости, тем быстрее она заканчивается». «Верно, брат мой», согласился Фулгрим. «А теперь пойдем, нам еще о многом надо поговорить, поскольку мы живем в странное время. Знаешь, наш брат Магнус опять чем-то расстроил императора, и волкан Фенриса поручено припроводить его на Терру». «Магнус?» неожиданно серьезно переспросил Хорус. «А что он натворил?» «Давай обсудим это наедине», предложил Фулгрим. «Кроме того, мне кажется, что мои подчиненные будут рады возобновить знакомство с твоими, как ты их называешь, марневальцами?» «Да», усмехнулся Хорус, «несомненно, они хорошо помнят убийцу». Хорус жестом пригласил Фулгрима следовать за собой, и оба примарха направились к выходу с транзитной палубы. Эйдолан пошел за своим примархом, а Абаддон с Аксимандом последовали за Хорусом, хотя Фулгрим не мог не отметить недружелюбных взглядов, бросаемых по пути через великолепные залы могучего корабля он попытался представить, что могло произойти между этими воинами на убийце. Хорус на ходу весело ворошил общее воспоминание их невинной юности, когда они без оглядки наслаждались простой радостью сражений, но Фулгрим, погруженный в собственные размышления, его почти не слышал. Наконец их прогулка закончилась у простых дверей из темного дерева, и Хорус отпустил обоих членов Марниваля. Фулгрим тоже освободил Эйдолана, поручив ему позаботиться об апотекарии Фабии. «Как бы то ни было, твой визит пришелся очень кстати, брат мой», сказал Хорус, открывая двери и проходя внутрь. «Почему?» спросил Фулгрим. Хорус не ответил, и Фулгрим последовал за братом. Внутри их ожидал Астартес в доспехах цвета старого гранита. Воин обладал могучим телосложением и его наплечники украшали многочисленные свитки обета, а кожу на гладко выбритом черепе покрывали вытатуированные письмена. «Это ареп из легиона несущих слова», сказал Хорус. «И ты прав». «В чем?» удивился Фулгрим. «В том, что нам о многом надо поговорить», ответил Хорус, закрывая двери. По сравнению с его собственными покоями, комнаты Хоруса отличались спартанской простотой. В них не было ни пышных украшений, ни картин на стенах, ни статуи на золоченых постаментах. Фулгрима это не удивило, поскольку его брат всегда пренебрегал личным комфортом, предпочитая делить все тяготы войны со своими воинами. Арочный проход, занавешанный белым шелком, ввел в спальню Хоруса, и Фулгрим улыбнулся, разглядев внутри огромный стол, заваленный пергаментами и свитками, и астрологический томик, подаренный Хорусу отцом. Вспомнив об отце, он задержал взгляд на стенной фреске, которую не видел уже десятки лет. Картина изображала вознесшегося над миром императора с воздетыми руками, а вокруг него вращались созвездия. Я помню, как ее рисовали, печально произнес Фулгрим. Много лет назад, добавил Хорус, наливая вино из серебряного кувшина и протягивая ему один кубок. Вино было темно-красным, и Фулгриму на мгновение показалось, что он смотрит в океан крови. Он поднес кубок к губам и сделал большой глоток. На его лбу маслянисто заблестела испарина. Фулгрим поверх края кубка взглянул на фигуру сидящего Эреба и ощутил, что несущий слово вызывает у него необъяснимую неприязнь, хотя раньше он никогда не видел этого воина и с его губ еще не слетело ни одного слова. Он всегда недолюбливал кампанию Астарта с 17 легиона, считал, что их иступленные восторги приносят только вред и помнил их старание превратить личность императора в объект поклонения, что противоречило основным положениям Великого Крестового Похода. «Расскажи мне о Лоргаре», потребовал Фулгрим, «Я довольно давно его не видел, у него все в порядке?» «Да, конечно», с улыбкой ответила Рэп, «Лучше, чем когда бы то ни было». Фулгрим нахмурился, не одобряя выбор слов, и уселся на кушетку лицом к столу воителя. Хорус начал чистить яблоко кинжалом с рукоятью в виде змеи, а обостренные чувства Фулгрима уловили накапливающееся в воздухе чудовищное напряжение, следы невысказанных слов и безграничных сил. Что бы Хорус не задумал, это наверняка имело огромное значение. «Ты отлично поправился после ранения», заметил Фулгрим и тотчас заметил, что Хорус и Рэп обменялись взглядами. Из 63-й экспедиции почти не поступало информации об операции надавения, и уж, конечно, ничего такого, что позволило бы догадаться о ранении воителя, но реакция Хоруса доказывала, что по крайней мере часть предсказаний прорицателя была правдивой. «Ты слышал об этом», сказал Хорус, бросил в рот ломтик яблока и тыльной стороной ладони вытер сок с подбородка. «Да, слышал», кивнул Фулгрим. Хорус пожал плечами. «Я пытался предотвратить распространение подобных новостей по другим экспедициям, чтобы не ослабить их моральный дух. В конце концов, это была простая царапина на плече». Фулгрим тотчас почуял ложь. «Вот как, а мне говорили, что ты чуть не умер». Воитель прищурил глаза. «Кто тебе это сказал?» «Не важно», ответил Фулгрим, «важно то, что ты выжил и поправился». «Да, выжил и стал сильнее, чем прежде. Я воскрес». Фулгрим поднял свой кубок. «Давай выпьем за твое быстрое выздоровление». Хорус отпил искупка, скрывая свое раздражение, а Фулгрим позволил себе слегка улыбнуться. Легкая пикировка с таким могущественным противником, как воитель, привела его в приятное возбуждение. «Итак», заговорил Хорус, меняя тему, «тебя прислали для проверки, не так ли? Они сомневаются в моей компетенции?» Фулгрим тряхнул головой. «Нет, брат мой, хотя есть и такие, кто ставит под вопрос твои методы руководства великим крестовым походом. Штатские, находясь за сотни световых лет от сражений, которые мы ведем ради их блага, осмеливаются осуждать твое поведение на войне. Они хотят использовать наши братские узы, чтобы посадить на цепь твоих боевых псов. Под военными псами, я полагаю, ты подразумеваешь Ангрона?» Фулгрим кивнул и сделал еще глоток горьковатого вина. «Ты, наверное, заметил, что его трудно назвать милосердным. Лично я никогда не одобрял его художеств в театрах военных действий, если не требовалось полного уничтожения и разрушения. Но я допускаю, что иногда требуется умеренность, а иногда жестокая агрессия. Это война для него? «Да», согласился Хорус. «Ангрон по моему приказу проливает реки крови, и в настоящий момент мне это необходимо». «Почему?» «Я уверен, ты не забыл, как Ангрон бесился после Улланора», спросил Хорус. «Он был разъярен моим назначением и метался словно зверь в клетке, считал это личным оскорблением, но слушался я тогда». «Ангрон думает не головой, а рукой, в которой держит меч», сказал Фулгрим. «Я помню, что мне потребовалось все мое красноречие, чтобы потушить пожар в его сердце и залечить раненую гордость, но он принял твое назначение». «Надо сказать, неохотно, но принял». «Неохотно, это слишком слабо сказано», бесстрастно заметил Хорус. «Если я назначен воителем, я должен быть уверен в преданности и беспрекословном повиновении всех, кем я командую, особенно в грядущем кровопролитии. Я даю Ангрону все, чего он хочет, и позволяю подтверждать свою преданность единственным доступным ему способом. Там, где другие предпочли бы натянуть цепь, я даю возможность действовать, и его преданность к тебе вырастает на пролитой крови», добавил Фулгрин. «Точно», согласился Хорус. «Мне кажется, именно этого и опасается совет Терры. Я воитель, и я пользуюсь всеми доступными мне инструментами, переплавляя их по своему усмотрению», заявил Хорус. «Наш брат Ангрон жесток и кровожаден, но в моих замыслах ему найдется достойное место. При этом от него потребуется безусловная преданность, в первую очередь преданность мне». Пока воитель говорил, Фулгрин видел в его глазах блеск лихорадочной страсти, которого не замечал уже много десятков лет. «Что за грандиозные планы, требующие безукоризненной верности? Неужели за этим скрывается его предательство, о котором предостерегал прорицатель? После того, как Хорус убедится в верности Ангрона, будет ли он привлекать на свою сторону и других братьев? Фулгрин украдкой взглянул на Эреба и увидел, что тот тоже увлечен словами воителя. «Интересно, кому проявит верность примарх несущих слова?» «Терпение! Со временем тебе станут известны все истины», произнес голос в его голове. «Ты всегда оглядывался на Хоруса. Доверься ему и сейчас, твоя судьба неразрывно связана с ним». Он уловил, как Эреб озадаченно нахмурил брови, и на мгновение Фулгрима охватила паника, а вдруг несущий слово тоже слышал этот голос. Фулгрим выбросил эту мысль из головы и кивнул Хорусу. «Я тебя прекрасно понимаю». «Я вижу», сказал Хорус, «а опасения Совета Терры касаются только кровожадности Ангрона». «Не совсем», признал Фулгрим. «Как я уже говорил, волкам Фенриса предписано отправиться на Проспера, чтобы привезти Магнуса на Терру, но с какой целью мне неизвестно». «Он практикует колдовство», неожиданно сказал Эреб. Дерзкие слова несущего слова мгновенно отозвались в душе Фулгрима гневом. Простому воину не подобало заговаривать с примархом, пока к нему не обратятся. «Кто ты такой, чтобы свободно разговаривать в присутствии старших?» Возмутился он и повернулся к Хорусу, раздраженно махнув рукой в сторону сидящего Астартес. «Скажи, кто этот воин и почему он присутствует на нашей приватной беседе?» «Рэп, он мой советник», сказал Хорус, «ценный советник и помощник». «Тебе уже мало своих марневальцев?» спросил Фулгрим. «Времена переменились, братец, я начал осуществлять планы, в которых совет марневаля мне не поможет, в эти дела они не посвящены. Впрочем, это относится не ко всем», добавил он с натянутой улыбкой. «Что за дела?» удивился Фулгрим, но Хорус покачал головой. «Всему свое время, братец», пообещал Хорус, поднялся из-за стола и подошел к фреске с изображением императора. «Расскажи мне подробнее о Магнусе и его проступках». Фулгрим пожал плечами. «Ты знаешь столько же, сколько и я. Все, что мне было известно, я уже рассказал». «И ничего, что указывало бы на условия возвращения Магнуса на Терру в качестве пленника или просителя?» «Я не знаю», признался Фулгрим, «хотя если учесть, что сопровождающим выбран волк, не питающий особой любви к Магнусу, вряд ли стоит предполагать, что он будет путешествовать с особыми почестями». «Да, не похоже», согласился Хорус, и Фулгрим заметил на его лице тень облегчения. Неужели Магнус, как и Эльдрат Ультрон, проник в будущее и попытался послать предостережение о готовящемся предательстве? Если так, то Хорусу необходимо разобраться с ним до возвращения на Терру. Воитель, убедившись, что вопрос с повелителем Просперо разрешился к его несомненному удовольствию, кивнул на Фреску. «Ты говорил, что помнишь, как ее создавали?» Фулгрим кивнул и воитель продолжил. «И я тоже, очень отчетливо. Мы с тобой тогда участвовали в свержении последних принцев Амаккада на борту их мира обсерватории, и император решил увековечить эту победу. Пока император сражался с последним принцем, ты зарубил их короля и забрал его голову для музея завоеваний», добавил Фулгрим. «Совершенно верно», кивнул Хорус, постукивая пальцами по картине. «Я убил их короля, но созвездия галактики все же находятся в руках императора. А где фрески, которые должны увековечить наши с тобой подвиги в той битве, друг мой?» «Ревность», усмехнулся Фулгрим, «Я всегда знал, как высоко ты себя ценишь, но не ожидал подобного высокомерия». Хорус покачал головой. «Нет, братец, желание добиться признания за свершенные деяния и достижения — это не высокомерие. Кто из нас сделал больший вклад для завоевания победы, как не я? Кого среди всех нас признали достойным поста воителя? Только меня и оценили по достоинству, но всеми полученными мною почестями я обязан лишь самому себе». «Со временем, когда закончится Великий Крестовый Поход, твои заслуги будут оценены должным образом», сказал Фулгрим. «Со временем», презрительно фыркнул Хорус, «Как раз времени-то у нас и не осталось. В сущности, мы в любой момент можем узнать, что галактика перевернулась на небесах, но мы этого не ощутим, поскольку палуба под нашими ногами даже не дрогнет. Смертные люди могут прожить свои жизни, не потревоженные столь великими идеями, но им никогда не достичь могущества, поскольку люди невежественны и инертны. То же самое относится и к времени, мой братец. Пока мы стоим на месте и измеряем время, возможность завоевать вечную славу может ускользнуть, и мы ее даже не заметим. Слова эльдарского прорицателя громогласно отдавались в его голове. Он поведет свои армии против вашего императора! Хорус пристально посмотрел в его глаза, и Фулгрим ощутил, как огонь целеустремленности брата распространяется по всей комнате словно электрический разряд, и разжигает в его душе стремление к совершенству. Как бы не ужасался он услышанным идеям, Фулгрим не мог не сознавать их огромной притягательной силы. Он хотел присоединиться к своему брату. Он видел, что Хорусом движет безумное честолюбие и жажда власти. Хорус хотел держать созвездие в своих руках, как император, запечатленный на фреске. «Все, что ты услышал, правда». Фулгрим откинулся на спинку стула и осушил свой кубок. «Расскажи мне о вечной славе», сказал он. В течение трех дней Хорус и Эрэп рассказывали Фулгриму обо всем, что произошло с 63-й экспедиции на Довине, о предательстве Эугана Тембы, засаде на потерпевшей крушение славе Терры и некротическом поражении плоти примарха. Хорус рассказал об оружии, известном как анафем, и меч был доставлен в его покои апотекарием Фулгрима Фабием, после того, как воитель своей печатью подтвердил разрешение забрать меч с медицинской палубы духомщения. Фулгрим увидел клинок довольно грубой работы, с обсидиановым лезвием, ровного серого цвета, с мерцающим блеском. Рукоять была выполнена из золота и по сравнению с лезвием отличалась тонкой работой, хотя все равно показалась бы примитивной даже по сравнению с разящим огнем, не то что с серебряным мечом лаэров. А затем Хорус рассказал ему о своем ранении. Он действительно мог умереть, если бы не усилия преданных ему членов воинской ложи. О времени, проведенном в Дельфасе, огромном храмовом комплексе Довина, он почти ничего не сказал, за исключением того, что там ему открылись великие истины и чудовищный обман. Продолжение всего рассказа Фулгрим ощущал, каким постепенно овладевает ужас. Слова Хоруса подрывали самые основы его убеждений. Он помнил предостережение прорицателя, но до этого момента не верил, что оно правдиво. Он хотел опровергнуть слова воителя, но каждый раз, когда пытался заговорить, властная сила внутри заставляла молчать и слушать рассказ брата. «Император лгал нам Фулгрим», сказал Хорус, и грудь Фулгрима стиснул приступ гнева. «Он намерен бросить нас в неизведанных пустынях галактики, а сам старается достичь высот божественности». Фулгрим почувствовал, что его мышцы словно скованы стальными путами, иначе он непременно должен был бы броситься с мечом на Хоруса. Но вместо этого он продолжал сидеть в оцепенении, чувствуя, как дрожат его руки, а весь мир летит в пропасть. Как мог Хорус, лучший из всех примархов, говорить подобные вещи? Не важно, что он уже слышал о них от прорицателя. Их реальность обрушилась на него только сейчас. Слова, срывающиеся с губ Хоруса, вдавливали Фулгрима в кресло. Хорус был для Фулгрима самым доверенным другом. Они давным-давно поклялись на крови никогда не лгать друг другу. И после такой клятвы ему предстояло поверить, что либо отец, либо брат его обманывал. «У тебя нет выбора. Присоединяйся к Хорусу, иначе все, ради чего ты страдал, обратиться в пыль». «Нет», – с трудом прошептал он, и по щекам покатились слезы. Ожидание этого момента давно обострило все его чувства, но действительность оказалась совсем не такой, как он ожидал. «Да», – горестно, но решительно сказал Хорус. «Мы верили, что император – это высшее воплощение совершенства, но мы ошибались, Фулгрим. Он несовершенен, он просто человек, и нам предстоит разоблачить его ложь». «Всю свою жизнь я хотел стать таким, как он», – печально произнес Фулгрим. «Мы все хотели этого, брат мой», – ответил Хорус. «Мне больно говорить тебе подобные вещи, но я должен это сделать. Грядет время Великой Войны, ее ничто не сможет предотвратить, и когда наступит пора двигать наши легионы против тех, кто к нам не присоединится, мне потребуется помощь ближайших братьев». Фулгрим поднял полные слез глаза. «Хорус, ты ошибаешься, ты наверняка ошибаешься, как могло несовершенное существо породить таких, как мы?» «Мы?» – переспросил Хорус. «Мы всего лишь инструменты его воли, необходимые для достижения господства в галактике, пока он стремится к божественности. Когда войны закончатся, нас отбросят в сторону. Мы ведь всего-навсего несовершенное создание, появившееся из необъятной утробы вечной ночи. Еще до нашего рождения император покинул нас, хотя мог спасти. Ты помнишь кошмар Хемаса, его бескрайние дикие пустоши, куда ты был выброшен? Помнишь боль, которую ты там испытывал, как все мы испытывали страдания на планетах, где проходило наше детство. Всего этого можно было бы избежать. Он мог все остановить, но он так мало о нас заботился, что ничего не предпринял. «Я видел, как это случилось, брат. Я все видел». «Как?» выдохнул Фулгрим. «Как ты мог видеть эти события?» «В предсмертном состоянии мне была дарована способность заглянуть в прошлое», сказал Хорус. «То ли я действительно видел прошлое, то ли ожили скрытые в мозгу самые ранние воспоминания, я не могу сказать, но увиденное мною картины были такими же реальными, как твое лицо сейчас». Мозг Фулгрима, пытавшегося постичь все, о чем говорил его брат, хотел взорваться. «Даже в мгновение самых мрачных сомнений меня поддерживало стремление к полному и абсолютному совершенству», сказал Фулгрим. «Император был для меня сияющим образцом, которому я стремился и лишиться всего этого, сомнения никогда не приносят радости», кивнул Хорус, «но определенность, построенная на лжи, это абсурд». Разум Фулгрима отказывался даже предположить, что Хорус может быть прав. Его слова разрушали все, чем он до сих пор жил и все, к чему стремился. «Прошлое уже кануло во тьму, уничтоженное ложью отца, и теперь у него оставалось только будущее». «Император играет комедию перед публикой, которая не осмеливается смеяться», продолжал Хорус. «Все мы для него лишь инструменты, используемые в случае надобности, а потом отброшенные в сторону. Почему еще он мог оставить великий крестовый поход на наше попечение, а сам удалился в свое подземелье на Терре? Процесс его обожествления уже начался, и только мы в силах его остановить». «Я мечтал о дне, когда стану таким, как он», прошептал Фулгрим. «Мечтал, что встану рядом с ним и почувствую его любовь и гордость своим сыном». Хорус шагнул вперед, опустился на колени и взял его руки в свои. «Фулгрим, всем нам свойственно мечтать, но не все мечты одинаковы. Те, кто мечтает в ночи скованной пыльной пеленой ничтожности своего разума, просыпаются утром и видят, что их мечты были пустым тщеславием. Но для таких, как мы, для мечтателей дня видение славы означают надежду на перемены к лучшему. Возможно, до сих пор мы были просто орудиями, воинами, не владевшими ничем, кроме искусства войны. Но мы выросли, брат мой! Теперь мы стали гораздо умнее и лучше, но император этого не замечает. Он предпочел бросить свои величайшие произведения во тьму враждебной вселенной. Я знаю это наверняка о Фулгрим, поскольку не только получил его мудрость. Я сделал много открытий во время путешествия, которому никому не дано повторить или разделить со мной. Хорус, я не могу этого слышать! вскричал Фулгрим. Оковы, удерживающие его в неподвижности, внезапно упали с его тела, и он вскочил на ноги. Фулгрим быстро прошел к фреске. «Ты не представляешь, о чем просишь!» «Напротив», возразил Хорус, тоже поднялся и подошел к брату. «Я совершенно точно знаю, о чем я тебя прошу. Я прошу тебя встать рядом со мной на защиту наших прав, определенных рождением. Эта галактика принадлежит нам по праву пролитой крови, но он хочет отдать ее алчным политиканам и чиновникам. Я знаю, что тебе это известно, и твоя кровь кипит от негодования так же, как и моя. Где были эти штатские, когда наши воины гибли тысячами? Где они были, пока мы пересекали ширь галактики, чтобы донести свет до утерянных колоний человечества? Я скажу тебе. Они прятались в своих темных и душных залах. Они писали пасквили, подобные этим. Хорус, дотянувшись до своего стола, схватил пачку листков и бросил их в руки фулгриму. Что это? спросил тот. Ложь, бросил Хорус. Они называют это божественным откровением, и листки распространяются по всем флотилиям словно вирус. Это культ, прославляющий императора и откровенно признающий его богом. Ты можешь в это поверить? После всего, что мы сделали, чтобы принести этим мелким людишкам свет науки, они выдумывают себе фальшивого бога и просят его о покровительстве. Бога? Да, фулгрим, бога, кивнул Хорус. Долго сдерживаемый гнев вырвался наружу приступом ярости. Воитель с ревом ударил кулаком по фреске, и латная рукавица превратила лицо императора в пыль и мелкие осколки камней. Из стены вывалились несколько каменных блоков и с грохотом ударились о металлическую палубу. Фулгрим непроизвольно разжал руку, и листки медленно закружились над остатками фрески. Фулгрим закричал, словно весь его мир превратился в каменные осколки и фрагменты стенной росписи. Его любовь к императору была вырвана из груди и превратилась в груду никчемных обломков. Хорус, подойдя вплотную, обхватил его лицо ладонями и пристально, почти умоляюще уставился в его глаза. «Брат, ты нужен мне», прошептал Хорус, «я не смогу этого сделать без твоей помощи, но тебе не надо будет совершать ничего такого, что противоречило бы твоей совести. Брат мой, мой Феникс, моя надежда, прогони тьму своим крылом и не обращай внимания на издевки фортуны. Восстань из пепла и поднимись! Фулгрим твердо встретил взгляд брата. «Что я должен сделать?» Глава восемнадцатая Орбитальная станция Иссечение Разные пути Взретно-посадочная палуба орбитальной станции ДС-191 превратилась в лабиринт из искореженного металла, окутанного пламенем. Зеленокожие оккупировали и превратили в Халк орбитальную оборонительную станцию некоторое время назад, и влияние их уникального стиля в инженерном искусстве уже стало заметно повсюду. Среди груд обломков громоздились большие клыкастые чудовища из железа, а все пространство палубы было заставлено сильно поврежденными или полностью разбитыми машинами, напоминавшими примитивные катапульты. Соломон укрылся от града дребезжащих снарядов, вылетающих из-за баррикады, набросанной, ибо сказать построенной, не поворачивался язык, зеленокожими в дальнем конце посадочной палубы. Сотни горластых ксеносов швырялись огромными топорами или стреляли почти не целясь, по трем десяткам астартес второй роты с того самого момента, как воины высадились на палубу с борта громового ястреба. В ходе общего наступления детей императора корпус орбитальной станции был обстрелян ракетными снарядами с целью вызвать взрывную декомпрессию, что позволило бы воинам Соломона беспрепятственно высадиться в предположительно не занятой врагами секции. Все шло без особых проблем до тех пор, пока астартес не десантировались на поверхность Халка, и тогда из корпусов разбитых истребителей и бомбардировщиков повылезали банды орков и с бездумной яростью начали контратаку. По всей палубе загромыхала стрельба. В рядах атакующих астартес стали взрываться бомбы и гранаты с мощными пороховыми зарядами. Тот, кто называет зеленокожих примитивными противниками, вероятно, никогда с ними не сражался, крикнул Гай Кафин после очередного взрыва, от которого по всей палубе разлетелись железные осколки и поползли клубы черного маслянистого дыма. Соломон не мог не согласиться, ему-то много раз приходилось биться с зеленокожими чужаками. Казалось, во всей галактике не осталось ни одной звездной системы, не загаженной зеленокожими подонками. «Есть какие-то сведения о подкреплении?» крикнул Соломон. «Пока нет», ответил Кафин. «Нам обещали прислать дополнительное отделение первой и третьей рот, но до сих пор ничего». Соломон пригнулся, но граната с оглушительным визгом скользнула по куску металлической обшивки, за которым он укрылся, и рикошетом отлетела в потолок, где и взорвалась целым фейерверком пламени и дыма. Раскаленная шрапнель застучала металлическим градом. «Не беспокойся!» крикнул Соломон. «Юля и Мария нас не подведут!» По крайней мере, ему хотелось в это верить, поскольку в уме он уже мрачно прикидывал вероятность победы орков. Из-за неожиданной контратаки зеленокожих Соломон и его воины останутся запертыми на взлетно-посадочной палубе, солдат. Соломон ни на секунду не усомнился бы в печальной судьбе любых других противников, но зеленокожие воины были чудовищными монстрами, по силе почти равными Астартес. Центральная нервная система орка развита не более чем у крокодила, и чтобы заставить его прекратить сопротивление, требовались значительные усилия. Конечно, зеленокожих нельзя было сравнивать с Астартес, но они обладали тупым упрямством, агрессивностью и вдобавок ко всему значительным численным преимуществом. Система Каллиниды представляла собой совокупность имперских миров и подвергалась вторжению зеленокожих. Чтобы начать операцию по освобождению планет, требовалось отбить хотя бы несколько орбитальных станций. Порученная Соломону миссия была первой фазой операции по освобождению Каллинид, за которой должен был последовать десант объединенных сил детей императора и железных рук на Каллиниду 4. Баррикада из железной арматуры и кусков обшивки, за которой укрывались зеленокожие, содрогнулась от резких воплей, и Соломон рискнул выглянуть наружу. Он не знал орочьего языка, не знал даже есть ли у них вообще какое-то наречие, но воинское чутье помогло определить варварские вариации военного клича. А это означало, что вожак зеленокожих готовил своих воинов к новой атаке. За кучей рваного металла поднялись резные шесты с висящими на них омерзительными трофеями, и Соломон понял, что ему и его воинам придется всерьез биться за свою жизнь. Ну же, скорее, прошептал он. Без поддержки Мария или Юлия ему придется приказать воинам отступать к десантному кораблю и признать свое поражение, а это не укладывалось в рамки воинского кодекса. Есть какие-то известия? До сих пор нет ни слова, прошепел Кафин. Собираются они идти к нам на помощь или нет? Они придут. пообещал Соломон. Протяжные вопли превратились в рев, которому добавился топот подкованных железом сапог. Гай Кафин и Соломон обменялись понимающими взглядами и встали во весь рост с болтерами на изготовку. Похоже, они решили идти напролом, крикнул Кафин. Мерзавцы! возмутился Соломон. Это же был мой план! Вторая рота! Огонь! Над палубой прогремел ураганный залп болтерных снарядов, и первый ряд чужаков был уничтожен взрывами вдоль секунды. Оглушительное эхо заметалось между металлических стен, а Астартес продолжали посылать залп за залпом в толпу атакующих врагов, но сколько бы орков не падало, оставшиеся безудержно рвались вперед. Чужаки накатывались лавиной зеленой плоти, ржавых доспехов и потрепанной кожи. Красные глаза, словно тлеющие угли, горели неукротимой злобой, а их воинственные кличи напоминали рычание разъяренных зверей. Зеленокожие стреляли с бедра из шумных, полыхающих огнем ружей и размахивали огромными цепными топорами, рассыпающими искры. Некоторые орки были в доспехах, связанных толстыми кожаными лентами или попросту приколоченных к толстой шкуре, а кое-кто красовался в рогатых шлемах, украшенных густым мехом. Атаку возглавлял огромный самец в скрипучих механических экзодоспехах, и болтерные снаряды рикошетом разлетались от его защиты. Соломон заметил вокруг ужасного вожака дрожащий ореол защитного энергетического поля и удивился тому, что такая примитивная раса сумела овладеть сложной технологией. Болтерный огонь второй роты нанес существенный урон рядам атакующих ксеносов. Каждый снаряд оставлял в зеленых телах кровавые кратеры, а то и вовсе отсекал конечности от туловища, и палуба уже полностью была залита отвратительно вонявшей кровью зеленокожих. «Приготовить мечи!» приказал Соломон. Каким бы кровопролитным ни был их обстрел, его явно было недостаточно. Соломон положил на палубу свой болтер, обнажил меч и приготовил пистолет. Первый из зеленокожих воинов уже пробивался через ржавые балки, даже не пытаясь обойти их стороной. Соломон увернулся от мощного удара, который вполне мог рассечь его пополам, и, схватив меч обеими руками, обрушил клинок на шею врага. Лезвие вошло вплоть на целую ладонь, но орк, вместо того, чтобы рухнуть замертво, взревел и нанес жестокий удар, швырнув Соломона на пол. Соломон кувыркнулся, чтобы избежать удара ногой, способного размозжить ему череп, и снова размахнулся мечом. На этот раз клинок рассек лодыжку чудовища и зеленокожий грохнулся, потеряв равновесие. И все же он еще пытался достать противника, но Соломон мгновенно вскочил на ноги и ударил его по шее, а затем добавил пару выстрелов в голову. Гай Каффин сражался с монстром на целую голову выше его ростом, и огромный моторизированный топор с каждым взмахом пролетал все ближе к голове Астартес. Соломон уложил орка выстрелом в лицо и быстро пригнулся, уклоняясь от удара следующего зеленокожего. Весь порядок битвы рассыпался, и каждый воин теперь вел собственную битву, изо всех сил стараясь поразить врага и остаться в живых. Невозможно представить, чтобы все так закончилось. Жизнь, полная славных битв, не должна прерваться по воле зеленокожих. Соломон сражался плечом к плечу с величайшими воинами Империума и не мог допустить гибели в битве с такими бесславными противниками, как эти животные. Только оркам было на это плевать. Во имя Терры, где же Мари и Юлий? Соломон видел, как двое его воинов упали на палубу под натиском целой толпы зеленокожих, и ревущие топоры раскололи в щепу великолепные доспехи Марк 4. Еще один Астартес был разорван почти надвое выстрелом в упор из огромной роторной пушки, казавшейся в руках зеленокожего не более тяжелой, чем обычный пистолет. В тот момент, когда эти трагедии разыгрывались перед глазами, ржавый топор ударил в грудь Соломона и опрокинул его на спину. Доспехи раскололись от удара, и Астартес закашлялся кровью, видя перед собой злобную, клыкастую физиономию вожака зеленокожих. Шипящие и скрипящие экзодоспехи делали его туловище еще массивнее, а в дополнение к могучим мускулам работали огромные поршни. Цепной топор, описав дугу, начал стремительно опускаться, и Соломон откатился в сторону, вскрикнув от боли, когда сдвинулись обломки костей в груди. Боль на мгновение парализовала тело, но он все же услышал массированную болтерную стрельбу и пронзительный вой десятков цепных мечей. Зеленокожий рядом с ним повернул голову, привлеченный неожиданными звуками, и Соломон не упустил возможности разрядить пистолет прямо в висок вожака, превратив его череп в кашу. Механический экзоскелет все еще держал орка на ногах, но силы зеленокожих были уже смяты подошедшими на помощь детьми императора. Они уничтожали врагов выстрелами в упор или точными взмахами мечей отсекали руки и головы. Через несколько мгновений толпа зеленокожих была разбита на мелкие группы, быстро и беспощадно уничтожаемые вновь прибывшими воинами, и вскоре битва закончилась. Соломон с искренним восхищением наблюдал за финалом сражения, поскольку воины делали свое дело с невиданным совершенством. Гай Кафин, весь израненный, но живой, помог Соломону подняться, и тот улыбнулся, несмотря на боль в треснувшей реберной кости. «Я же говорил, что Марья и Юлий нас не подведут», произнес он. Кафин взглянул на приближавшихся капитанов, командиров прибывших отрядов, и покачал головой. «Здесь нет ни одного из них». Соломон в растерянности смотрел, как один из воинов снимает шлем. «Я слышал, что вам не помешает поддержка, и решил протянуть руку помощи», произнес Саул Тарвиц. Рядом с ним сиял самодовольный ухмылкой мастер меча Люций. «А как же третья и первая?» прошептал Соломон. Сознавать, что боевые братья покинули вторую роту, было куда больнее, чем переломать ребра. Тарвиц неопределенно пожал плечами. «Не знаю, мы начали наступление на главный контрольный центр и отозвались на ваши запросы о поддержке». «И правильно сделали», вмешался Люций, сияя от удовольствия. «Похоже, вам действительно была нужна помощь». Соломону захотелось съездить по самодовольной физиономии хвостуна, но он сдержался. Мастер меча был прав, без своевременной помощи второй роте грозила гибель. «Я благодарен вам, капитан Тарвиц», сказал он, стараясь не смотреть на Люции. «Это честь для меня, капитан Деметр», ответил Тарвиц, склонив голову. «Ну, к сожалению, мы должны вас покинуть и продолжить путь к назначенному объекту». «Да», кивнул Соломон, «идите, и пусть легион вами гордится». Тарвиц коротко отсарютовал, надел шлем и пошел прочь, отдавая на ходу приказы своим воинам. Люций отвесил на смешливый поклон и отдал салют лезвием энергетического меча, а затем поспешил за своим другом. Юлии и Марии так и не появились. «Где же вы?» прошептал Соломон, но ему никто не ответил. «Милорд!» крикнул Веспасиан, без всяких церемоний, маршируя по личным покоям Фулгрима. Лорд-командир явился в полных боевых доспехах, от полированных и натертых маслом до безупречного блеска. Его лицо пылало от негодования, и Веспасиан решительно перешагивал через кучу мраморных обломков и порванных полотен, пока не добрался до комнаты, где Фулгрим в задумчивости сидел перед парой статуй, изображавших капитанов двух боевых род. Фулгрим поднял голову, и перемены в его лице, происшедшие с тех пор, как флотилия оставила 63-ю экспедицию, потрясли Веспасиана. Четырехнедельный переход к системе Каллиниды стал самым странным из всех на его памяти. Все это время его примарх оставался печальным и замкнутым, а дух легиона тем временем охватывало смятение. С тех пор, как все больше и больше препаратов Фабия попадала в кровь воинов, только слепой мог не заметить упадка морального состояния легиона. Глядя на Фулгрима и Эйдолана, лишь немногие из капитанов еще удерживались, чтобы не скатиться к декадентскому высокомерию. Только несколько род Веспасиана еще хранили верность идеалам, на которых строился легион, и лорд-командир ломал голову, как остановить загнивание. Приказы отдавались Фулгримам и Эйдоланам, а при строгой субординации, принятой среди детей императора, не оставалось никакой возможности их изменить. Веспасиан запрашивал разрешение на личную аудиенцию у Фулгрима в течение всего перелета к Алинидам, но хотя его высокий ранг, как правило, обеспечивал мгновенное решение этого вопроса, все его просьбы были отклонены. Когда на экране голопроектора он увидел, что рота Соломона Деметра осталась покинутой, Веспасиан не выдержал и решил действовать напрямик. Веспасиан произнес Фулгрим, отрываясь от созерцания статуй и слегка оживая лицом. Как идет сражение? Веспасиан унял свои эмоции и постарался говорить спокойно. Сражение скоро закончится, мой господин, но... Прекрасно! прервал его Фулгрим. Веспасиан заметил, что перед примархом лежат три меча. Разящий огонь был направлен на статую Мария Вайросиана. Таинственный серебряный меч Лаэров указывал на Юлия Каосарона, а оружие с мерцающим темно-серым лезвием и золотой рукоятью лежало на осколках мрамора между двух статуй. В этих обломках Веспасиан увидел фрагменты разбитого лица Соломона Деметра. «Мой господин», настойчиво повторил он, «Почему капитаны Вайросиан Каосарон не поддержали Соломона Деметра? Если бы не вмешательство Тарвица и Люция, воины Соломона были бы уничтожены!» «Тарвец и Люция спасли капитана Деметра?» спросил Фулгрим, и мимолетная тень раздражения на его лице удивила Веспасиана. «Как отважно с их стороны!» «Им бы не пришлось этого делать!» сказал Веспасиан. «Предполагалось, что поддержку второй роте обеспечат Юлий и Марий, но их отозвали. Почему?» «Ты сомневаешься в моих приказах, Веспасиан?» воскликнул Фулгрим. «Я действую по воле воителя. Или ты осмеливаешься допустить, что лучше знаешь, как сражаться с врагами?» Выговор Фулгрима ошеломил Веспасиана. «При всем моем уважении, мой господин, воителя нет с нами. Откуда ему знать, что предпримут зеленокожие?» Фулгрим усмехнулся и поднял из осколков статуи Соломона блестящий серый меч. «Потому что он знает, что дело вовсе не в зеленокожих», сказал он. «А в чем, господин?» удивился величайшему злу, угрожающему нам, и в очистке наших рядов от тех, кто не имеет сил с ним бороться. Воитель направляется к системе Истваан, и там на кровавых полях сражений произойдет окончательный расчет». «Истваанская система?» удивился Веспасиан. «Ничего не понимаю. Почему воитель направляется туда?» «Потому что именно там мы перейдем Рубикон, мой дорогой Веспасиан». Сдавленным от эмоций голосом произнес Фулгрим. «Там мы сделаем первые шаги по пути, проложенному воителем, по пути, который приведет нас к воцарению нового славного порядка и совершенства». Веспасиан старался осмыслить быструю речь Фулгрима и туманные высказывания, но взгляд все время возвращался к мечу в руке примарха. Он ощущал исходящую от оружия угрозу, словно клинок был разумным существом и жаждал его смерти. Веспасиан тряхнул головой, отбрасывая бредовые опасения. «Вы разрешите говорить откровенно, мой господин?» «Как всегда, Веспасиан», ответил Фулгрим, «ты всегда должен говорить откровенно. Какое удовольствие занимать столь высокое положение и при этом сдерживать свои чувства? Скажи, ты слышал о философе по имени Карнели Блейк?» «О, ты обязательно должен прочесть его труды», продолжал Фулгрим. С этими словами он жестом пригласил Веспасиана пройти к большой картине, стоявшей в дальнем конце комнаты. «Юлий познакомил меня с его работами, и теперь я с трудом могу представить, как до сих пор мог обходиться без них. Вандер Тобиас тоже высоко ценит эти произведения, хотя такому старику вряд ли удастся извлечь пользу из восхитительных откровений на страницах книг Блейка. «Мой господин, прошу вас», Фулгрим взмахом руки заставил его замолчать. Они уже подошли к картине, и примарх развернул полотно. «Тихо, Веспасиан, я хочу, чтобы ты взглянул на это». При виде чудовищной картины Веспасиан портрет его примарха, искаженный и злобно ухмыляющийся, стуга, накянутый на кости черепа кожей, с перекошенным ртом, выдающим жажду насилия. Изображенные на портрете доспехи казались неудачной карикатурой на благородный силуэт комплекта Марк 4. Все пластины брони были покрыты непонятными символами, словно извивающимися на полотне, как будто толстый слой красок стал пристанищем для целого сонма живых червей. А самое страшное зло Веспасиан увидел в глазах. В них горело пламя запретных знаний и желаний, а еще желание при первой же возможности поглотить его душу. Этот призрак не ведал ни пределов подлости, ни глубин падения, ни преград своим отвратительным страстям. Веспасиан замер, глядя в лишенные век глаза, а портрет сосредоточил на нем взгляд и, казалось, исследовал все уголки его души в поисках тьмы, чтобы вытащить ее на поверхность и подкрепить своей силой. Веспасиан испытал жестокое насилие над собственным сознанием. Он упал на колени, стараясь отвести глаза от обжигающего взгляда портрета и смертоносной бездны, которая смотрела на него этими глазами. В мозгу лорда-командира пронеслись картины рождения и гибели галактик в круговороте звезд, и представилась вся отщита его слабой расы, пытавшейся отрицать прихоти тьмы. Губы на портрете шевельнулись, складываясь в непристойную усмешку. «Подайся мне», казалось, говорили они, «открой мне свои потаенные желания». Веспасян чувствовал, что все уголки его существа взломаны в попытке обнаружить мрак и озлобленность. Горечь и желчь, но душа парила в высоте, и злобная тварь, не находя ничего, во что бы оно могло запустить свои когти, жгло его растущим разочарованием. Оно злилось, но чем больше оно злилось, тем сильнее становился Веспасян. Он отвел взгляд от портрета и понял, что источаемая картиной злоба вызвана чистотой его помыслов. Веспасян хотел обнажить медь, чтобы уничтожить это вместилище зла, но чудовищная воля портрета сковала его мышцы непреодолимой силой. Он ничего не скрывает, с отвращением произнес чудовищный портрет. Он бесполезен, убей его. Веспасян раздался над головой голос Фулгрима, и воин отчетливо понял, что примарх обращается не к нему, но непосредственно к своему мечу. Веспасян ощутил укол в основании шеи и тщетно старался повернуть голову. Он хотел закричать, предупредить Фулгрима о том, что увидел, но злая сила портрета словно сковала горло железным ошейником и лишила его возможности шевелиться. Энергия — вот вечный источник наслаждения, прошептал Фулгрим. А тот, кто желает, но не действует, только умножает бедствие. Веспасян, ты мог бы стать моей правой рукой, но ты доказал свою бесполезность для детей императора. Тебя придется удалить. Веспасян ощутил, как давление на шею становится сильнее, кончик меча уже проколол кожу, и по спине потекла теплая струйка крови. Не делая этого, сумел прошептать он. Фулгрим не внял его словам. Одним плавным движением он опустил анафем в тело Веспасяна, пока золотой эфес не остановился у основания шеи. Сервиторы очистили от трупов зеленокожих грузовую палубу орбитальной станции, чтобы сражавшиеся на коленидах воины могли собраться и выслушать обращение своего возлюбленного примарха. Фулгрим появился вслед за группой герольдов, избранных из молодых скаутов, которым вскоре предстояло вступить в ряды детей императора. Трубачи известили о его приходе громкими звуками фанфар, а в ответ раздались оглушительные аплодисменты собравшихся воинов. Примарх детей императора, одетый в полный комплект боевых доспехов, сознавал, что представляет собой величественное зрелище. Пышная грива белых волос обрамляла бледное красивое лицо. На поясе покачивался меч с золотой рукоятью, тот самый, которым он убил Веспасиана. Меч демонстрировал всем братскую связь между фулгримом и воителем. Рядом с примархом шагали старшие офицеры его внутреннего круга лорд-командир Эйдолон, апотекарий Фабий и капеллан Чармосиан. Они стали проводниками новых для легиона идей воителя. За спиной примарха возвышался массивный силуэт дредноута, древнего Рилонора, хранителя обрядов детей императора, но его участие в церемонии было лишь данью традиций. Фулгрим благосклонно дождался, пока стихнут приветственные аплодисменты, а потом начал говорить, останавливая взгляд своих темных глаз на лицах тех, кто последует за ним и игнорируя прочих, на кого не рассчитывал. «Братья мои!» — воскликнул Фулгрим своим сильным и мелодичным голосом. «Сегодня вы показали проклятым зеленокожим, что значит противостоять детям императора! Еще более громкий шквал рукоплесканий прокатился по палубе, но примарх продолжал, без труда перекрывая аплодисменты своих воинов. «Лорд-командир Эйдалон выковал из вас оружие, перед которым защита зеленокожих бессильна! Совершенство, мощь, решительность — вот главное качество, отличающее наш легион! И сегодня вы отлично все их продемонстрировали! Эта орбитальная станция снова в руках Империума, как и многие другие, еще недавно оккупированные зеленокожими в тщетной попытке противостоять нашим завоеваниям! Пришло время довести до конца наступления на зеленокожих и освободить всю систему каллениды! Мой брат, примарк железных рук, ферус манус, и я лично проследим, чтобы ни одного ксеноса не осталось на землях, возвращенных в ходе великого крестового похода! Фулгрим физически ощущал повисшее в воздухе напряженное ожидание и предвкушал свои следующие слова, сознавая, что они принесут одним смерть, а другим славу! Легион ждал его приказов, и большинство воинов не догадывались о том, что на весы брошена судьба всей галактики! Но многих из вас, братья мои, здесь не будет, сказал Фулгрим. Он почувствовал приковавшее воинов к полу гнетущее разочарование и с трудом сдержал готовый вырваться смех. Легион будет разделен, продолжил Фулгрим, поднимая руки, что сразу же заставило утихнуть ропот, вызванный его словами. Я поведу малую группу на Калиниду-4, где мы встретимся с Ферусом Манусом и его железными руками. Остальная часть легиона отправится в систему Истван, где ее ждет 63-я экспедиция воителя. Таковы приказы воителя и вашего примарха. Лорд-командир Эйдолан возглавит поход на Истван и будет командовать от моего имени, пока я не вернусь. Прошу, лорд-командир, добавил Фулгрим, приглашая Эйдолана выйти вперед. Эйдолан кивнул в знак признательности. «Воитель снова призвал на помощь наш легион», заговорил он. «Он отдает должное нашему мастерству, и мы с радостью воспользуемся этой возможностью доказать свое превосходство». «В системе Истван предстоит подавить мятеж, но мы будем сражаться не одни. Кроме своего собственного легиона, воитель счел нужным призвать силы гвардии смерти и пожирателей миров». При упоминании столь грозных легионов по грузовой палубе прокатились сдавленные вздохи. Эйдолан усмехнулся. «Как я вижу, вы помните, что значит сражаться плечом к плечу с нашими братьями Астартес. Всем нам известно, каким грубым и мрачным делом становится война в руках подобных воинов, так что я еще раз говорю, это превосходный шанс показать воителю, как сражаются дети императора». Астартес снова оживились, но возбуждение Фулгрима мгновенно сменилось горестным сожалением. Из-за упрямства Веспасиана значительная часть этих Астартес лишилась возможности стать ударной силой нового похода воителя. С такими воинами, с воителем во главе им были бы по плечу любые высоты совершенства. Отказ Веспасиана позволить своим людям подвергнуться действию новых препаратов Фабия или его хирургическим операциям по аугментации обрек многих из них на гибель в ловушке воителя на Истваане 3. Он понимал, что Веспасиана надо было обрабатывать намного раньше, и чувство вины и предвкушение гибели многих Астартес принесло Фулгриму мощный заряд свежих ощущений. «Воитель потребовал нашего немедленного прибытия!» закричал Эйдолан, перекрывая оживленные возгласы. И хотя Истваан недалеко, условия путешествий в Варпе осложняются, так что нам придется поторопиться. Боевой крейсер Андроний отправится к Истваану через 4 часа. По прибытии на место нам предстоит стать послами нашего легиона, а по окончании битвы воитель увидит, насколько великолепна и может быть война. Эйдолан отсалютовал Фулгриму, и примарх, прежде чем покинуть собрание, выслушал еще одну бурю теперь ему оставалось выполнить вторую часть обещания данного воителю. Ему необходимо убедить Ферруса Мануса присоединиться к величайшей из компаний. Глава девятнадцатая Неверная оценка Стук молотов и грох от отдаленных кузнец разносился по всему анвиларию железной длани, но Габриэль Сантар первый капитан железных рук его почти не слышал. По периметру зала на страже стояли морлоки в терминаторских доспехах, и самые могучие из них охраняли вход в личное убежище примарха железную кузницу. В облаках пара залетающих с палубы грозные фигуры терминаторов напоминали Сантару мстительных хищников мерзлой тундры медузы, в честь которых и были названы воины этого подразделения. Его сердце билось в такт с огромными молотами на нижних палубах, а перспектива находиться в обществе двух самых могущественных созданий во всей галактике наполняла сердце гордостью, но никак не страхом. Ферус Манус, великолепный в блестящих черных боевых доспехах, в мерцающем кольчужном плаще, переливающемся словно крученое серебро, стоял рядом с ним. Высокий ворот из кованого железа, как обычно, скрывал нижнюю половину его лица, но Сантар достаточно хорошо знал своего примарха, чтобы понять, что тот улыбается в предвкушении встречи со своим братом. Мое сердце переполняется радостью, я снова увижу фулгрима Сантар, сказал Ферус. В голосе примарха десятого легиона Сантар услышал нотки беспокойства, отвечающие его собственному настроению, и он искоса глянул на своего командира. Мой господин, что-нибудь не так? спросил он. Взгляд серебряных глаз обратился в его сторону. Нет, не могу этого сказать, мой друг, но ты присутствовал при нашем расставании с детьми императора после победы над Диаспорексом. Наши легионы прощались совсем не так, как подобает братьям по оружию. Сантар кивнул. Он хорошо помнил церемонию прощания на верхней посадочной палубе гордости императора. Церемонию пришлось провести на борту флагмана фулгрима, поскольку железная длань получила сильное повреждение, спасая огненную птицу от двух крейсеров Диаспорекса, и примарх детей императора счел невозможным проводить на его борту столь торжественное событие. Несмотря на гнев капитана и команды своего корабля, Ферус-Манус со смехом принял условия своего брата и согласился взойти на борт гордости императора. Ферус-Манус и Сантар в сопровождении морлоков прошли к ожидавшему фениксийцу и его боевым капитанам сквозь строй гвардейцев феникса в причудливо украшенных доспехах. Этот почетный караул был больше похож на строй вражеских воинов, нежели на гвардейцев любимого брата. По мнению Сантара, церемония была проведена с неподобающей поспешностью. Фулгрим заключил своего брата в объятия, казавшиеся настолько же неловкими, насколько дружескими были приветствия при встрече. Конечно, Ферус-Манус не мог не заметить перемен в поведении брата, но даже по возвращении на железную длань он ничего не сказал. Лишь напряженно сжатые челюсти примарха, когда он смотрел на уходящие в бурлящий водоворот варпа корабли 28-й экспедиции, выдавали его огорчение безразличием Фулгрима. Вы думаете, Фулгрим еще чувствует себя униженным из-за того, что произошло у звезды Королюс? Ферус не ответил сразу, и Сан-Тар понял, что именно тревожит примарха. «Мы спасли его самого, и его драгоценную огненную птицу от угрозы превратиться в космическую пыль», продолжил Сан-Тар. «Фулгрим должен быть благодарен». Ферус невесело усмехнулся. «Значит, ты плохо знаешь моего брата», сказал он. «Для него унизительно уже то, что он вообще нуждался в помощи, поскольку склонен считать свои действия почти безукоризненными. Не вздумаю упомянуть об этом случае в его присутствии, Габриэль. Это серьезно». Сан-Тар покачал головой и скривил губы в усмешке. «Они все слишком уверены в своем превосходстве. Разве вы не заметили, каким взглядом смерил меня их первый капитан, когда мы впервые взошли на борт гордости императора? Не надо быть слишком проницательным, чтобы заметить их высокомерие. Оно написано на лице каждого из его воинов». Фер Усман ус обернулся к нему, и вся мощь серебряных глаз обрушилась на Сан-Тар. Их холодная глубина быстро остудила неуместный порыв сдержанной яростью. Сан-Тар понял, что зашел слишком далеко, и проклинал внутреннее пламя, загоравшееся при первом же намеке на оскорбление его легиона. «Прошу прощения, мой господин», произнес он, «я высказался, не подумав». Гнев Ферруса исчез так же быстро, как и возник. Примарх склонился к Сан-Тару и почти зашептал ему на ухо. «Да, ты говорил необдуманно, но от всего сердца, за это я тебя и ценю. Как тебе известно, эта встреча не была запланирована, поскольку я не просил детей императора помочь в уничтожении противников. 52-я экспедиция не нуждается в помощи, если речь идет всего лишь о зеленокожих». «Тогда почему они здесь оказались?» спросил Сан-Тар. «Я не знаю, хотя я рад возможности снова увидеть брата и устранить возникшее между нами препятствие». «Может, и он чувствует то же самое и прибыл, чтобы восстановить дружбу?» «Я в этом сомневаюсь», сказал Феррус Манус, «не в привычках Фулгрима признавать свои ошибки». Огромные черные врата Анвилария распахнулись, и Фулгрим в своей отороченной мехом накидке, развивающейся от потоков горячего воздуха кузнец, шагнул вперед. На пороге зала он на мгновение замер. Следующий шаг выведет его на дорогу, которая может навсегда разлучить его с горячо любимым братом. Он уже различал силуэты Ферруса Мануса, стоящих рядом первого капитана и главного остропата, и мрачные фигуры морлоков, застывших вдоль стен зала. Юлий Каесарон, величественный в своих терминаторских доспехах, и десять гвардейцев Феникса, сопровождавшие примарха, подчеркивали торжественность встречи. Выждав подходящий момент, Фулгрим вступил в жаркий и сухой зал Анвелария, и больше не останавливаясь, прошел к своему брату. Юлий Каесарон проследовал за ним, а гвардейцы Феникса разошлись по периметру и присоединились к морлокам, так что у каждого терминатора в серостальных доспехах появился пурпурно-золотой двойник. Обращение к Феррусу Манусу напрямую таило в себе немалый риск, но честь быть причастным к неизбежному успеху воителя перевешивала все сомнения Фулгрима. Воитель уже начал процесс привлечения других примархов на свою сторону, и Фулгрим пообещал, что сможет привести в его ряды Ферруса Мануса без единого выстрела. Вся история их знакомства и последующей дружбы подсказывала ему, что Феррус Манус обязательно поверит в правоту их начинаний. С глаз Фулгрима упала пелена лжи, и он считал своим долгом просветить любимого брата. «Феррус!» воскликнул он, открывая объятие. «Мое сердце радуется нашей новой встрече!» Феррус Манус обнял его, похлопал серебряной рукой по меховой накидке, и Фулгрим почувствовал, как братская любовь заполняет его грудь. «Своим приездом ты доставил мне неожиданную радость, брат мой!» ответил Феррус, отступил на шаг и окинул Фулгрима взглядом с головы до ног. «Что привело тебя в систему коллиниды? Или, по мнению воителя, мы недостаточно быстро расправляемся с врагами?» «Напротив!» широко улыбнулся Фулгрим. «Воитель лично шлет тебе свою похвалу и предоставил мне честь отметить быстроту твоих завоеваний». Он сдержал усмешку, чувствуя, как гордость переполняет сердце каждого воина, присутствующего в Анвеларии. «Конечно, воитель ничего такого не говорил, но лесть никогда не помешает, если хочешь завоевать чье-то сердце и мысли». «Вы слышали, братья?» воскликнул Феррус Манус. «Воитель удостоил нас своей похвалой! Слава десятому легиону! Слава десятому легиону!» громогласно откликнулись железные руки и Фулгрим, видя такую примитивную радость, едва не рассмеялся. Он мог бы показать этим глупым солдатам, что такое настоящее удовольствие, но всему свое время». Феррус хлопнул серебряной ладонью по плечу Фулгрима. «Ну же, братец, кроме удовольствия передать одобрение воителя, что еще привело тебя к нам?» Фулгрим улыбнулся и опустил руку на рукоять разящего огня. Он счел неуместно идти навстречу с братом без меча, выкованного им два столетия назад в кузнице горы Народной, но остро ощущал отсутствие серебряного оружия. Феррус, заметив его жест, протянул руку и достал из-за спины сокрушитель, огромный боевой молот, созданный Фулгримом. Оба примарха одновременно улыбнулись и всем стало ясно, что их братские узы нерушимы. «Ты прав, Феррус, я хочу поговорить еще кое о чем, но это касается лишь нас двоих», сказал Фулгрим. «Речь пойдет о будущем великого крестового похода». Феррус мгновенно стал серьезным. «Тогда поговорим в железной кузнице», предложил он. Марий неподвижно замер на посту в капитанской рубке гордости императора. Вид железной длани, представший в обзорном иллюминаторе сплошной стеной из стали и бронзы, наполнял его тело непередаваемо чувственными ощущениями. На взгляд Мария корабль был ужасно уродливым, его корпус, не перекрашенный после битвы у звезды Королес, все еще испещряли шрамы и вмятины. Что это за легион, если его воины путешествуют на судне, не способном соответствовать их мастерству и славе? Разве у его лидера совсем нет гордости, и он не счел нужным украсить свою флотилию, чтобы она соответствовала совершенству представляемого легиона? Марий чувствовал, как в его душе разгорается гнев, и постарался держать свои эмоции под контролем, обнаружив, что уже смял латунные поручни по бокам командного пульта. Гнев стимулировал недавно вживленные в мозг центры наслаждения, и он мог сохранять спокойствие лишь благодаря мощным усилиям воли. У него имелся точный приказ примарха, приказ, который в зависимости от обстоятельств сулил жизнь или смерть всем, кто находился на борту железной длани. И смерть грозила ему, если он не выполнит этот приказ. Фулгрим намеренно выбрал его для этой роли, поскольку был уверен, что среди детей императора нет более ответственного воина, чем Марий. После того, как Ваиросиан отдался во власть Фабия, Марию казалось, будто его кожа это тюрьма для целого сонма ощущений, бурливших в мышцах и костях его тела. Каждое переживание наполняло его радостью, каждая боль дарила спазмы наслаждения. Юлий подсказал ему прочитать труды Корнелия Блейка, и Марий передал эти знания воинам своей роты. Все его офицеры и многие из рядовых Астертес побывали на Андронии ради химического или хирургического усовершенствования. Спрос на мастерство апотекария Фабия оказался так велик, что для удовлетворения всех запросов легиона пришлось установить совершенно новый комплект автохирурга. После неожиданной атаки на орбитальную станцию ДС-191 железные руки встретили их с распростертыми объятиями, и дружеские узы, завязавшиеся в сражениях против Диаспорекса, были обновлены. Сторожевые суда железных рук расступились, и гордость императора в сопровождении своего эскорта беспрепятственно встала среди кораблей 52-й экспедиции. Произнеся всего одно слово, Марий мог нанести железным рукам непоправимое повреждение. От этой мысли на лбу выступила испарина, и каждое нервное окончание от возбуждения казалось, стремилось пробить кожу и вырваться на поверхность. Если миссия Фулгрима завершится удачно, необходимость в таких решительных мерах отпадает. Неожиданно для самого себя Марий вдруг понял, что желает провала переговоров своего примарха. В железной кузнице Ферус Манус хранил самые дорогие реликвии и собственноручное творение. Гладкие стены из блестящего полированного базальта были увешаны всевозможным оружием, доспехами и механизмами, созданными серебряными руками примарха. В центре зала возвышалась огромная наковальня, и Ферус Манус давным-давно объявил, что это священное обиталище доступно только для его братьев примархов и никого другого. Фулгрим только однажды заходил внутрь. Когда-то вулкан примарх 18-го легиона, чтобы описать величие сооружения, воспользовался языком древней терры и назвал наковальню святилищем. В знак признания мастерства Феруса вулкан подарил ему знамя с огненным драконом, и теперь оно висело рядом с ружьем удивительно искусной работы. Заряжающийся сверху магазин и перфорированный кожух оружия образовывали оскаленную морду дракона. Фулгрим никогда не видел такой искусной чеканки, красовавшейся на бронзовых и серебряных накладках ложа, и сейчас он остановился перед ружьем. Линии и изгибы были столь прекрасны, что язык не поворачивался назвать его просто оружием, это было настоящее произведение искусства. «Я сделал его для вулкана две сотни лет назад», сказал Ферус. «Еще до того, как он повел свой легион к созвездию Мордант». «А почему оно все еще здесь?» «Ты же знаешь вулкана, он любит работать с металлом и не признает того, что создано без помощи молота и жара горна». Ферус поднял вверх свои серебряные руки. «Я думаю, ему не по нраву то, что я могу обрабатывать металл без огня и создателем. Кажется, суеверия еще не совсем забыты. Как не старается брат заверить нас в обратном?» Фулгрим протянул руку, чтобы дотронуться до ружья, но сжал пальцы в кулак, так и не прикоснувшись к теплому металлу. «Нельзя тронуть такое совершенное оружие и не выстрелить из него». «Я понимаю привлекательность тщательно изготовленного оружия, но тратить такое мастерство на предмет, целью которого является убийство, кажется мне немного экстравагантным», сказал Фулгрим. «Вот как?» усмехнулся Ферус, покачивая молот и указывая на разящий огонь на бедре Фулгрима. «А чем же мы тогда занимались на Урале?» Фулгрим вынул меч из ножен и повернул его в руке, отбрасывая лезвием дрожащие красноватые блики на стены железной кузницы. «Это было соревнование!» с улыбкой сказал он. «Тогда я еще не знал тебя и не мог допустить, чтобы ты меня превзошел». Ферус прошелся по кузнице, указывая своим молотом на разные замечательные предметы собственного изготовления. «В оружии, механизмах и приспособлениях нет ничего такого, что делало бы их уродливыми», сказал Ферус. «Уродство это мера несовершенства. Кому как не тебе это понимать?» «Тогда ты должно быть образец несовершенства», сказал Фулгрим, маскируя улыбкой язвительное замечание. «Я достаточно хорош для тебя или сангвиния, брат мой, и для сражений. А теперь рассказывай, ради чего ты приехал. Ты говорил о будущем великого крестового похода, а сам рассуждаешь об оружии и былых временах. Что происходит?» Фулгрим напряженно помолчал, внезапно осознав, к чему хочет склонить своего брата. Он надеялся подойти к опасной теме издалека, выяснить позицию Ферруса, определить возможность его добровольного согласия, но брат со своей медузианской откровенностью спросил напрямик и потребовал открыть карты. Как неискусно и грубо. «Когда ты в последний раз видел императора?» спросил Фулгрим. «Императора? Какое это имеет значение?» «Прошу, ответь мне, когда это было?» «Очень давно», признал Феррус. «На Арине Септимус, на Хрустальном мысе над Кислотным океаном». «А я видел его на коронации воителя, на Ул-Лан-Оре», сказал Фулгрим, приближаясь к огромной наковальне и постукивая пальцами по холодному металлу. Я плакал, когда он объявил, что настало время оставить великий крестовый поход сыновьям, а самому пора возвращаться на Терру ради еще более высоких целей. «Великий триумф!» печально кивнул Феррус. «Я тогда возглавлял компанию в туманности Кайлор и был слишком далеко, чтобы присутствовать лично. Единственное, о чем я сожалею, что не простился с нашим отцом». «Я был там». Голос Фулгрима прерывался от нахлынувших эмоций. «Я стоял на помосте рядом с Хорусом и Дорном, когда император объявил о своем отъезде, и это второй из самых печальных моментов моей жизни. Мы умоляли его остаться, увидеть результаты его начинания, но он от нас отвернулся. Он даже не открыл свои высшие цели, сказал только, что если не вернется на Терру, все наши завоевания могут обратиться в прах». Ферус Манус сосредоточенно прищурил глаза. «Ты говоришь так, словно он нас бросил». «Именно так оно и было», горько подтвердил Фулгрим. «Так и есть. Ты сам говорил, что наш отец возвратился, чтобы сохранить то, ради чего мы сражались и проливали кровь. Неужели ты думаешь, что ему не хотелось бы увидеть окончательную победу великого похода?» «Я не знаю», сердито ответил Фулгрим. «Он мог бы остаться, какое значение имели еще несколько лет? Что могло быть таким важным, чтобы он покинул нас именно тогда?» Ферус сделал шаг ему навстречу, и в зеркальных глазах брата Фулгрим увидел отражение своей боли и гнева, вызванных предательством всего, за что последние два столетия сражались дети императора. «Я не понимаю, к чему ты клонишь, Фулгрим», упавшим голосом сказал Ферус, постепенно осознавая важность слов своего брата. «Что ты имел в виду, говоря о втором, самом печальном моменте в твоей жизни? Что может быть еще печальнее?» Фулгрим сделал глубокий вдох. Настало время откровенности, пора высказать все, ради чего он приехал. «Что может быть печальнее? День, когда Хорус сказал, что отец нас предал, что он собирается бросить нас в своем стремлении к божественности», произнес Фулгрим, наслаждаясь выражением изумления, ужаса и ярости на лице брата. «Фулгрим!» закричал Ферус, «Во имя Тарры, что с тобой случилось? Предательство? Божественность? О чем ты толкуешь?» Фулгрим быстрыми шагами подошел к Ферусу-Манусу. Теперь, когда он сделал последний шаг и открыл цель своего приезда, его голос зазвенел страстью. «Хорусу открылось истинное положение вещей, мой брат. Император уже покинул нас и теперь строит планы своего апофеоза. Он лгал нам, Ферус. Мы были для него лишь инструментами для возвращения галактики под его власть, для подготовки его обожествления. Он представлялся образцом совершенства, а оказался низким лжецом». Ферус оттолкнул его и попятился. Загорелое морщинистое лицо побледнело от ужаса. Фулгрим понимал, что необходимо продолжать натиск. Другие уже осознали эту истину и встают на сторону воителя. Мы нанесем удар, прежде чем император узнает, что его замыслы открылись. Хорус возвратит галактику тем, кто проливал кровь ради ее завоевания. Слова без остановки лились из его рта, а Фулгриму нестерпимо хотелось смеяться, стремление наконец освободиться было так велико, что он не мог остановиться. Легкие с трудом перекачивали воздух и стук крови в ушах не отличался от грохота молотов в далеких кузницах. Ферус Манус стряхнул головой и Фулгрим с ужасом увидел, что его изумление превращается в ярость. Это и есть новое направление великого крестового похода, о котором ты говорил? «Да», крикнул Фулгрим, «брат мой, настанет великая эпоха совершенства, все наши завоевания уже отданы в руки несовершенных смертных, которые попусту растрачивают добытую нами славу. То, за что мы платили кровью и слезами, должно снова стать нашим. Неужели ты этого не видишь? Я вижу только предательство, Фулгрим, взревел Ферус Манус. Ты говоришь не о возвращении всех наших завоеваний. Ты говоришь о предательстве всего, ради чего мы воевали. Брат мой, взмолился Фулгрим, прошу тебя, ты должен меня выслушать. Адептус Механикум уже пообещали свою поддержку воителю. Нам грозит война, которая окутает пламенем всю галактику. Когда все закончится, тем, кто не на нашей стороне, не будет пощады. Он видел, как лицо Феруса вновь обретает цвет. Яркий, агрессивный красный цвет так хорошо ему знакомый. Ферус, ради нашего братства, я умоляю тебя присоединиться. Братство, закричал Ферус, наше братство погибло в тот час, когда ты стал предателем. Фулгрим попятился, увидев в горящих серебряных глазах грозную решимость. Лоргар и Ангран уже готовы вступить в войну, и Мартырион тоже скоро будет с нами. Ты должен присоединиться, иначе будешь уничтожен. Нет, бросил Ферус, поднимая на плечо свой сокрушитель. Это ты будешь уничтожен. Ферус, не надо, умолял Фулгрим, подумай хорошенько, разве я пришел бы к тебе, если бы не верил в правоту нашего дела? Я не знаю, что случилось с тобой, Фулгрим, но это предательство, а для предателей уготована только одна участь. И ты собираешься меня убить? Ферус замер, и Фулгрим увидел, как плечи брата в отчаянии опустились. Я твой брат, и я поклялся никогда тебе не лгать, настаивал Фулгрим, все еще надеясь удержать брата от поспешных поступков. Я знаю, что ты не лжешь, Фулгрим, печально ответил Ферус, и потому ты должен умереть. Фулгрим выхватил меч, а Ферус Манус с непостижимой быстротой размахнулся молотом, целясь ему в голову. Оружие столкнулось с оглушительным грохотом, и эхо многократно усилило его. Лезвие меча вспыхнуло огнем, а из молота вылетели молнии. Два примарха сошлись в поединке. Фулгрим старался достать пылающим лезвием до Феруса, а командир железных рук блокировал клинок рукоятью своего молота. Железная кузница заполнилась светом и звоном. Оружие гремело. Ферус резко бросил молот вниз и ударил кулаком в лицо Фулгрима. Удар был достаточно силен, чтобы пробить броню дредноута, но чтобы поразить плоть примарха, этого было мало. Фулгрим выдержал удар и боднул бомб Феруса, а затем, развернувшись на месте, взмахнул огненным мечом, целясь в шею противника. Клинок попал в ворот Феруса и соскользнул, не оставив на черном металле даже царапины. Ферус уклонился от повторного выпада и крутанул молот одной рукой, обеспечивая пространство для следующего удара. Воины стали осторожно кружить по залу. Оба знали, каким опасным может быть его противник, поскольку не одно десятилетие воевали плечом к плечу. Фулгрим заметил на глазах Феруса слезы. Сожаление и радость, одновременно вызванные этим зрелищем, заставляли его бросить оружие и прижать брата к груди, чтобы тот мог разделить это изумительное ощущение. Ферус, это бессмысленно, сказал Фулгрим. Уже в этот момент на Истване 3 воитель готовится избавиться от слабых душ. О чем ты толкуешь, изменник? сердито спросил Ферус. Фулгрим рассмеялся. Против Иствана 3 будут посланы воины четырех легионов, но только те отделения, кто не поддерживает воителя и его грандиозные планы на будущее галактики. Скоро, а может уже сейчас, эти слабые элементы будут уничтожены в ходе вирусной бомбардировки. Пожиратель жизни? Прошептал Ферус, и Фулгрим с наслаждением увидел в его глазах ужас. Великий трон, как ты можешь участвовать в подобном преступлении, Фулгрим? В груди Фулгрима заклокотал дикий смех, и он ринулся в атаку, описав огненным мечом стремительную дугу. Молот Феруса снова блокировал удар, но это оружие не было создано для длительных поединков, и Фулгрим обогнул рукоять своим клинком и нанес укол в лицо брата. Горящее лезвие рассекло щеку Феруса, и плоть обуглилась, сравнявшись цветом с железными доспехами. С губ Феруса сорвался крик. Меч, созданный его руками, нанес ему предательский удар. На мгновение он был ослеплен и, качнувшись, отступил от Фулгрима. Фулгрим не отставал, не желая давать противнику пространство для размаха. Он снова нанес удар кулаком в лицо и на этот раз услышал, как треснула кость. Ферус развернулся от удара, нижнюю часть лица залила кровь. Все существо Фулгрима, приведя боли, причиненной брату, переполнилось восторгом, опасный поединок чрезвычайно обострил его ощущения. Пока Ферус, ослепленный и оглушенный, не пришел в себя, Фулгрим снова шагнул вперед и размахнулся мечом. Клинок стремительно приближался к шее Феруса, но вместо того, чтобы поднять молот и блокировать удар, примарх железных рук бросил оружие и схватил падающее лезвие серебряными руками. Прерванный выпад вызвал в руках Фулгрима пронзительную боль. Он попытался выдернуть лезвие, но Ферус намертво зажал его в кулаках. Клинок даже не шелохнулся, остальные руки брата покрылись рябью, словно переходя из твердого состояния вжидкое. Металл меча тоже, казалось, плавился, и когда огонь с лезвия перекинулся на руки Феруса, Фулгрим на мгновение прищурился. Пламя меча ожило и влилось в широко открытые серебряные глаза Феруса. «Я создал этот меч», прошипел он, «и я могу его уничтожить». Едва он произнес эти слова, как разящий огонь взорвался расплавленным металлом. Сила взрыва сбила с ног обоих примархов, раскаленные добила капли разлетаясь, прожгли их доспехи и плоть. Ошеломленный Фулгрим прокатился по полу и заморгал, избавляясь от искр в глазах. Он все еще сжимал в руке разящий огонь, но от меча осталась только дымящаяся рукоять с оплавленным остатком лезвия. Вид уничтоженного меча прорвал красную пелену, окутавшую сознание, и символизм происшедшего стал ясен. Брат был для него мертв. Он предпочел погибнуть, не пожелав присоединиться к новому галактическому порядку воителя. Фулгрим надеялся, что до этого не дойдет, но не представлял себе другого выхода из трагической ситуации. Ферус лежал неподвижно, его руки все еще пылали после разрушения разящего огня. Сознание страшного преступления, совершенного в его святилище, причиняло ему сильнейшую боль, заставившую застонать. Фулгрим торопливо поднялся на ноги и, наклонившись, поднял боевой молот своего брата. В это оружие он вложил сердце и душу, он выковал его по своей руке, но так давно, словно с тех пор прошла целая эпоха. Рукоять отлично легла в ладонь, и Фулгрим, легко забросив молот на плечо, торжествующе встал над распростертым телом брата. Ферус, приподнявшись на локтях, взглянул на него залитыми кровью глазами. «Тебе лучше убить меня, иначе я буду добиваться твоей смерти». Фулгрим кивнул и поднял над головой сокрушитель, готовясь нанести решающий удар. Могучее оружие дрогнуло в его руках, но Фулгрим понимал, что тяжесть молота тут ни при чем. Его останавливало осознание того, что он намеревался сделать. Тьма в его глазах встретилась со сверкающим серебром взгляда брата, и перед лицом предстоящего убийства его решимость поколебалась. Он опустил молот. «Ферус, ты же мой брат», сказал он, «и я не колеблясь пошел бы с тобой на смерть. Почему ты не хочешь сделать того же для меня?» «Ты мне не брат», вместе с кровью выплюнул Ферус. Фулгрим тяжело сглотнул, собираясь силами. Это необходимо было сделать. Он слышал смутный гул голосов, требующих лишить Феруса Мануса жизни, но их заглушали воспоминания о великой дружбе, когда-то связавшей его с братом. Что может сравниться с этими узами? «Я навсегда останусь твоим братом», произнес Фулгрим. Он размахнулся молотом и по широкой дуге обрушил оружие на челюсть Феруса. Голова брата дернулась назад, и Ферус снова рухнул на пол железной кузницы. Удар, которого хватило бы, чтобы снести голову любого смертного и отбросить ее в воздух на сотню метров, только лишил его сознания. Далекие голоса в голове настойчиво требовали довершить убийство, но Фулгрим, проигнорировав их, отвернулся от брата. Он крепче сжал рукоять молота и направился к двери, ведущей обратно ванвиларий. За его спиной остался Ферус Манус, побежденный, но живой. Высокая дверь железной кузницы распахнулась, и Юлий увидел выходящего Фулгрима с могучим сокрушителем на плече. Габриэль Сантар тоже заметил это оружие, но не сразу понял, что это означает, пока Юлий обернувшись не крикнул. Фениксейцы! Гвардейцы Феникса тотчас с изумительной синхронностью взмахнули золотыми алебардами и обезглавили стоявших рядом морлоков. Десять голов покатилось по полу, а Юлий с усмешкой наблюдал, как Габриэль Сантар и главный остропат с ужасом озираются по сторонам. Гвардейцы Феникса словно палачи после казни размеренными шагами сошлись в центре зала, выставив перед собой окровавленные алебарды. «Во имя Аверния, что вы делаете?» вскричал Сантар, как только дверь железной кузницы с глухим стуком захлопнулась за спиной Фулгрима. Юлий видел, что первый капитан железных рук жаждет обнажить меч, но не делает этого, понимая, что за первым же его движением последует неминуемая гибель. «Где Феррус Манус?» тревожно спросил Сантар, но взмахом руки и полной сожаления улыбкой Фулгрим заставил его замолчать. «Он жив, Габриэль», сказал Фулгрим, и Юлий при этих словах с трудом скрыл свое удивление. «Он не прислушался к доводам разума, и теперь пострадаете все вы. Юлий». Юлий улыбнулся и повернулся к Габриэлю. Из рукавиц его терминаторских доспехов выдвинулись когти, с которых потекли голубые огоньки. Даже если Сантар и сознавал, что последует дальше, было уже поздно. Юлий ударил потрескивающими энергетическими когтями по груди первого капитана и провел рукой вниз. Лезвия пробили доспехи, рассекли кожу на груди и вышли из живота. Габриэль Сантар рухнул на пол, корчась в судорогах от электрошока и заливая все вокруг потоками крови, а Юлий с наслаждением вдохнул запах плоти, обожженной электрическими разрядами. Фулгрим одобрительно кивнул и включил канал связи с гордостью императора. «Марий», произнес он, «мы возвращаемся на огненную птицу. Неплохо было бы отвлечь корабли двадцать пятой экспедиции. Можешь открыть огонь!» Глава двадцатая Трудный переход Истван три Совершенная неудача Темные потоки и водовороты красок, неведомые по ту сторону врат Имперей, окружали гордость императора с немногочисленным эскортом, прокладывающую себе путь через Варп. На корабле Фулгрима появились свежие боевые отметины, но за исключением нескольких царапин его корпус оставался безукоризненным, совершенство не пострадало. Пушки боевых кораблей железных рук оставили свои метки на девственно чистой броне, но выстрелы были произведены в спешке и не нанесли существенных повреждений, тогда как суда Фулгрима застали железные руки врасплох. Схватка получилась короткой и односторонней, и хотя сопровождавший гордость императора эскорт был небольшим, корабли нанесли значительный урон своим бывшим союзникам и лишили их возможности полноценного ответа. К большому разочарованию Мария Вайросиана Фулгрим приказал прервать атаку до того, как железная длань была полностью уничтожена. Корабли детей императора, оставив дрейфовать потрепанную флотилию десятого легиона, набрали скорость и совершили переход в имматериум, чтобы снова встретиться с силами воителя. В начале перехода все шло в обычном порядке, но за неделю пути до Иствана 3 в Варпе разразились бури невиданной силы. Цунами нереальности ударили по кораблям 28-й экспедиции и уничтожили один из них, пока немногие из оставшихся в живых навигаторов пытались проложить путь через полосу штормов и вывести флотилию в относительно безопасную зону. За несколько мгновений до первого штормового удара из капеллы астропатов по гордости императора от борта до борта прокатилась волна пронзительных воплей, полных ужаса и агонии. Зазвенели сигналы тревоги и разбуженные мощные псионические силы сорвали с корабля один из ремонтных доков, на корпусе заплясали багровые зигзаги молний, но вскоре нульщиты и защитные поля закрыли образовавшуюся пробоины. Сотни псайкеров погибли, а выжившие превратились в совершенных развалин и бессвязно бормочущих идиотов. Перед ликвидацией те, кто восстановил хоть какую-то способность общения, вопили об ужасающих изменениях галактики, о вырвавшихся смертоносных силах, о монстрах, поглощающих миры, о подкрадывающейся смерти, огнях до небес и миллиардах жизней, прерванных одним ударом. Только Фулгрим и его ближайшее окружение доверенных воинов понимали, что скрывается за разбушевавшимися силами, и они встретили известие невиданными пирами и кутежами. Дети императора праздновали грядущие победы воителя с нездержанностью, уже ставшей в легионе обычным делом. Пока продолжались бесконечные пиры, приготовления к моровилье Бек-Якински достигли новых высот декаданса. На каждой репетиции выявлялись новые источники наслаждения. Каролин Осенник работала по ночам, тренируя голос, чтобы воспроизвести звуки, записанные в Лаерском храме, и симфония Бек-Яки достигла небывалых высот страсти и мощи. Вместе с тем она продолжала поиски и изобретала новые диковинные музыкальные инструменты, голосов которых еще никто не знал и не слышал. Их формы и размеры больше напоминали оружие, чудовищно разбухшие трубы были похожи на ракетные установки, а струнные механизмы с длинными грифами на винтовки. Ла-Фи-Ничи превратился в магическую обитель музыки и искусств, и все летописцы безустали работали над украшением и театральными декорациями, стараясь создать сцену, достойную постановке Моровильи. Фулгрим тоже проводил много времени в Ла-Фи-Ничи, высказывал художникам и артистам свои предложения, и каждое его замечание порождало новые взрывы творческой активности и немедленно притворялось в жизнь. Со ствана-3 поступали лишь отрывочные крохи информации, из которых стало ясно, что воителю с первого раза не удалось избавиться от тех, кто сохранил верность императору. Он не стал расстраиваться по поводу этой неудачи, а воспользовался возможностью привязать верных воинов узами крови и закончить то, что начиналось как война против аурейской технократии. Астартес из регионов пожирателей миров, гвардии смерти и сынов Хоруса продолжили войну на обожженных руинах вымершего мира и теперь высаживали и уничтожали тех заблудших глупцов, кто надеялся противостоять воле воителя. Фулгрим объявил, что капеллан Чармосиан и лорд-командир Эйдолан своим воинским совершенством наверняка заслужит похвалу воителя и почести любимому легиону. По окончании этой операции силы воителя, освободившись от вредного балласта, станут острым лезвием, нацеленным в сердце загнивающего империума. Но, как оказалось, воссоединение Фулгрима и Хоруса на некоторое время откладывалось. После гибели большей части Остропатов связь с 63-й экспедицией стала, мягко говоря, проблематичной, а из-за расстройства рассудка тех, кто остался в живых, обмен точной информацией между двумя флотилиями и вовсе был невозможен. Навигаторы оказались не в состоянии проложить курс через разбушевавшиеся течения и бури без ущерба для своей психики, а вскоре объявили, что на путь к Иствану-3 потребуется не менее двух месяцев. Фулгрим ненавидел подобные проволочки, но даже такому могущественному существу, как примарх, было не под силу успокоить грозный имматериум. Во время вынужденного ожидания он прочел еще несколько работ Корнелия Блейка и наткнулся на отрывок ледяной с занозой, засевшей в его сердце. Он вырвал и сжег страницу из книги, но слова всплывали в памяти и мучили его на всем протяжении тяжелого варп-перехода. Феникс есть ангел, биение его крыльев подобно грому. Этот гром несет в себе ужасное откровение о надвигающемся катаклизме, страшной буре, которая разрушит рай. Скульптура была почти закончена. То, что изначально было белой прямоугольной глыбой, привезенной из каменоломен Анатолийского полуострова, превратилось в огромную, величественную статую императора человечества. В мастерской Остиана было почти чисто, на пол падали лишь крошечные лепестки мрамора. На последней стадии работы над скульптурой он пользовался самыми точными и тонкими резцами. Кто-то сказал, что в путешествии самое важное не пункт назначения, а наслаждение самим процессом перемещения. Остиан никогда не понимал этого афоризма и считал, что любой процесс может оправдаться только конечным результатом. Для постороннего зрителя статуя могла бы показаться уже совершенно готовой, но Остиан давным-давно понял, что только на последней стадии можно вдохнуть жизнь в скульптуру. На этом критическом этапе художник должен отыскать последний штрих, который превратит изделие из камня в произведение искусства. Было ли это проявлением несовершенства или человеческого восприятия хрупкости жизни, Остиан не знал и не хотел знать. Он не желал разбирать свой талант по косточкам, поскольку опасался, что не сумеет вновь собрать его в единое целое. Все несколько месяцев путешествия к системе Каллиниды совершенно бессмысленное, если можно так выразиться, поскольку 28-я экспедиция провела там всего неделю и участвовала лишь в одном сражении. Он ограничивал свои передвижения мастерской и столовой на нижней палубе, где питались летописцы. Ла-Фи-Нича превратился в обитель откровенного разврата, где люди только и знали, что обжираться и напиваться, да удовлетворять свои самые низменные желания, нисколько не оглядываясь на правила поведения в цивилизованном обществе. Он несколько раз за эти месяцы заглядывал в Ла-Фи-Нича и каждый раз был шокирован происшедшими там переменами. По мере того, как Примарх обнародовал свои идеи и видение финального обновления, картины и скульптуры становились все более зловещими. Кроме того, там зачастую устраивались дикие, разнузданные оргии наподобие кутежей древней романийской империи, и Остиан, не желая подвергать свои нервы таким испытаниям, предпочитал оставаться в одиночестве. Однажды, после того, как он сидел за выпивкой с Леопольдом Кадмусом, Остиану снова пришлось заглянуть в Ла-Фи-Нича. Леопольд, как, впрочем, и многие другие летописцы, не побывавшие на Ла-Иране, вероятно, уже покинул 28-ю экспедицию, зато Остиан увидел, как Фулгрим дает советы Сирене Деанжело по созданию огромной фрески на потолке. Пропорции фигур показались ему ужасными, но еще отвратительнее был сам сюжет, дикое совокупление змей и людей, изображенных в самых извращенных позах. Сирена бросила на него короткий взгляд, и Остиан со стыдом вспомнил резкие слова, сказанные им во время их последней встречи. Их глаза встретились всего на мгновение, но позже, вспоминая отчаянно страдальческое выражение ее лица, он едва не заплакал. Фулгрим, словно почувствовав его присутствие, обернулся, и облик примарха ошарашил Остиана. Глаза были обведены яркой тушью, а серебристо-белые волосы, заплетенные в тугие косички, поднимались наверх в замысловатой прическе. Щеки Фулгрима пересекали бледные линии, напоминающие татуировку, а его пурпурное одеяние слабо прикрывало бледное ногое тело, демонстрируя свежие шрамы и множество серебряных колец и полосок, пронзавших кожу. Темный взгляд примарха остановился на Остиане, и скульптор понял, что замеченные им еще при встрече в студии признаки безумия и одержимости усилились до пугающей степени. Это воспоминание вызвало озноб, и Остиан вернул свое внимание к мрамору. Возможно, летописцы, покинувшие двадцать восьмую экспедицию ради более тучных пастбищ, были правы, но внутренний голос предостерегал Остиана о более мрачных причинах внезапного исчезновения упрямцев. Эти подозрения заставили его сделать выбор, и Остиан решил, что как только статуя будет закончена, он попросит перевести его в другую экспедицию. Атмосфера в двадцать восьмой стала для него слишком душной. «Чем скорее я отсюда уберусь, тем лучше», прошептал он. Хоть Остиан Далафур и не мог этого знать, его вывод почти полностью совпадал с мнением Соломона Деметра, глядящего на разбомбленные руины города Харал и дворца Регента. Насколько мог видеть глаз, повсюду простиралась выжженная земля, вид, совершенно совпадавший с его представлениями о преисподней. Когда-то это был прекрасный мир и очевидное совершенство его архитектуры составляло поразительный контраст с мятежом, зародившимся в его золоченых дворцах и предательством, происшедшим на его почерневших руинах. Мрак темной пеленой окутал Соломона с тех самых пор, как он едва не погиб в сражении на орбитальной станции в системе Каллиниды. Причина, по которой Юлий и Марий оставили вторую роту без поддержки, явилась во всей своей ужасающей откровенности. После битвы он не видел ни одного из своих братьев, а уже через несколько часов вторая рота была отправлена на соединение с тремя другими легионами для умиротворения мятежного мира Истван-3. Центр мятежа находился в городе из полированного гранита с высокими башнями из стекла и стали известного под названием Харал. Мятежный правитель Вардус-Праал попал под влияние девбитвы злобных псайкеров, предположительно истребленных легионом гвардии Ворона еще 10 лет назад. Первое сражение развеяли многие сомнения Соломона. Освободившись в кровопролитных боях от накопившегося гнева, он начал верить, что все идет как надо, а его недавнее беспокойство было беспричинно. Но затем появился Саул Тарвиц с невероятным известием о предательстве и готовящейся бомбардировке. Многие воины высмеяли Тарвица и не поверили его рассказу, но Соломон сразу все понял и попытался убедить своих собратьев найти способ избежать опасности. Как только грандиозный масштаб предательство стал очевиден, сыны Хоруса, пожиратели миров и дети императора бросились искать убежище, пока смертоносные вирусные бомбы летели до поверхности мира, обреченного стать их могилой. Соломон Соломон с ужасом смотрел, как в небе сверкнули первые вспышки и вскоре все потонуло в разрывах снарядов, несущих гибельный груз. Вопли умирающего города до сих пор преследовали его и Соломон не решался представить себе ужас тех, у кого на глазах пожиратель жизни превращал тела родных и любимых в гниющие трупы. Соломону было известно насколько опасен вирус пожирателя жизни и он понимал, что через несколько часов вся планета превратится в склеп. Затем пришел огненный шторм. По планете, уничтожая все на своем пути, прокатилась неукротимая волна пламени и с поверхности исчезли все материальные следы бывших обитателей, превращенные в хлопья пепла. Прикрыв глаза, Соломон вспомнил подземный бункер, где они вдвоем с Гаем Кафином укрылись от вирусной бомбардировки, перешедшей впоследствии в огненный шторм. Огонь ревел, словно сказочный дракон, пришедший в поисках жертвы, а воспоминания о расплавившихся от жары доспехах и обгоревшей плоти до сих пор были свежи в его памяти. Они оказались погребенными под грудами обломков и на призывы о помощи никто не отвечал, так что Соломон начал думать, что они остались единственными, кто выжил после предательства Хоруса. На третий день от тяжелых ранений скончался Гай Кафин, и тогда сквозь горы мусора просочился солнечный свет. В конце концов, Соломона отыскал один из сынов Хоруса, воин по имени Неро Випус. Деметр едва дышал, но упрямо цеплялся за жизнь, отказываясь умирать без отмщения. Первый месяц боев, начавшихся после неудавшейся вирусной бомбардировки, прошел для него словно в кошмарном сне, и жизнь Соломона висела на волоске, пока к нему не пришел Саул Тарвиц и не предложил заставить изменников заплатить за свои преступления. Огонь честолюбия, наконец-то разгоревшийся в душе молодого воина встряхнул Соломона, и после этого его выздоровление пошло с удивительной быстротой. Апотекарий по имени Ваддон выкроил время между лечением раненых и помог ему преодолеть кризис. Война становилась все интенсивнее, и вскоре Соломон понял, что обрел достаточно сил, чтобы снова вступить в бой. Соломон восстал подобно Фениксу, хотя многие считали его безнадежным, и, взяв доспехи погибшего воина, начал сражаться с обновленной яростью и отвагой. Саул Тарвиц сразу же предложил ему командовать объединенными силами, но Соломон отказался. Он понимал, что воины всех легионов видят в Тарвиц и командира, и менять руководство было бы бесполезно еще и потому, что героическое сопротивление предательству подходило к концу. Массированные силы воителя загнали их обратно в дворцовый комплекс, и сыны Хоруса послали в атаку своих лучших воинов. Соломон понимал, что конец близок, и не хотел лишать Саула Тарвиц славы последнего противостояния. К удивлению Соломона, в суровых испытаниях этой отчаянной войны отличился не только Саул Тарвиц. Мастер Меча Люции также демонстрировал чудеса храбрости и даже обезглавил капеллана Чармосиона, сразившись с ним на крыше транспортера на виду у всех воинов. Как неприятно было видеть успешно сражавшихся воинов, Соломон не мог освободиться от мрачных воспоминаний о гибели Кафена и от ужаса перед внезапной переменой, происшедшей с его бывшими боевыми братьями. Как могло случиться, придем к плечу в битве за Империум, теперь обратились друг на друга в смертельной кровавой усобице. Что довело их до такого состояния? Это было выше его понимания, и возникшую в душе пустоту не могла заполнить радость от гибели врагов. Предательство убило мечту о мирной галактике, которую должно было унаследовать человечество, и видение будущего Золотого века ускользнуло навсегда. Соломон скорбел о том будущем, которое выковывалось на мрачной наковальне Иствана-3, и лишь молил, чтобы новые поколения смогли их простить за то, что они позволили такому случиться. Он надеялся, что окружавших его воинов будут вспоминать как героев, но больше всего надеялся на удачный перелет Эйзенштейна. Надеялся, что Натанаэль Гарро донесет известие о предательстве воителя до императора. Саул Тарвиц рассказал ему, что его названный брат захватил фрегат и поклялся вернуться с верными легионами и уничтожить воителя. Эта надежда, крошечный мерцающий огонек веры в спасение, придавала воинам сил, и они продолжали защищать руины дворца регента вопреки всяким представлениям о логике и правилах войны. За этот героизм Соломон любил каждого из них. С западных окраин города доносился далекий гул бомбардировки. Там окопались гвардейцы смерти, гибнущие под непрерывным обстрелом предателей. Соломон хромая обходил восточное крыло дворца. Величественные анфилады давно превратились в последовательность пустых залов с остатками мозаичных полов, а всю мебель уже растащили для сооружения баррикад. Несмотря на месяцы бомбардировок, своды дворца чудесным образом уцелели, а закопченные стены с обуглившимися фресками служили печальным напоминанием о недавно цветущем имперском мире. Новые звуки поначалу показались ему слабыми, Соломон едва различал их на фоне постоянного треска пламени и непрекращающихся взрывов. Но звон клинков мгновенно прорезал привычный шум войны, и Соломон, опасаясь атаки на восточное крыло дворца, ускорил шаг. Потом он побежал, насколько позволяли не до конца зажившие раны, хотя каждый шаг причинял сильную бой. Звуки боя становились сильнее, и он различал отдельные звонкие удары мечей, хотя смутно отметил, что не было слышно ни стрельбы, ни взрывов. Лязг оружия был уже совсем близко, Соломон выбежал в ярко освещенный зал, и в глаза ударили отблески солнца, игравшее на оружии сражавшихся там воинов. Обороной этого сектора командовал Люций, в распоряжении которого было около тридцати воинов, и Соломон увидел гибкую фигуру мастера меча в самом центре ужасной схватки. Пол уже был усеян трупами, и множество детей императора окружили Люция, сражавшегося за свою жизнь. «Люций!» крикнул Соломон, и подняв свой клинок, бросился на помощь мастеру меча. Солнце снова ярко сверкнуло на стали, и еще один воин пал, рассеченный энергетическим мечом Люция от шеи до пояса. «Они идут на прорыв, Соломон!» весело отозвался Люций и неотразимым ударом обезглавил еще одного противника. «Они не прорвутся, пока у меня еще остались силы!» ответил Соломон, и замахнулся мечом на ближайшего из атакующих воинов. Его удар свалил врага на пол, превратив в окровавленную груду из кромсаных доспехов. «Убиям их всех!» подбодрил его Люций. «И ты осмелился вернуться после такого провала!» взрывел Хорус, так что от его ярости задрожала вся капитанская рубка духа мщения. Его лицо исказилось от гнева, а Фулгрим с улыбкой наблюдал, как воитель старается сдержать гневный порыв уроженца Хтонии. С тех пор, как Фулгрим последний раз посещал корабль Хоруса, дух мщения претерпел сильные изменения. Его открытые и ярко освещенные шумные помещения стали намного мрачнее. «Ты хоть понимаешь, что я пытаюсь здесь сделать?» кричал Хорус. «Мои действия в системе Истван перекинутся на всю галактику, и если с самого начала мы будем терпеть неудачи, император нас уничтожит!» Фулгрим позволил себе слабую, безмятежную улыбку. Возбуждение после трудного перехода к системе Истван и масштаб развернувшейся внизу резни чрезвычайно обострили его чувства. Хотя гордость императора совсем недавно прибыла на место, он позаботился предстать перед воителем в своем обычном великолепии. Лучшие доспехи были покрыты новым слоем пурпура и позолоты. Для усиления красок появились новые украшения самых разных цветов. Длинные светлые волосы убраны назад, а бледные щеки отмечены татуировкой по рисункам самой Сирены Д'Анджело. Феррус Манус оказался упрямым тупицей, не способным прислушаться к доводам логики, сказал Фулгрим. Даже упоминание о присоединении механикумов не... Ты клялся, что приведешь его! Железные руки уже были учтены в моих расчетах. Я планировал события на Истване Три в полной уверенности, что с нами будет Феррус Манус, а теперь выясняется, что у меня появился еще один враг. Из-за этого погибнет множество Астартес Фулгрим. А что я мог сделать, воитель? Усмехнулся Фулгрим, придавая голосу отчетливый тон насмешки. Его воля оказалась сильнее, чем я предполагал. Или ты попросту переоценил свои способности? Неужели ты хотел, чтобы я убил своего брата, воитель? Спросил Фулгрим. Он надеялся, что Хорус не потребует от него убийства, но сознавал, что именно это и хочет от него услышать. Если такова твоя воля, я готов. Возможно, так было бы лучше, бесстрастно ответил Хорус. Лучше, чем позволить ему разрушить наши планы. А теперь он может добраться до Императора или любого другого примарха и привести их всех на наши головы раньше, чем мы будем к этому готовы. Тогда, если у тебя все, я вернусь к своему легиону, сказал Фулгрим и картинно развернулся, рассчитывая еще больше разъярить воителя. Реакция Хоруса его не разочаровала и от его слов сердце Фулгрима забилось быстрее. Нет, ты не уйдешь. У меня есть для тебя еще одно задание. Я посылаю тебя на Истван 5. После всего, что произошло, ответ Императора последует быстрее, чем я ожидал, и мы должны быть к нему готовы. Возьми с собой подразделение детей Императора и проследи за подготовкой укреплений к финальной стадии Истванской операции. Фулгрим вздрогнув повернулся к брату, всем своим видом выражая невыносимое отвращение к столь незначительной миссии. Возбуждение от перепалки своителем, переполнявшее его душу, мгновенно исчезло, уступив место зияющей пустоте. Ты поручаешь мне роль Костеляна, домоправителя, обязанного приготовить поместье для твоего торжественного приезда? Почему бы тебе не послать туда Пертураба? Эти занятия ему больше подходят. Пертураба предназначена другая роль в моих планах, сказал Хорус. Он уже сейчас готовится опустошить свой родной мир моим именем. Можешь не опасаться, скоро мы услышим о нашем разгулявшемся брате. Так поручи это задание Мартариону, сердито бросил Фулгрим. Его чумазые дровосеки будут рады возможности испачкать руки по твоему приказу. Мой легион был отмечен императором еще в те времена, когда он заслуживал нашей верности. Я самый прославленный из его героев и правая рука великого крестового похода. Это предательство тех самых принципов, ради которых я к тебе присоединился, Хорус. Предательство? С вкратчивой угрозой переспросил Хорус. Сильно сказано, Фулгрим, предательство можно назвать поступок императора, покинувшего галактику ради собственного обожествления и отдавшего наши завоевания в руки песцов и чиновников. И подобные обвинения ты осмеливаешься высказывать мне прямо в лицо в капитанской рубке моего собственного корабля. Фулгрим отступил на шаг под натиском ярости Хоруса и с наслаждением ощутил, как волнение противоборства вызвало во всем теле приятное покалывание. Может и так, Хорус. Возможно, кто-то должен сказать тебе несколько прописных истин, особенно теперь, когда рядом нет твоих марневальцев. Вспомни про меч, сказал Хорус, указывая на пропитанный ядом клинок, отданный им Фулгриму при их последней встрече. Я подарил тебе этот меч в знак своего доверия, Фулгрим. Лишь нам одним известна его истинная сила. Это оружие чуть не убило меня, и все же я с ним расстался. Неужели ты думаешь, что я отдал бы тебе такое оружие, если бы не доверял? Нет, воитель, ответил Фулгрим. То-то же. Из всех моих компаний положение на истуане 5 наиболее критическое, продолжал Хорус, и Фулгрим понял, что воитель справился с опасным пламенем своего эго и теперь призвал на помощь незаурядные способности дипломата. Истуан 5 тревожит меня больше, чем разгоревшаяся внизу война. Я не могу доверить это никому другому. Ты должен отправиться на Истуан 5, брат мой. Все зависит от твоих успехов. Фулгрим позволил себе еще одно опасно долгое мгновение наслаждаться возникшей между ними напряженностью, а потом рассмеялся. А теперь ты мне льстишь, надеясь, что мое самолюбие заставит выполнить твои приказы. Сработало? Поинтересовался Хорус. Да, признался Фулгрим. Хорошо, воля воителя будет выполнена, я отправляюсь на Истуан 5. Эйдолон останется командиром детей императора, пока мы к вам не присоединимся, добавил Хорус, и Фулгрим кивнул. Он с радостью ухватится за шанс проявить свои способности. А теперь Фулгрим оставь меня, сказал Хорус, у тебя много работы. Фулгрим изящно развернулся и покинул владение воителя. Воспоминания о едва не наступившей конфронтации и явном гневе брата снова возбудили все его чувства, и дыхание вырывалось из груди короткими резкими толчками. Ощущение казалось потрясающим, и Фулгрим предвкушал все новое и новое мгновение наслаждений, когда осуществится план воителя, касавшийся Истваана 5. Его ждали новые ужасы, новые смерти, новые восторги. Соломон пробил своим ревущим мечом доспехи оказавшегося рядом воина и резко повернул клинок, коверкая слои керамита, кости и плоть. Из ужасной раны брызнула кровь, и предатель рухнул на мозаичный пол. Превозмогая боль, Соломон обернулся, ища очередного противника, но единственным, кто остался на ногах, был Люций, и лицо мастера меча еще пылало возбуждением схватки. Соломон внимательно осмотрелся, чтобы увериться в отсутствии врагов, и только тогда опустил меч и обратил внимание на боль многочисленных ран. Зубья меча еще некоторое время медленно вращались, стряхивая капли крови, затем совсем остановились. Соломон тяжело вздохнул, сознавая, насколько близко было их поражение. Мастерство, с которым Люций поражал врагов, граничилось чудом, и Соломон не сомневался, что его репутация самого опасного убийцы была заслуженной. «Мы справились», выдохнул он, внезапно сознавая, как дорого далась им эта победа. Все воины отряда Люция были мертвы, и Соломон, окидывая взглядом поле битвы, с горечью заметил, как мало отличий между предателями и верными воинами. «Если бы не жестокий поворот судьбы, разве мог бы он повернуть оружие против своих собратьев?» «Точно, справились, капитан Деметр», с усмешкой отозвался Люций. «Одному мне было бы гораздо тяжелее». Соломон поморщился от его высокомерного тона, но сдержал гнев. Он покачал головой, сетуя на неблагодарность мастера меча, и слабо кивнул. «Странно, что они пришли с такими малыми силами», сказал он, опускаясь на колени рядом с последним из убитых воинов. «На что они надеялись?» «Ни на что», ответил Люций, вытирая кровь с меча обрывком ткани. «Уже ни на что». «Что ты имеешь в виду?» потребовал разъяснений Соломон. Туманные ответы Люция вызвали у него беспокойство, но мастер меча только улыбнулся и ничего не сказал. Соломон отвернулся, снова посмотрел на распростертые тела, вдохнул запах обожженной плоти и костей. «Не беспокойся, Соломон», произнес Люций, «ты скоро все поймешь». Самодовольный блеск в глазах Люция неожиданно и необъяснимо встревожил Соломона, и в его душе зародилось ужасающее подозрение, от которого сжалось сердце. Он быстро окинул взглядом зал из конца в конец и торопливо подсчитал неподвижные тела, распростертые на изрытом снарядами полу. Люцию для обороны этого сектора дворца предоставили остатки четырех отделений, что-то около тридцати воинов. «О, нет», прошептал Соломон, насчитав примерно тридцать трупов. Он всмотрелся в побитые доспехи и закопченные лица. «Эти воины явно пришли не из своих казарм, чтобы атаковать дворец. Они давно были здесь. Погибшие воины вовсе не были предателями». «Это были верные императору люди!» воскликнул он. «Боюсь, что так», бросил Люций. «Я намерен присоединиться к легиону. Взамен Эйдолон потребовал прохода для своих воинов во дворец». «Как хорошо, что ты подоспел вовремя, капитан Деметр. Я не уверен, что успел бы всех их убить до прихода лорда командира». Соломон почувствовал, как весь его мир. Он рухнул на колени и по щекам покатились слезы ужаса и ярости. «Нет, Люций, что ты наделал?» закричал он. «Ты обрек на гибель всех нас!» Люций рассмеялся. «Вы уже давно были обречены, Соломон», сказал он. «Я просто немного ускорил приближение конца». Соломона охватило отвращение к самому себе, и он отбросил меч. Он стал убийцей, таким же, как те предатели за стенами дворца. Ненависть к Люцию захлестнула его испепеляющей волной. «Ты украл мою честь!» зарычал он, поднялся на ноги и повернулся к мастеру меча. «Это все, что у меня оставалось!» Люций стоял прямо перед ним, и на его лице по-прежнему играла самодовольная усмешка. «Ну и как ты себя после этого чувствуешь?» Соломон с воплем бросился на Люция и обхватил врага за шею обеими руками. Ненависть и раскаяние наполнили его тело новой силой, достаточной, чтобы лишить жизни похитителя чести. Внезапная боль пронзила его живот и поднялась к груди, так что Соломон, вскрикнув, отшатнулся от Люция. Опустив взгляд, он увидел торчащий в доспехах пылающий меч. Запах горящей плоти и расплавленного керамита ударил в ноздри, а мастер меча ловким движением выдернул оружие. Силы покинули капитана, и боль, от которой он не успел избавиться после огненного шторма, вернулась сторицей. Все тело превратилось в один сплошной очаг мучений. Каждое нервное окончание кричало о новых приступах агонии. Соломон упал на колени. Кровь, а вместе с ней и жизнь, вытекали из него горячими толчками. Он потянулся к рукам Люция и старался сосредоточиться на его лице, сопротивляясь подступающей смерти. Вы не одержите победы. Каждое слово выталкивалось из горла с неимоверными усилиями. Люций пожал плечами. Может да, а может нет, но ты этого уже не увидишь. Соломон медленно осел на пол, ощутив движение воздуха на лице и удар головы от твердые плитки. Он перекатился на спину и через треснувший купол увидел чистое голубое небо. Тщетные попытки системы жизнеобеспечения облегчить боль и излечить смертельную рану, нанесенную мечом Люция, вызвали у него улыбку. Он смотрел в бездонное небо, словно его взгляд мог пронзить атмосферу и достичь парящих в космосе кораблей Хоруса. С недоступной при жизни ясностью Соломон понял, куда приведет предательство воителя. Увидел ужасы неминуемой бесконечной войны. По щекам снова заструились слезы, но он жалел не о собственной гибели, а о миллиардах жизней, принесенных в жертву вечной тьме ради чудовищных амбиций единственного человека. Люций ушел прочь, даже не потрудившись присутствовать при последних мгновениях его жизни, и Соломон был рад охватившему его спокойствию. Его дыхание становилось все медленнее, веки дрожали, а небо с каждым вдохом становилось все темнее. Свет умирал вместе с ним, словно этот мир набросил на свой день траурную вуаль, и с честью проводил воина в вечную тьму. Соломон закрыл глаза, и последняя слеза упала на землю. Часть пятая. Последний Феникс. Глава двадцать первая. Мщение, цена уединения, щедрость, любовь до смерти. После чудовищного предательства брата, железная кузница стала постоянным убежищем Ферруса Мануса. Не в силах сдержать ярость, вызванную мятежным предложением, примарх разгромил большую часть любимых творений, и даже базальтовые стены зала покрылись трещинами от его ударов. Габриэль Санта расторожно перешагивал через валявшиеся на полу обломки доспехов и оружия, многие из которых были деформированы, словно побывали в раскаленном горне. Первый капитан нес электронный планшет со свежими новостями Стерры. Санта надеялся, что известие выведут примарха из состояния яростной депрессии, окутавшей его словно плащом, с тех пор, как изменник пытался увлечь регион железных рук на путь предательства. После неожиданной атаки детей императора над восстановлением кораблей неустанно трудились абсолютно все члены экипажа. Ремесленники, кузнецы, технодесантники и простые рабочие, так что 52-я экспедиция в невероятно короткий срок была готова пуститься в обратный путь на Терру, чтобы передать предостережение о вероломстве воителя. Но это оказалось непросто, поскольку корабельные навигаторы и остропаты были не в силах проложить путь. Бури невероятной силы разразились в имматериуме и препятствовали любым контактам с Террой. Погрузиться в разъяренный варп, когда в нем кипели и бушевали шторма, было бы равносильно самоубийству, но Габриэлю Сантару пришлось приложить невероятные усилия, чтобы удержать Ферруса Мануса и уговорить его, дождаться прекращения шторма. В попытках проникнуть сознанием сквозь бурлящие потоки и вихри варп-штормов погибли сотни остропатов, но хотя их героические старания были увековечены на железной колонне, усилия пропали впустую, и железные руки оставались без связи. Несколько недель корабли 52-й экспедиции, в надежде отыскать проход между вихрями варпа, перемещались на обычных плазменных двигателях, но казалось, что и Материум сознательно препятствует их планам. Навигаторы не могли прорваться через варп и выжить. Феррус Манус в ярости разгромил свою железную кузницу. Как это несправедливо выжить после предательского удара, но не иметь возможности известить императора из-за капризов космоса и варпа. Когда остропад Кистер принес известие, что один из выживших хористов его капеллы наконец-то получает послание, новость была встречена с великой радостью. Но после дешифровки радость улетучилась. По всему Империуму вспыхивали воины. В сотнях миров подлые предатели восставали против своих законных повелителей. Многие имперские командиры присягнули Хорусу и отвергли власть императора. Мятежные войска атаковали соседние системы, еще хранящие верность Империуму, и пламя междоусобицы грозило охватить всю галактику. Хорус широко раскинул свои сети предательства и спасти мечту Императора о единой вселенной могли только титанические усилия, сравнимые с теми, что были затрачены на ее завоевание. Даже механикумы оказались втянутыми в мятеж, и соперничающие группировки начали борьбу за контроль над обширными кузницами Марса. Заводы по изготовлению доспехов Астартес подверглись наиболее сильной атаке, и верные слуги Императора умоляли о подкреплении, поскольку их враги применили оружие древнейших технологий, хоть оно и находилось под запретом уже долгие столетия. Что еще хуже, с ужасающей быстротой множились донесения о нападении ксеносов на принадлежащее человечеству миры. Южные сектора галактики подверглись нападению зеленокожих буйные орды Калардуна опустошали недавно приведенные к согласию миры региона бурь, а кровожадные падальщики Скарнаса-5 попытались захватить миры девяти векторов. Чем больше человечество втягивалось в междоусобные воины, тем активнее пользовались возможностью поживиться добычей бесчисленные племена ксеносов. Примарх железных рук склонился над наковальней в центре кузницы. Мерцающие голубые огоньки пробегали по его серебряным рукам, сжимавшим длинную блестящую полоску металла. Раны примарха быстро затянулись, но та сторона лица, куда пришелся предательский удар украденного братом молота, до сих пор оставалась припухшей. Во всей флотилии было запрещено произносить имя изменника, и Габриэль Сантар никогда еще не видел своего примарха таким разъяренным. Сантар знал, что и сам только чудом остался в живых после удара первого капитана детей императора, разорвавшего его легкие и брюшину. Только своевременные действия апотекария легиона, да несокрушимое желание отомстить Юлию Каосарону позволили ему продержаться достаточно долго, чтобы поврежденные органы успели заменить бионическими имплантатами. Следом за Габриэлем Сантаром в кремово-черном одеянии и с медным посохом в напряженно сжатой руке мрачно шагал остропад Кистер. В неверном свете кузницы костлявое лицо Псайкера казалось бесстрастным, но даже такой далекий от псионических тонкостей человек, как Сантар, без труда угадывал его беспокойство. Ферус Манус при их приближении поднял голову. Его лицо казалось застывшей маской ледяной ярости. Запрет на вход в железную кузницу давно был забыт, перед опасностью грозящего империуму кризиса жалкие ограничения и правила казались бессмысленными. «Ну», проворчал Ферус, «почему вы меня отвлекаете?» Сантар позволил себе немного улыбнуться. «Я принес известие от Рогала Дорна», сказал он. «От Дорна?» переспросил Ферус. Огонь на его руках заметно уменьшился, и лицо озарилось неожиданно жестоким интересом. «А я думал, что капелла Астропатов до сих пор не может связаться с Террой». «Еще несколько часов назад так оно и было», подтвердил Кистер, вставая рядом с Сантаром. «Варпшторм, уже несколько недель сводивший на нет все наши попытки наладить связь, прекратился, и мои харисты стали получать самые срочные послания от лорда Дорна». «Это великая новость, Кистер», воскликнул Феррус. «Прими мои поздравления и передай своим помощникам. А теперь говори, Габриэль, говори, что передает Дорн». «Мой господин, позвольте мне», вмешался Кистер, прежде чем Сантар ответил. «Внезапное спокойствие в варпе меня тревожит». «Тревожит тебя, Кистер?» удивился Феррус. «Почему? Уверен, это к лучшему». «Это только кажется, мой господин. Я какие-то внешние силы, они облегчают нам задачу, помогают проложить путь и разослать известия по всей галактике». «И почему ты считаешь, что это плохо, Кистер?» спросил Сантар. «А может, это сам Император пришел нам на помощь?» «Существует и такая возможность», признал Кистер. «Ну, лишь как одна из многих. Я нарушил бы свой долг, если бы не предупредил, что какой-то другой агент, возможно, один из наших врагов, успокаивает океан душ». «Твои предостережения приняты, Астропат», бросил Ферус. «А теперь быстро говорите, что передал Дорн, пока я не выбил из вас новости». Сантар быстро поднял руку с электронным планшетом. «Избранник Императора извещают о планах по уничтожению Хоруса». Ферус нетерпеливо выхватил планшет из рук Сантара, а капитан продолжил доклад. «По всей вероятности, предательство Хоруса заразило те легионы, которые сражались вместе с ним на Истване-3. Как уже говорил Кистер, адепты корпуса Астропатов наконец-то сумели установить контакты со многими вашими братьями-примархами, и те уже мобилизуют свои силы, чтобы выступить против Хоруса». «Ну наконец-то!» фыркнул Ферус, быстро пробегая взглядом по монитору планшета. Мрачная усмешка медленно появилась на его лице. «Саламандры, альфа-легион, железные воины, несущие слово, гвардия-ворона и повелители ночи. Вместе с железными руками будет семь полных легионов. У Хоруса нет ни одного шанса». «Не единого», согласился Сантар. Дорн основательно подготовился. «Верно», кивнул Ферус. «Истваан-5». «Мой господин?» «Похоже, Хорус устроил себе штаб-квартиру на Истваане-5, и именно туда мы ударим, чтобы избавиться от него раз и навсегда». Ферус вернул планшет Сантару. «Передай на Феррум, капитану Балхаану, что я переношу штандарт на его корабль. Прикажи подготовить судно к немедленному переходу в систему Истваан. Переведи туда столько Морлоков, сколько смогут принять его казармы. Остальная часть Легиона пусть присоединится к нам, как только сможет». Феррус вновь отвернулся к пылающему металлу на наковальне, а Сантар, нахмурившись, опустил взгляд на монитор планшета, чтобы удостовериться, что все приказы, поступившие непосредственно от избранника императора, поняты правильно. Он довольно долго сомневался, пока Феррус не обратил внимания на его молчание. «Мой господин», наконец произнес Сантар, «нам приказано явиться к месту встречи в полном составе». Феррус покачал головой. «Нет, Габриэль, я не могу отказаться от мщения ему. Явившись слишком поздно, я позволю другим уничтожить изменников. Феррум гораздо меньше пострадал от нападения детей императора, и это самый быстроходный крейсер во всей флотилии. Я должен встретиться с ним лицом к лицу и уничтожить, чтобы восстановить свою честь и доказать преданность, Габриэль». «Честь? Преданность?» возмутился Сантар. «Никто не может сомневаться в вашей преданности, мой господин. Изменник пришел к вам с фальшивыми посулами, и вы швырнули их ему в лицо. Если хотите, вы для всех нас являетесь примером верного и преданного сына императора. Как можно даже думать о таких вещах?» «Другие подумают», сказал Феррус. Феррус. Он поднял с наковальни длинную плоскую полосу и в глубине серебряных рук вспыхнул сердитый огонь. Фулгрим не стал бы рисковать и переманивать меня на сторону воителя, если бы не верил, что я на это пойду. Наверное, он разглядел во мне какую-то слабость, и это позволило ему надеяться на успех. Вот что мне предстоит смыть огнем и кровью. Даже если никто не осмелится обвинить меня вслух, попомни мои слова, они скоро придут к таким же выводам. «Они не осмелятся!» «Осмелятся, друг мой», кивнул Феррус. «Они станут гадать, что заставило Фулгрима решиться на столь опасный шаг. Очень скоро они станут думать, что у него была причина надеяться, что я последую за ним и присоединюсь к мятежу. Нет, мы как можно скорее помчимся к системе Истваан, чтобы смыть пятно бесчастья кровью изменников». Удержаться и не подходить к статуе требовало немалых усилий, и Остиан предусмотрительно отложил резец на стоящий рядом металлический стул. Та часть мозга, которая делала художника великим мастером, всегда знала, когда работа закончена, когда следует отложить в сторону перо, резец или кисть и отойти назад. Теперь его работа принадлежала векам, и Остиан, глядя в закрытое шлемом лицо повелителя человечества, понимал, что скульптура завершена. Величественная фигура из светлого мрамора была безупречной, каждый изгиб доспехов императора был выверен с точностью. Огромные наплечники в виде орлов обрамляли высокий шлем старинного образца, увенчанный длинным плюмажем из конского хвоста, настолько правдоподобно выполненным, что Остиану временами казалось, будто хвост шевелится от дуновения холодного воздуха, гонявшего пустудии пыль и клочки бумаги. Большой орел был готов вот-вот взлететь с нагрудника, а стрелы молний на наголенниках и налокотниках искрились опасной энергией, и длинный струящийся плащ из белого мрамора не спадал по спине молочным каскадом. Глядя на скульптуру императора, Остиан был уверен, что сам владыка империума мог бы удостоить свое изображение краткой довольной улыбкой. Золотой венок оттенял бледность мрамора, и при виде совершенства скульптуры в груди Остиана возникало удивительное ощущение и захватывало дух. За долгую карьеру Остиана называли по-разному и педантом, и одержимым, но сам он считал, что звание настоящего художника достоин лишь тот, кто одержим истинностью каждой детали. С тех пор, как он получил глыбу мрамора, прошло почти два года, и все это время он либо работал над статуей, либо размышлял о своей работе. По всем меркам он довольно быстро справился с задачей, но сейчас стоящая перед ним скульптура казалась ему чудом. Создание такого шедевра обычно отнимало гораздо больше времени, но изменившийся климат 28-й экспедиции сильно тревожил Остиана, и он уже долгие месяцы не покидал своей студии. Он понимал, что должен заново знакомиться с достижениями великого крестового похода. Какие новые культуры были открыты, какие великие деяния совершены? Мысль о том, чтобы выйти из мастерской, наполняла его волнением и трепетом. Открыв статую всеобщему обозрению, он снова может окунуться в восхищение своих почитателей, к чему относился довольно спокойно, но иногда, как сейчас, страстно по нему тосковал. После завершения очередной работы Остиан не испытывал ложной скромности по поводу своего таланта или даже гениальности. Это в долгие недели и месяцы тяжелого труда он мог видеть одни лишь недостатки, проклинать свои неумелые руки и размышлять, как улучшить свое следующее творение. Если художник почувствует, что больше не способен двигаться вперед, какой смысл называться художником? Каждое новое творение должно становиться ступенькой к следующей вершине мастерства, чтобы человек, оглянувшись на достижение своей жизни, мог почувствовать удовлетворение от пройденного пути. Остиан сбросил балахон и прежде чем положить его на стул, аккуратно стряхнул пыль и свернул. Ему не подобало так откровенно восхищаться своим произведением, но когда статую откроют для обозрения, она больше не будет принадлежать только ему. Она станет достоянием каждого, кто захочет посмотреть, и миллионы критических глаз будут судить о ее достоинствах и недостатках. В такие моменты он понимал разрушительное зерно сомнения, живущее в сердце Сирены Д'Анджело, и сердцах любых художников, будь они скульпторами, живописцами или композиторами. В каждом творении оставалась частица души его создателя, и потому таким сильным был страх оказаться отвергнутым или осмеянным. Остиан вздрогнул от внезапного порыва холодного воздуха и услышал за спиной мелодичный голос. Ты очень верно его изобразил. Остиан подпрыгнул от неожиданности и, обернувшись, увидел стоящего перед ним грозного и прекрасного примарха детей императора. Как ни странно, рядом не было ни одного гвардейца феникса, и Остиан почувствовал, что вспотел, несмотря на прохладу мастерской. «Мой господин», произнес он, опускаясь на одно колено, «прошу меня простить, я не слышал, как вы вошли». Фулгрим кивнул и величаво прошел мимо. На его мощном теле развивалась длинная пурпурная тога со слепительно блестевшей серебряной вышивкой. Из складок одеяния выглядывала золотая рукоять меча, благородный лоб венчал лавровый венок с шипами. Примарх хотел добиться примарх, украшая свое лицо подобным образом, Остиан не мог понять, но достигнутый результат казался ему вулигарным и смешным. Даже царственные манеры фулгрима напоминали игру театральных актеров древней земли. Примарх жестом разрешил Остиану встать и замер перед статуей. Лицо под толстым слоем белил было непроницаемо. «Вот таким я его и запомнил», произнес фулгрим. В его голосе Остиану послышались нотки печали. «Конечно, это было очень давно. На ул ла норе он выглядел почти так же, но совсем не таким, каким я его помнил. Он был тогда холодным, даже надменным». Остиан поднялся на ноги, но старался не смотреть на примарха, опасаясь выдать свое смятение по поводу его внешности. Недавняя гордость за свое творение испарилась в то самое мгновение, когда на нем остановился взгляд фулгрима, и Остиан, затаив дыхание, ждал критической оценки примарха. Примарх обернулся, и от улыбки гротескная маска на его лице покрылась трещинами. Остиан чуть-чуть расслабился, хотя в равнодушных, похожих на темные драгоценные камни неподвижных глазах угадывалось что-то пугающее. Улыбка быстро сошла с лица примарха. «Твоя работа над статуей императора в такое время, как сейчас», заговорил он, «свидетельствует либо о непроходимой глупости, либо о предосудительном пренебрежении Остиан». Слова фулгрима лишили Остиана остатков самообладания, и он тщетно пытался сформулировать хоть какой-нибудь ответ». Фулгрим сделал несколько шагов ему навстречу, и в хрупком теле Остиана распространился всепоглощающий ужас перед недовольством примарха, приковавший его к полу. Повелитель детей императора обошел вокруг скульптора, его массивная фигура нависала над ним и окончательно лишала способности думать. «Мой господин», прошептал Остиан. «Ты заговорил?» возмутился Фулгрим, повернувшись к нему лицом и спиной к статуе. «Такой червь недостоин со мной разговаривать. Ты, сказавший, что мои скульптуры слишком совершенны, создаешь статую, совершенную во всех отношениях, во всех деталях, кроме одной». Остиан поднял взгляд к темным озерам глаз примарха, и даже в состоянии ужаса, он заметил в них мучительную боль, душевный конфликт и войну с самим собой. В глубине глаз примарха он увидел стремление причинить ему зло и одновременно желание просить прощения. «Мой господин», сквозь быстро текущие по щекам слезы взмолился Остиан, «Я не понимаю». «Нет», бросил Фулгрим и снова двинулся вперед, вынуждая Остиана отступать к статуе. «Ты не понимаешь, как император ты был слишком занят собственными эгоистичными желаниями, чтобы обратить внимание на то, что происходит вокруг. Летописцы исчезли, друзья предали, и как ты поступаешь, когда все вокруг рушится? Ты покидаешь всех, кто был тебе близок и устремляешься к высшим целям». Ужас Остиана достиг предела, когда он почувствовал спиной мраморную поверхность статуи, а Фулгрим наклонился, так что раскрашенное лицо оказалось на одном уровне с его головой. И все-таки даже в тисках ужаса он ощущал жалость к изменившемуся примарху, слышал непереносимую боль в каждом его слове. «Если бы ты потрудился замечать происходящее вокруг великие события, ты давно разбил бы вдребезги свою статую и умолял бы меня стать моделью для последней работы. В галактике строится новый порядок и император больше не является ее повелителем». «Что?» вырвалось у Остиана. Фулгрим рассмеялся, но в голосе его слышались отчаяние и обреченность. «Новым владыкой империума станет Хорус!» крикнул Фулгрим и широким жестом выхватил из складок одежды меч. Золотая рукоять ярко блеснула в светлой студии и при виде бездушного клинка Остиан почувствовал на ногах влажное тепло». Фулгрим резко выпрямился во весь рост. Остиан облегченно всхлипнул и тотчас встретился взглядом с горящими глазами примарха. «Да, Остиан!» многозначительно произнес Фулгрим. «Всю последнюю неделю гордость императора находилась на орбите Иствана 5, унылого и грязного мира, не представляющего никакого интереса. Но этому миру предстоит войти в историю колыбелью славных легенд». Фулгрим стал обходить статую, а Остиан, пытаясь отдышаться, прислонился к прохладному мрамору. «Именно на этой пыльной и непримечательной планете воитель уничтожит мощь самых верных императору легионов, а потом начнет поход на Терру», продолжал Фулгрим. «Видишь ли, Остиан, Хорус будет настоящим повелителем человечества. Именно он вел нас к победам, именно он покорил десять тысяч миров, и он поведет нас к десяти тысячам новых завоеваний. Вместе с ним мы сбросим иго фальшивого императора». От грандиозных предсказаний Фулгрима у Остиана в голове смешались все мысли. Каждое слово примарха дышало изменой, и Остиан внезапно с ужасом осознал, что ему предстоит дорого заплатить за свое уединение. Он отгородился от внешних событий лишь потому, что они его не интересовали, а теперь отчаянно хотел иметь достаточно времени, чтобы... «Твоя работа несовершенна, Остиан!» — послышался голос Фулгрима из-за статуи. Остиан еще пытался подобрать подходящий ответ, но тут раздался скрежет металла по камню, и кончик оружия примарха, изготовленного чужаками, пробив мрамор, вонзился ему в спину между лопаток. Мерцающее серое лезвие вышло из груди. Остиан хотел закричать от боли, но рот заполнился кровью. Примарх без усилий продвигал клинок все дальше, пока золотой эфес низвякнул о мрамор. Кровь густым потоком хлынула изо рта, глаза потускнели. Жизнь вытекала из тела Остиана, словно вырванная когтями ненасытного хищника. Он из последних сил поднял голову и снова увидел стоящего перед ним примарха. Фулгрим посмотрел на него со смесью жалости и удовлетворения и показал на запятнанную кровью статую, которой был пришпилен скульптор. «Вот теперь она совершенно!» промолвил он. Галерея героев на Андронии сильно изменилась с тех пор, как Люций был здесь в последний раз. Раньше прекрасные статуи стояли по обе стороны от прохода и, глядя сверху вниз, словно оценивали проходящих мимо воинов. Теперь те же самые скульптуры были грубо обработаны молотками и резцами и напоминали странных круглоголовых монстров в украшенных драгоценными камнями доспехах, святыми костяными рогами. На стенах появились яркие картины и все вместе создавало впечатление пестрого карнавального парада. Эйдолан шел впереди и Люций, шагая следом, почти физически ощущал неприязнь своего командира. Убийство капеллана Чармосиана до сих пор расстраивало Эйдолана, и он назвал Люция дважды предателем, но это было очень давно, еще когда глупцы на Истване-3 сопротивлялись неизбежности. Люций на блюдечке преподнес лорду командиру возможность одержать великую победу, но Эйдолан по своей глупости упустил шанс завоевать славу. После того, как Люций убил своих воинов, восточное крыло дворца осталось без охраны, и Эйдолану надо было всего лишь зайти с фланга, смять смехотворную оборону защитников и утопить их в реках крови и огня. Но лорд-командир проявил ужасную недальновидность и оставил свои фланги без защиты, чем и воспользовался Саул Тарвиц, мгновенно организовав контратаку. Воспоминания о последней стычке с Тарвицем в том самом зале, где он убил Соломона Деметра, до сих пор вызывали у Люция приступы злобы. Как раньше Локен, Тарвиц не пожелал сражаться честно, и Люций ушел живым только благодаря счастливому случаю. Хотя все это теперь не имело значения. После того, как он вернулся в Легион, воитель отозвал свои силы с поверхности Иствана-3 и начал такую массированную бомбардировку, что там не осталось ни одного уцелевшего здания. Дворец регента превратился в груды щебня, и даже могучие стены храмового комплекса сравнялись с землей. На Истване-3 не осталось ничего живого, и Люций, предвкушая открывающееся перед ним будущее, трепетал от восхищения. Он даже остановился, упиваясь сиянием предстоящей славы и новыми ощущениями, ожидавшими тех, кто перешел на сторону примарха. Статуя, возле которой он остановился, оказалась изображением лорда-командира Толиоза, героя мандриванской кампании, которого, как вспомнил Люций, весьма почитал Саул Тарвиц. Он хихикнул, представив себе, что сказал бы Тарвиц при виде резных рогов и обнаженных грудей, добавленных к статуе руками изобретательных, но вряд ли очень искусных скульпторов. «Апотекарий Фабий нас ждет!» с явным нетерпением окликнул его Эйдолон. Люций с усмешкой развернулся и неторопливо догнал лорда-командира. «Я знаю, но он может подождать еще немного. Я восхищался происшедшими с кораблем переменами». «Если бы это зависело от меня, я оставил бы тебя умирать внизу», хмуро заметил Эйдолон. «Что ж, значит, я должен быть благодарен судьбе, что это зависело не от тебя», насмешливо ответил Люций. «Хотя после бегства Саула я удивлен, что ты еще остаешься лордом-командиром». «Тарвиц!» зарычал Эйдолон. «Он стал для меня занозой с того самого дня, как был произведен в капитаны». «Он больше не будет тебе докучать, лорд-командир», сказал Люций, вспоминая вид Иствана Трис-орбиты, светящиеся тучи в атмосфере и грибовидные желтые облака атомных и термических взрывов». «Ты видел, как он умер?» спросил Эйдолон. Люций покачал головой. «Нет, но я видел, что осталось от дворца. После такого никто не мог бы выжить. Тарвиц мертв, как мертв Локен и этот нахальный мерзавец Таргадон». При упоминании о гибели Таргадона Эйдолон наконец-то позволил себе улыбнуться и неохотно кивнул. «Вот это действительно хорошие новости, а как остальные Соломон Деметр, древний Релонор». Люций со смехом вспомнил смерть Соломона Деметра. «Деметр погиб, в этом я совершенно уверен». «Как ты можешь знать наверняка?» «Потому что я сам его убил», сказал Люций. «Он очень удачно наткнулся на меня в тот момент, когда я убивал воинов, назначенных для обороны развалин восточного крыла дворца. А когда я крикнул, что на меня напали, он мгновенно ко мне присоединился». Эйдолон все понял и ухмыльнулся. «Значит, Деметр убивал своих людей?» «Точно», кивнул Люций, «и с большим усердием». Эйдолон разразился смехом, и Люций убедился, что гибель Соломона Деметра несколько улучшила отношение к нему лорда-командира. «А как древний Риланор?» спросил Эйдолон, продолжая путь по галерее героев ко входу в главный апотекарион. «О нем я не могу сказать ничего определенного», сказал Люций. «После бомбардировки он ушел куда-то вниз, под дворец регента, и больше я его не видел». «Старейшина Риланор не из тех, кто бежит с поля боя», заметил Эйдолон, огибая угол и шагая по коридору с пергаментами на стенах, ведущему к корабельному апотекариону. «Верно», согласился Люций, «хотя Тарвиц говорил, что он охраняет какой-то объект». «Какой еще объект?» «Он не сказал, ходили слухи, что он обнаружил подземный ангар, но если бы он там был, почему им не воспользовался Праал, когда пришли наши легионы?» «Справедливо», кивнул Эйдолон, «Этот какой бы ни была находка Релонора, теперь это уже несущественно, поскольку все погребено под тоннами радиоактивного шлака». Люций кивнул и взмахом руки указал вниз, на лестницу. «А потекари Фабий, что именно он собирается со мной сделать?» «Неужели я слышу в твоем голосе страх, Люций?» спросил Эйдолон. «Нет», покачал головой Люций, «Я просто хочу знать, чего ожидать». «Совершенство», пообещал Эйдолон. В коридорах гордости императора больше никогда не бывало тихо. Наскоро установленные репродукторы постоянно транслировали какафонию из Лафиничи. После пробного прослушивания увертюры к Моровилье, Фулгрим распорядился, чтобы все его корабли были наполнены музыкой, и теперь в каждом помещении день и ночь раздавали странные переливы симфонии Бекки и Кински. Сирена Д'Анджело шла по ослепительно яркому коридору флагманского корабля Фулгрима, шатаясь из стороны в сторону, словно пьяная. Ее одежда вся была в пятнах крови и нечистот, остатки длинных волос слиплись в пряди, большая же часть была вырвана во время приступов бреда. После завершения портретов Люция и Фулгрима вдохновение покинуло ее, словно огонь, возносивший на недосягаемые высоты и швырявший в пропасть отчаяния, выжег все дотла. Она долгие дни не покидала своей студии, а все то время, что экспедиция провела в системе Истван, прошло в сплошном оцепенении и леденящем душу самоанализе. Сны и кошмары разворачивались в ее голове, словно плохо смонтированные отрывки. Ужас и деградация, о которых она даже и не подозревала, страшные сцены мучили ее своей яркостью и достоверностью. Картины убийств, насилия, надругательств и настолько отвратительные действия, что ни один человек не мог участвовать в них, не рискуя своим разумом, лихорадочными галлюцинациями, они проносились перед мысленным взглядом независимо от ее воли. От случая к случаю она вспоминала о необходимости есть и не узнавала одичавшую женщину с покрытым шрамами телом, встречавшую ее в зеркале каждое утро после пробуждения в разгромленной мастерской. Несколько недель в ее душе росло подозрение, что видения, преследующие ее по ночам, не были просто фантазиями. Это были воспоминания. С горькими слезами она вспомнила тот день, когда эти подозрения подтвердились самым ужасным образом, едва она открыла дурно пахнувшую бочку, стоявшую в углу студии. Вонь гниющей плоти и едкий запах химикатов ударили в лицо, а когда она увидела тягучие, почти полностью разложившиеся останки шести трупов, выпавшая из рук крышка покатилась по полу. Бочка была заполнена разбитыми черепами, распиленными костями и густой жижей разложившейся плоти. От увиденного сирену несколько минут безостановочно рвало. Она с трудом отползла от бочки и горько зарыдала. Омерзение, вызванное совершенными ею поступками, грозило разрушить ее и без того надломленный разум. Мысли метались на грани безумия, пока из пучины сознания не всплыло имя, за которое она уцепилась словно за якорь. Остиан, Остиан, Остиан! Держась за это имя, как утопающая за соломинку, она поднялась на ноги, кое-как умылась и побрела к студии Остиана, все еще в слезах и в крови. Он пытался ей помочь, но она отвергла предложенную поддержку, зато теперь, проклиная себя за запоздавшее прозрение, поняла, что его намерениями двигала любовь. Остиан мог ее спасти, добираясь до его мастерской, она молилась, чтобы Остиан не отвернулся от нее сейчас. Ролета на дверях была приоткрыта, и Сирена застучала ладонью по рифленому металлу. «Остиан!» закричала она. «Это я, Сирена! Пожалуйста, разреши мне войти!» Остиан не отвечал, и Сирена до крови разбила руки о металл, всхлипывала, выкрикивала его имя и умоляла о прощении. Не дождавшись ответа, она в отчаянии нагнулась и проползла под ролетой. Знакомый страшный запах заставил ее замереть, пока измученные глаза не рассмотрели зловещую картину. «О, нет!» в ужасе прошептала Сирена при виде тела Остиана, наколотого на блестящий меч, торчащий из великолепной статуи. Подбежав ближе, она упала перед ним на колени. «Прости меня!» закричала Сирена. «Я не ведала, что творю! Пожалуйста, Остиан, прости меня!» Последние остатки разума Сирены не выдержали и сдались перед новым жестоким испытанием. Вскочив на ноги, она положила руки на плечи Остиана. «Ты любил меня!» прошептала она, «а я этого не замечала!» Сирена закрыла глаза и обняла тело Остиана, чувствуя в груди острый кончик меча. «Но я тоже любила тебя!» произнесла она и со всех сил прижалась к нему. Глава двадцать вторая Мир смерти Ловушка расставлена Моровилья По представлениям местных создателей мифов Истван 5 был местом ссылки. В легендах говорилось, будто в давно забытые времена сам отец Истван вызвал к жизни этот мир своим пением, доступным слуху и толкованию только дев битвы. Согласно мифам, отец Истван был плодовитым божеством. Он распространил свое семя среди звезд, и безымянные матери принесли ему множество детей, которые и составили первое поколение населения этого мира. Такое аллегорическое представление относилось ко дню и ночи, земле, морям и другим бесчисленным составляющим мира, в котором жили истванцы. Огромные фрески величественных залов храма искушения рассказывали эти легенды во всех деталях. Здесь были картины любви, предательства, кровавых битв, но все это безвозвратно пропало, и мифы были обречены на забвение после бомбардировки воителя. Такой конец вполне согласовывался с легендами истванцев. В них говорилось, что некоторые из детей отца иствана отвергли свет и повели свои армии против своего великодушного повелителя. Разразилась ужасная война. Утраченные дети, как их стали называть впоследствии, в решающем сражении были разгромлены, а их армии истреблены. Вместо того, чтобы казнить неблагодарных детей, отец истван сослал их на Истван 5, унылую планету черных пустынь и пепельных барханов. В этом кошмарном мире тьмы утраченным детям было велено размышлять об их изгнании из рая, и горечь поражения исказила их красивые черты до того, что ни один человек не мог взглянуть на них без отвращения. Чудовищ оставили жить в исполинских крепостях из черного камня, где они лелеяли мечты о мести своим врагам. Таковы были легенды, поведанные девами битвы, предупреждавшими свой народ не сбиваться с верного пути, чтобы утраченные дети не вернулись и не осуществили долгожданную месть. Были ли эти мифы аллегорическими иносказаниями или повествовали о подлинных исторических фактах, не имело значения, поскольку утраченные дети действительно вернулись в облике легионов воителя. На пепельном небе Иствана-5 клубились грозовые тучи, собираясь над южным сектором укреплений, где должна была состояться первая битва за империум. На Юлия Каесарона, несмотря на все легенды, это место не производило особого впечатления. В воздухе еще ощущались запахи выбросов давно исчезнувшей промышленности, а земля под ногами напоминала пыльный черный порох, сыпучий и гранулированный как песок, но тяжелый и хрустящий словно стекло. Впервые ступив на просторы черной пустыни, Юлий почувствовал ветер, хлиставший по темным дюнам, будивший тоскливое эхо в башнях и бастионах полуразрушенных укреплений на вершине пологого холма над северной оконечностью обширной пустоши. Эта местность, известная под названием Ургольская впадина, была самой большой пустыней на планете. Ничем не примечательное плато с голыми скалами и чахлым кустарником плавно поднималось к невысоким горам, на которых и была построена крепость. Кто возвел это сооружение, было неизвестно, хотя механикумы утверждали, что оно принадлежит цивилизации, предшествовавшей человечеству миллионы лет назад. Стены крепости были сложены из громадных блоков стекловидного камня, настолько хорошо подогнанных, что между ними не было видно никакого связующего раствора. Создатели крепости давным-давно были мертвы, но их архитектурное наследие осталось навеки, хотя за миллионы лет обрушились некоторые участки стены. Крепость могла служить идеальным фундаментом для организации обороны. Стена тянулась приблизительно на 20 километров, и в некоторых местах ее высота достигала 30 метров, но все основание, так же, как и проходы под башнями и бойницами, было засыпано сыпучим песком. Фунгрим разместил свою команду внутри крепости и приступил к работе, твердо намереваясь создать бастион, достойный воителя. В сопровождении Юлия и Мария примарх детей императора лично обходил крепость, наблюдая за ведущимися работами. Многочисленные отряды механикумов при помощи землеройных машин уже разгребали песок у основания стен и использовали его для сооружения обширной сети укреплений, окопов, бункеров и редутов, тянувшихся по всему горному склону перед крепостью. Под защитой стен расположился парк противовоздушных орудий, а в углах спрятались орбитальные торпедные установки, поставленные на мобильные платформы. Если легионы императора захотят их уничтожить, им придется для этого высадиться на поверхность планеты. Примарх детей императора был, как обычно, в боевых доспехах, сверкавший пурпуром, безупречно отполированного керамита, но Юлий, благодаря недавно усиленному зрению, не мог не заметить некоторые изменения, присутствующие почти в каждой пластине брони. Ремесленники легиона добавили к его броне несколько новых слоев, и силуэт слегка изменился. Имперский орел исчез с нагрудника и был заменен полосами лакированного керамита, украшенными искусной чеканкой. Каждую пластину окаймляли полоски серебра и золота, а на свободных плоскостях появились цены, свидетельствующие о новой принадлежности легиона. И хотя все это создавало впечатление сугубо церемониального комплекта, подобное предположение было далеко от истины. «Прекрасный вид, не правда ли, друзья?» спросил Фулгрим, наблюдая, как гигантский экскаватор поднимает тонны песка и обломков и сцепает их в кузов гигантского транспортника. «Великолепный!» без всякого энтузиазма ответил Юлий. «Я уверен, воитель будет доволен». «Наверняка!» кивнул Фулгрим, не замечая иронии в словах первого капитана. «И когда Хорус собирается почтить нас своим присутствием?» спросил Юлий. Фулгрим, услышав наконец его насмешливый тон, обернулся. Он улыбнулся и провел рукой по распущенным белым волосам, и при виде прекрасного примарха настроение Юлия немного улучшилось. Из уважения к воителю Фулгрим отказался от пудры и грима на лице и теперь снова стал прежним, великолепным воином, совершенным во всех отношениях. «Воитель скоро присоединится к нам, Юлий», сказал Фулгрим, «но также скоро прибудут сюда и легион императора. Я знаю, эта работа кажется тебе скучной, но она необходима, если мы собираемся одержать великую победу, на которую рассчитывает Хорус». Юлий пожал плечами. Его обостренные чувства требовали сильной стимуляции. Это унизительно. «Воитель не мог придумать большего наказания для нас, чем лишить возможности сражаться на Истване Три и заслать на эту унылую скалу, чтобы мы превратились в грязных землекопов». «Что ж, у каждого своя роль», вмешался, как всегда, льстивый Марий. Однако Юлий ясно видел, что и Марию не слишком нравится это задание, и он недоволен, что упустил шанс добиться славы, изгоняя из легиона недостойных. Битва на Истване увенчалась успехом, и Эйдолон уже прислал известие о безупречных действиях легиона, так же, как и о гибели Соломона Деметра. В отличие от гибели Ликаона в сражении с Диаспорексом, сейчас Юлий не понял, что же он почувствовал в связи со смертью своего бывшего боевого брата. Его ощущения настолько изменились, что лишь самые шокирующие события могли вызвать в душе всплеск интереса. Он не чувствовал печали, а лишь легкое сожаление, что такой славный воин, как Соломон, проявив несовершенство, заслужил свою участь. «Ты прав, Марий», согласился Фулгрим. «Наша работа имеет огромное значение, Юлий. Вот почему воитель выбрал именно нас. Только дети императора со свойственным им совершенством способны выполнить эту часть плана воителя так, как предписано. Это задание для механикумов и, возможно, для унылых железных воинов из легиона Пертураба. Для детей императора такое задание оскорбительно», не унимался Юлий. «Мы наказаны за свою неудачу». Фулгрим хоть и был разочарован отстранением от боевых действий на Истване Три, последовавшим за неудачной попыткой привлечь на сторону воителя Ферруса Мануса, с головой окунулся в работу по подготовке к триумфальному прибытию Хоруса. Легионы императора собирали силы, и вскоре на этом пустынном плато разразится война, которая определит дальнейшую судьбу империума. «Может, и наказаны», проворчал Фулгрим, «но воля воителя должна быть исполнена». После бойнина Истване Три легионы Хоруса перебазировались к Иствану Пять. Флотилия состояла из множества боевых кораблей и транспортов, несущих лучшие силы четырех легионов, полностью состоящие из людей, верных только воителю. Большие транспортные суда лорда командующего армией Файля несли на себе миллионы вооруженных людей, танки и артиллерийские орудия. Объемистые перевозчики механикумов доставили к Иствану Пять Легио Мортис, темных жрецов, управлявших Диесыра и его младшими братьями, готовых снова обрушить боевую мощь колоссальных машин на любого противника. Финальная победа на Истване Три досталась ценой многих жизней, но в ходе сражений легионы прошли испытания и выполнили приказ. Борьба оказалась долгой и кровопролитной, однако армия воителя доказала свою готовность сражаться с бывшими братьями, если приспешники императора решат напасть на недавних союзников. В таком случае они найдут здесь свою гибель, пообещал Хорус. В атмосфере Ла-Финичия остро чувствовалось возбуждение. Тысячи людей, заполнившие ряды и ложи, поражались экстравагантности представленных образцов скульптуры и живописи. С поверхности Иствана 5 на борт гордости императора вернулись почти три сотни астартес, а между ними, занимая любое свободное место, теснились около шестисот летописцев и члены корабельного экипажа. Театр гудел от взволнованных голосов. На сегодняшний вечер была назначена долгожданная премьера Моровильи, Беки и Кински. Зал искрился разноцветьем красок, повсюду блистала позолота, пилястры делили стены на огромные панели, украшенные разнообразными картинами и фресками, явно перегруженными мелкими деталями. В своем новом убранстве театр Ла-Фи-Ничи не имел соперников даже среди огромных, изысканных залов в ульях терры, и на его украшение не пожалели ни сил, ни средств. Передние ряды партера расходились от сцены широкими концентрическими полукружиями, а мозаичный пол в проходах был невидим. Люди были готовы стоя выслушать грандиозный спектакль. В полукруглых нишах стен партера стояли бюсты прославленных деятелей культуры терры, а также другие, более экзотичные статуи вольнодумцев-гедонистов. Среди этих статуй попадались и неузнаваемые бесполые фигуры с мощной мускулатурой, бычьими головами и усыпанными драгоценными камнями-рогами. Позади партера шесть мощных колонн из белого мрамора поддерживали белетаж, бортик которого украшала изысканная фреска. С нижнего края балкона свисали бронзовые клетки с певчими птицами, и их разноголосое щебетание вплеталось в звуки настраиваемых музыкальных инструментов и разговоров. Из висящих повсюду курильниц струились клубы сладковатого дыма, а воздух был перенасыщен влагой. Нетерпеливое ожидание стало еще ощутимее, когда в полукруглой оркестровой яме музыканты начали настраивать свои инструменты. Каждый из инструментов представлял собой монструозное сооружение из труб, мехов и потрескивающих электрогенераторов, подключенных к высоким стойкам мощных усилителей, изготовленных специально для этого представления и сконструированных для воссоздания магической музыки Лаэрского храма. Цветные прожекторы и с изощренным умыслом расставленные линзы наполняли Лаффиничия яркими радугами и лучи миллионов разных оттенков достигали каждого уголка зала. Над созданием занавеса неустанно трудилась целая армия швей и рамповые софиты освещали ярко-красный бархат и вышитые на нем сцены из различных легенд с обнаженными танцорами, животными и боями. Над сценой на огромном фронтоне было освещено единственное пятно, где висел портрет примарха детей императора, последняя работа Сирены Д'Анджело. При виде полотна люди теряли дар речи и способность логически мыслить. Еще одну из работ Сирены можно было увидеть на сводчатом потолке зала. Колоссальная многоцветная фреска изображала змей и мифических существ, резвящихся с ногами людьми и всевозможными животными. Массивные фигуры Астартес даже без боевых доспехов занимали почти все пространство огромного театра. Те, кто оказывался за спинами этих воинов, вынуждены были переминаться с ноги на ногу, чтобы хоть как-то увидеть сцену. Капитаны легиона расположились со всеми удобствами в ложах, расположенных в два яруса над просцениумом, оттуда было все отлично видно. Центральная ложа уже была известна как гнездо фениксийца. Внутри она была отделана золотом и серебром и задрапирована желтым атласом с кружевом. Над фронтоном ложи мерцал полог из золотистого шелка. Движение в гнезде фениксийца привлекло внимание собравшейся публики, и вскоре все взгляды обратились настоящего вложа величественного воина. Фулгрим поднял руку и погрузился в океан обожания, выражаемый воинами легиона в громогласных аплодисментах, от которых содрогнулись стропила. Примарх пришел в сопровождении своих старших офицеров, и как только он сел, свет в зале стал меркнуть. Яркое пятно осталось только на сцене, а когда огромный бархатный занавес раздвинулся, появилась Беккия Кински. Юлий с едва сдерживаемым волнением смотрел, как композитор с голубыми волосами пересекает сцену и спускается в оркестровую яму, чтобы занять место за дирижерским пультом. На Беккия Кински было скандально прозрачное пурпурно-золотое платье из невесомой ткани, украшенное сверкающими словно звезды драгоценными камнями. Вырез платья опускался ниже талии, открывая соблазнительное полукружие груди и гладкую кожу живота. «Великолепно!» крикнул Фулгрим и присоединил свои неистовые аплодисменты к приветственным овациям зала, а Юлий с изумлением заметил на глазах примарха слезы. Юлий кивнул. У него не было никакого понятия о женской привлекательности и тем более сексуального опыта, обычного для смертных мужчин, чтобы он мог сравнивать, но от просвечивающей фигуры ее откровенной женственности у него захватило дух. Раньше такой всплеск эмоций Юлий ощущал лишь при взгляде на примарха от некоторых музыкальных произведений или перед боем, но ощущать нечто подобное при виде смертной женщины ему было вновь. Зал окутала абсолютная тишина. В ожидании чуда почти десять тысяч человек одновременно перестали дышать, и напряжение достигло своего апогея. Бекия подняла мне мажезл дирижера, постучала им по пепитру с партитурой, и, наконец, раздались первые такты овертюры к моровилье. Начальные ноты ревом вырвались из новых инструментов и разнеслись по всему залу Ла-Финиче, предвещая удивительную инструментовку, романтическую красоту и развитие темы. По мере того, как музыка то возвышалась, то спадала, Юлий отдался во власть новых звуков и ощутил неизведанные до сих пор эмоции. Чувства, рожденные в неведомых глубинах его души, уносили его к пределам восторга, а сокрушительные ударные и неистовые пронзительные голоса духовых инструментов переполняли зал. Ему хотелось смеяться, потом плакать, потом в нем поднялась волна гнева, но она быстро отхлынула и душу охватила непреодолимая меланхолия. Через мгновение музыка смыла и меланхолию, и бурный восторг заявил о себе с немыслимой силой и откровением, как будто все испытанные до сих пор ощущения были лишь прелюдией к разворачивающемуся грандиозному замыслу. Бек Якинский священно действовала за своим дирижерским пультом, жезл рассекал и прокалывал воздух, волосы метались языками голубого пламени. Юлий с трудом оторвал взгляд от этого великолепного зрелища и повернулся к публике, чтобы увидеть общую реакцию на эту потрясающую и захватывающую музыку. Он увидел лица, застывшие в невероятном восторге перед мощью и величием диссонирующих звуков, проникающих в каждую клетку, пробуждающих новые чувства в душе. Но, как оказалось, не все зрители в зале наслаждались чудом, которое им посчастливилось наблюдать, и Юлий заметил, что во время очередного нарастания звука кое-кто зажимает уши, как от сильной боли. Он увидел в зале хрупкую фигуру Эвандера Тобиаса и с гневом проследил, как неблагодарный негодяй вместе со своими дружками-писаками пробирается сквозь толпу к выходу. Внезапно завязалась драка. Зрители напали на мятежного архивариуса и его приятелей, быстро опрокинули отщепенцев на пол и начали топтать. Затем нападавшие вновь обратили свое внимание на сцену. Юлий ощутил небывалый прилив гордости, когда чей-то тяжелый сапог напоследок раздавил череп Тобиаса. Никто не обратил внимания на проявление внезапно вспыхнувшей агрессии, словно это было самым обычным делом, но Юлий видел, что жажда крови распространяется по залу подобно вирусу или ударной волне после детонации. Музыка ураганом кружилась по залу, нарастала, звала за собой, пока не достигла апогея в неистовом крещенда, и тогда занавес поднялся, вызвав новый вихрь эмоций. Громкость музыки продолжала нарастать, увертюра вела непередаваемо прекрасную мелодию, а открывавшаяся на сцене картина была словно удар в солнечное сплетение и вызвала у Юлия какие-то животные ощущения. Он вскочил на ноги. Интерьер Лаэрского храма был воспроизведен до мельчайших деталей. Скульпторы и художники, посещавшие величественное и загадочное сооружение, сумели в точности передать его меняющиеся краски и пропорции. В театре вспыхнули яркие огни. И Юлий на мгновение потерял ориентацию, а оркестр продолжал играть, переходя к более мрачному отрывку с угрожающими обертонами, вызывая болезненное ощущение надвигающейся трагедии. Волны звуков, сплетаясь в мелодию, реяли над залом и погружали слушателей в океаны ощущений, знакомые Юлию по его первому посещению храма вместе с с фулгримом. Могущественная мелодия захлестнула публику, и эффект проявился мгновенно. По залу прокатился трепет наслаждения. Ослепительные огни метались в воздухе, а когда музыка достигла новых высот, на сцене появилось еще одно яркое пятно. Появилась хрупкая фигура Каролина Синик, Примадонны Моровильи. Юлию еще не приходилось слышать пение Каролин, и виртуозность ее мощного исполнения застигла его врасплох. Ее голос звучал в безупречной дисгармонии с музыкой Беккикински и поднимался до такой высоты, какая оказалась не под силу ни одному человеку. И все же Каролин брала эти высокие ноты, а энергетика ее сопрано выходила за пределы пяти чувств, и, как казалось Юлию, стимулировала абсолютно все чувства. Симфония увлекла Юлия в какой-то наркотический транс, и он, безудержно смеясь, перегнулся через барьер ложи и от непереносимого обострения чувств прижал руки к голове. На сцене Каролина Синик присоединился хор, но Юлий едва ли обратил внимание на его появление. Объединенные голоса хористов помогли сопрано взметнуться до невероятной октавы, и звук достиг спинного мозга, оживил сенсорные центры, о существовании которых Астартес и не подозревал. Юлий с трудом заставил себя отвернуться от сцены, настолько он был испуган и очарован тем, что видел и слышал. Какое существо в состоянии слушать музыку столь непреодолимой мощи и сохранить при этом рассудок? Человеческое ухо недостойно воспринимать этот родовой крик прекрасного и ужасного Бога, заявлявшего о своем существовании. Эйдолан и Марий, так же, как и он сам, были захвачены спектаклем и в выступленном восторге буквально приросли к стульям. Рты обоих воинов были открыты, словно они собирались присоединить свои голоса к пению Каролин Осенник, но в глазах метался панический страх. Рты растягивались в безмолвных криках все шире, как у змей, собирающихся проглотить добычу. Глотки явно испускали ужасные, но неслышные крики. Юлий перевел взгляд на Фулгрима. Примарх обеими руками сжимал барьер гнезда фениксийца и сильно наклонился вперед, словно преодолевал сопротивление мощной бури. Распущенные волосы упали на лицо, а темные глаза сквозь пряди горели фиолетовым пламенем. «Что происходит?» крикнул Юлий, и его голос, взлетев, стал частью музыки. Фулгрим обратил на него взгляд темных глаз, и в глубине, под действием неведомой силы закружились галактики и звезды. «Это прекрасно!» ответил Фулгрим. Его голос едва ли был громче шепота, но Юлию показался оглушительным, и он упал на колени у края ложи. Хорус рассказывал об истинной мощи, но я даже не представлял. Юлий в изумлении осмотрелся и понял, что он может видеть, как сопрано врывается в зал и скользит между слушателями словно живое существо. Крики и виск публики прорывались через пелену музыки, оплетавшей его мозг, и он видел, какие ужасы творятся в зале. Люди бросались друг на друга, пуская в ход кулаки и зубы. Некоторые из зрителей кидались в объятия соседей, отдавшись похоти, и вскоре весь зал был похож на раненого зверя, содрогавшегося в вагонии смерти и страсти. Порывом чувств поддались не только простые смертные, а стартес тоже были захвачены неудержимой силой моровирьи. От чрезмерного перенапряжения чувств воины давали выход эмоциям единственно доступным им способом. От сцены вглубь зала распространялась волна насилия, кровь уже лилась рекой, она дала финичия, продолжала греметь музыка. Юлий услышал резкий треск, словно рвался на клочки полотняный парус. Обернувшись, он увидел, что холст огромного портрета фулгрима скручивается и натягивается, как будто нарисованное существо стремится вырваться за пределы рамы. В глазах портрета пылали огни и долгий пронзительный вопль, пролетевший по невероятно длинному туннелю, вонзился в мозг Юлия, наполняя его чудовищной жаждой жестоких наслаждений. Яркие огни заполнили зал. Они всплывали из оркестра, тягучее пламя поднималось от странных инструментов, обретало физическую форму и превращалось в жидких змей, переливавшихся мириадами цветов. Следом за ними распространялись безумие и дикая горячность, а те, кого касались эти змеи, бросались в водоворот самых низких наслаждений, диктуемых возбужденной психикой. Оркестранты играли так, словно руки им не принадлежали, их лица превратились в искаженные ужасом маски, а пальцы продолжали неистовую пляску над клапанами. Музыка одержала их мертвой хваткой и не позволяла своим создателям проявить хоть малейшую слабость. В голосе Каролина Синик Юлий услышал отзвуки агонии. Он осмелился поднять взгляд к сцене, где Примадонна исполняла разнузданный дикий танец, а хористы сопровождали его пронзительными воплями. Конечности певицы метались и извивались в совершенно несвойственной человеку манере, и Юлий отчетливо различил треск костей, вплетавшийся в бесчисленное множество мелодий заполнявших театр. Он видел, что женщина уже мертва, в глазах нет никаких признаков жизни, все кости превратились в песок, но голос все так же рвался из ее груди. Все живое в Ла-Фи-Ниче уже было заражено вихрем огней и звуков, и безумие достигло апогея. Юлий видел, как Астартес убивали смертных ударами кулаков, как пили их кровь и пожирали плоть, а потом сдирали кожу с переломанных костей и набрасывали себе на плечи, словно шаль. На скользком от крови полу продолжались буйные оргии смертных, ставших сосудами для темной энергии, вливавшейся в мир, и любое непотребство принималось с радостью. В центре этого безумия Бек-Якинский с приклеенной к лицу бессмысленной улыбкой управляла хаосом. По ее горящим глазам, в восторженном обожании и обращенном к фулгриму, Юлий понял, что это было величайшее из ее произведений. А потом, без всякого предупреждения, Крещенде прорезал пронзительный виск, и на глазах у Юлия исковерканное тело Каролин Осеник взлетело в воздух, широко раскинув руки. Неведомая сила подхватила разбитую плоти кости певицы и превратила ее в какое-то новое и устрашающее существо. Изувеченные конечности выпрямились и вновь стали гибкими и изящными, а кожа приобрела бледно-лиловый оттенок. Вместо бывшего на Каролин мерцающего платья из голубого шелка появились полоски блестящей черной кожи, очертившие округлости мягкого тела, сформированного из ее трупа. Жуткий чавкающий звук вылетел из горла Примадонны и та сила, что удерживала ее над сценой исчезла. Существо, в которое превратилась Каролина Синик, с мягкой грацией приземлилось в центре сцены. Юлий еще никогда не видел такого прекрасного и одновременно отталкивающего создания. Вид полуобнаженной женщины будил и отвращение, и непреодолимую тягу, от которой сводила внутренности. Волосы тонкими иглами встали вокруг овального лица с зелеными глазами-блюдцами и клыкастым ртом с чувственными губами. Гибкое тело имело совершенные формы, но только одну грудь, а кожа почти скрывалась под татуировками и пирсингом. Обе руки превратились в длинные лапы с клешнями, как у краба, блестели красным хитином и влажной плотью. Несмотря на угрожающе острые клешни, существо казалось настолько соблазнительным, что Юлий ощутил возбуждение, какого не испытывал с тех пор, как стал Астартес. Возникшее создание двигалось с плавной кошачьей грацией, каждый жест был полон сексуальности и сулил запретное наслаждение, неведомое простым смертным. Юлию до боли захотелось их испытать. Дьяволица обратила на хористов всезнающие глаза и, запрокинув голову, исполнила соблазнительную песнь, от которой захватывало дух, так что Юлий едва удержался, чтобы не выпрыгнуть из ложи и не броситься к певице. Песень искушения не успела затихнуть, как ее подхватил обезумевший оркестр и стал играть все громче и громче. Юлий увидел, что хористы начали извиваться, как перед этим извивалась Каролина Синик. Раздался хруст костей и пятеро из них трансформировались в такие же соблазнительно отталкивающие создания. Остальные певцы замертво попадали на сцену опустошенными оболочками. Их лишенные жизни тела послужили топливом для превращения их товарищей. Новые монстры с пронзительным визгом размахивая клешнями спрыгнули со сцены. Движения всех шестерых дышали грацией и силой и каждый ловкий взмах их смертельно острых когтей вскрывал артерии и отсекал конечности. Первой погибла Бекия Кински. Чудовищный коготь вонзился ей в спину и вышел из груди сопровождаемый фонтаном крови. Даже умирая Бекия не переставала улыбаться наслаждаясь своим триумфом. Остальные оркестранты были разорваны в клочья прошедшими сквозь их ряды чудовищами с такой скоростью и ловкостью какой Юлий мог только подивиться. Скоро все оркестранты погибли от прикосновений лап прекрасных монстров изгнавших жизнь из дрожащей плоти и музыка моровирьи стихла. Отсутствие музыки внезапно и болью отозвалось в костях и Юлий закричал ощутив бездонную пустоту. В зале Ла Фениче несмотря на умолкнувшие инструменты стоял оглушительный шум. Убийство и совокупление продолжались с прежним размахом но по мере затихания музыки крики восторга стали превращаться в жалобные вопли зато безумие возобновилось с новой силой. Юлий услышал горестный крик Мария и обернувшись увидел, что его боевой брат выпрыгнул из гнезда фениксийца. Фулгрим следил за ним, трепеща от нахлынувших эмоций и наслаждения, а Юлий неуверенно поднялся на ноги. Он увидел, как Марий приземлился в кровавый хаос оркестровой ямы и подобрал один из странных инструментов бег Якинский. Марий поднял длинное, напоминавшее трубу устройство и повесил его на сгиб руки, словно болтер. Пробежав пальцами по всей длине рукоятки, он добился чудовищной вибрации, похожей на рев цепного меча. Пока Юлий следил за тщетными попытками Мария воскресить музыку, еще несколько детей императора бросились в яму, и каждый хватал одно из оркестровых приспособлений и пытался оживить магию симфонии. У Юлия перехватило дыхание, и он крепче сжал ладонями перила, боясь, что ноги вот-вот откажутся его держать. «Я... что?» только и смог он произнести, когда Фулгрим поднялся и встал рядом. «Великолепно, не правда ли?» спросил Фулгрим. Его кожа светилась обновленной энергией, а глаза сияли. «Госпожа Кински была подобна огненной комете. Никто не мог пройти мимо, чтобы не оглянуться на нее, и вот теперь ее не стало. Вряд ли мы еще увидим нечто подобное, и никто из нас не сможет ее забыть». Юлий попытался ответить, но за его спиной взорвался воем зал, и он обернулся. Сцена окуталась дымом и пылью разбитого мрамора. Марий стоял посреди оркестровой ямы, электрические разряды плясали на его теле, а он перебирал руками рычаги вопящего инструмента. Ошеломляющий взрыв акустической энергии своей мощью сорвал со стены один из балконов. Обломки мрамора и куски штукатурки полетели в воздух, но звук инструмента вызвал восторженные вопли у стоящих рядом с Мария Мастартес. Через несколько мгновений все они освоили свои инструменты и завывающие пронзительные звуки нового крещенда начали разрушать театр. Привлеченные их игрой дейволицы собрались вокруг Мария и их неестественные вопли добавились к безумной музыке. Марий повернул свой инструмент на толпу и выдал рокочущую басовую ноту, закончившуюся оглушительным взрывом. Грохочущие такты и восторженное забывание обрушились на смертных и жертв музыки беспомощно задергались, когда их кости и черепа начали раскалываться в щепки. «Мои дети императора!» воскликнул Фулгрим. «Какую чудесную музыку они играют!» По всему залу Лафинича слышались влажные всхлипы разрывающейся плоти и треск костей, а со сцены неслась музыка апокалипсиса в исполнении Мария и его друзей Астартес. Глава 23. Битва на Истване 5. В присутствии трех величественных фигур капитан Балхан неподвижно замер на мостике Феррума за своим пультом и даже старался сдерживать дыхание. Железный отец Дидерик застыл у тактического экрана и с таким же благоговением взирал на троих примархов, обсуждавших план уничтожения вражеских сил на Истване 5. В исторических трудах много говорилось о харизме древних легендарных героев, могучем Гекторе, отважном Александре и гордом Торквиле. Легенды утверждали, что непоколебимое могущество героев лишало людей дара речи, а потом свидетели описывали их при помощи красочных гипербол, создававших раздутую репутацию. Большую часть таких историй Балхан считал пафосными выдумками, но только до того момента, пока не увидел одновременно троих истинных примархов. Такое грандиозное собрание не поддавалось никакому описанию. У него не хватило бы слов передать благоговейный восторг, наполнивший душу при виде трех великолепных воинов, пришедших в рубку его корабля. Ферус Манус, одетый в мерцающие дымчатые доспехи, был на голову выше своих братьев, и в ожидании известий об остальных кораблях своего легиона метался по рубке, словно снежный лев с медузы, запертый в клетку. На ходу он ударял кулаком одной серебряной руки по ладони другой, и в каждом его движении Балхан ощущал жажду сразиться с мятежниками. Следующим, если считать по росту, был высокий и худощавый, но мускулистый примарх гвардии Ворона. Его доспехи тоже были черного цвета, но, казалось, они не отражают, а поглощают любой луч света, посмевший коснуться брони. Только наплечники окаймляла отделка из слоновой кости, а по обе стороны от бледного орлиного лица колыхался плюмаш из темных перьев. Глаза Корокса опасно блестили черными угольками, и поверх латных рукавиц были пристегнуты длинные, серебристо-блестящие когти. Примарх гвардии Ворона до сих пор не произнес ни слова, но Балхан слышал о нем как о молчаливом воине, державшем свое мнение при себе до наиболее подходящего момента. Третьим из примархов был Вулкан, командир легиона Саламандр. Его с Ферусом Манусом связывали узы дружбы, поскольку оба они увлекались не только военным делом, но и ремеслами. Кожа на лице вулкана потемнела, словно обуглилась, а в его темных глазах плескалась мудрость, ставившая в тупик величайших ученых империума. Его доспехи имели оттенок морской волны, но каждую пластину украшали языки пламени, составленные из бесчисленных кусочков кварца. Один наплечник его доспехов был украшен черепом огромного дракона, по слухам сотни лет назад убитого вулканом на пари с императором, а с другого не спадала накидка из твердой как железа чешуи, снятой с туши другого могучего дракона на Ноктюрне. На плече вулкана висело удивительной работы ружье, заряжающимся сверху магазином и перфорированным кожухом в виде оскаленной морды дракона. Балхан слышал об этом оружии сотни лет назад, созданном Феррусом Манусом для своего брата. Балхан даже видел, как примарх во второй раз преподнес ружье вулкану, и его переполнила гордость, когда смуглолицый воин с благодарностью принял легендарное оружие и поклялся воспользоваться им в грядущей битве. Для Балхана честь находиться рядом со столь могущественными воинами была ни с чем не сравнимой. Он твердо решил запомнить каждую деталь этой встречи, а потом записать в меру своих способностей, чтобы будущее капитана Феррума знали о выпавшей их кораблю чести. Балхан выжил из своего экипажа все соки, чтобы как можно скорее добраться до системы Истваан, но появившись на месте, они обнаружили флотилии гвардии Ворона и Саламандр. Скрытая разведка обнаружила позиции противника, и примархи уже наметили зоны приземления и основные направления ударов, однако без остальных легионов, спешивших подавить мятеж Хоруса, дальнейшие действия были невозможны. Быть так близко от логова врага и не иметь возможности выполнить волю императора всех заставило испытать горькое разочарование, но даже разъяренный Феррус Манус сознавал, что им не под силу одолеть армии воителя без поддержки. На Ферруме находилось десять тысяч морлоков, самых опасных и опытных воинов легиона, и Балхан знал, что против ярости терминаторов не устоит ни один враг. Железным рукам вместе с ветеранами предстояло начать атаку, и по мнению Балхаана, было справедливо предоставить эту честь лучшим воинам легиона. Морлоки во главе с Габриэлем Сантаром рвались сразиться с детьми императора, чтобы отомстить за предательское убийство своих товарищей в Анвиларии Железной Длани. Остальные силы 52-й экспедиции должны были следовать за Феррумом, но никто не знал, когда они появятся в системе Истуан, Держки, давало мятежникам возможность укрепить свои позиции. Легионы Коракса и Вулкана уже заняли позиции для начала атаки на Истуан-5, но Остропад Кистер до сих пор не получил никаких известий от братьев Ферруса-Мануса, примархов Несущих Слово, Повелителей Ночи, Железных Воинов и Альфа-Легиона. «Все части заняли исходные позиции», спросил Феррус-Манус, не сводя «Да, мой господин», кивнув, ответил Балхаан. «Вот остальных легионов еще нет известий». «Нет, мой господин», произнес Балхаан, проверяя связь с капеллой выживших Остропатов легиона. Этот обмен репликами без изменений повторялся каждые несколько минут, и нетерпение Ферруса-Мануса только возрастало. Воины рвались в бой с теми, кто запятнал честь своих братьев предательством, и ожидание было для них, подобно пытке. Люк капитанской рубки открылся, пропуская двоих морлоков в терминаторских доспехах, сопровождавших тощего человека с изможденным лицом, Остропата Кистера. Едва он ступил в рубку, как Феррус уже оказался с ним рядом и железной хваткой вцепился в костлявые плечи. «Какие известия от легионов!» потребовал он, почти вплотную приблизив свои сверкающие серебряные глаза к лицу Кистера. «Мой господин, я лично получил весть от ваших братьев-примархов!» произнес Кистер, извиваясь в руках своего повелителя. «И? Они на подходе! Мы можем начинать атаку!» «Феррус!» негромко, но веско произнес Коракс. «Ты сейчас сломаешь его пополам, и он уже ничего не скажет. Отпусти его!» Феррус судорожно выдохнул и отступил от Астропата. Вперед вышел вулкан. «Расскажи, что ты услышал!» «Легион несущих слова, легион Альфа, железные воины и повелители ночи в нескольких часах пути от нас, господин вулкан!» спокойно сказал Кистер. «Они выйдут из варпа неподалеку от пятой планеты!» «Есть!» закричал Феррус, вскинул сжатый кулак и повернулся к своим братьям-примархам. «Братья, нам выпала честь пролить первую кровь в этой битве! Начинаем масштабное планетарное наступление!» Энтузиазм Ферруса заразил всех, и Балхаан, сознавая, что они вот-вот обрушат на мятежников гнев императора, ощутил, что кровь быстрее побежала по жилам. Его примарх перестал метаться по рубке и начал отдавать команды. «Морлоки составят наш авангард», сказал Феррус. «Коракс, твой легион будет прикрывать правый фланг Ургальской долины, а потом сдвинется к центру. Вулкан, тебе достается правый фланг!» Примархи кивками одобрили его слова, и Балхан заметил, что даже обычно сдержанный Коракс не скрывает радости в предвкушении боя. «Остальные легионы выбросят планетарные десанты сразу после выхода из варпа. Они обеспечат безопасность с тыла и присоединятся к нашему наступлению», продолжал Феррус, сверкая глазами. Он пожал руки братьям и повернулся к экипажу Феррума. «Мятежники не ждали нашего прибытия, и на нашей стороне фактор внезапности. Пусть проклянет нас император, если мы не воспользуемся этим шансом!» Армия воителя в полной мере воспользовалась вынужденным ожиданием Ферруса Мануса и его союзников. За восемь дней, проведенных на Истване пять, пожиратели миров, гвардия смерти, сыны Хоруса и дети императора расположили свои отряды вдоль всех защитных сооружений Ургольской долины и были готовы встретить нападающих. За первой линией в крепости располагались отделения поддержки, а армейская артиллерия была готова обрушить огненный шторм на головы атакующих. Перед самой стеной стоял Титан Диес Ира, готовый сокрушить любых врагов воителя, и принц Стурнет лично поклялся искупить вину за предательство членов его команды, случившееся во время сражения на Истване-3. Почти тридцать тысяч Астартес закрепились на северном крае Ургольской долины, с оружием наготове, с твердой решимостью сделать то, что было необходимо. Небо оставалось закрыто пеленой сплошных свинцовых туч, и тишину нарушали только тихое завывание ветра, да изредка скрежет металла. Над черной пустыней царило торжественное напряжение исторического момента, словно вся планета осознавала, что это последнее мгновение тишины, перед кровавым побоищем. Первым аккордом послужило неяркое оранжевое свечение туч, постепенно залившее всю Ургольскую долину огненным сиянием. Затем долетел звук, низкий рев, постепенно превращающийся в пронзительный свист. Завыли сирены, и тучи рассекло отдельными огненными штрихами, упавшими на землю потоками пламени. Громогласные разрывы сотрясли скалистый край Ургольской долины, и вся линия обороны воителя подверглась массированной бомбардировке. Несколько долгих минут армия императора с орбиты обстреливала Ургов, на Истван-5 обрушился огненный шквал невообразимой мощности, словно предвещавший конец света. Наконец смертоносные снаряды иссякли, затихло эхо ужасного грохота и рассеялся едкий дым взрывов. Но дети императора не зря с присутствующим им совершенством работали над сооружением оборонительных комплексов. Силы воителя оказались надежно защищены. Хорус из своего наблюдательного пункта в крепости Чужаков с улыбкой смотрел, как небо снова потемнело и к поверхности планеты полетели тысячи и тысячи десантных капсул. Он обернулся к внушительному Ангрену и великолепному Фулгриму. «Попомните мои слова, братья! Приспешники императора найдут здесь свою погибель!» Вход в плотные слои атмосферы превращал десантную капсулу в раскаленную печь. Только керамитовая броня позволяла Астартес спускаться на поверхность планеты подобным образом, и Сантар знал, что молниеносная высадка должна застегнуть врасплох врагов, едва оправившихся от мощного обстрела с орбиты. Напротив Сантара сидел Ферус Манус, к его поясу был пристегнут незнакомый меч, а в серебряных глазах отражалось пламя, охватившее десантную капсулу при входе в атмосферу. Здесь же поместилось еще трое Морлоков. Этим выдающимся воинам легиона предстояло стать наконечником копья, нацеленного в сердце противника. Небеса над Ургольской долиной потемнели, стаи десантных кораблей опускались на поверхность. Объединенные силы трех легионов мчались в небе, пылая жаждой мести. Дрожь металла ощущалась Сантаром как дрожь нетерпения, страстного желания уничтожить мятежников. «Десять секунд до удара», предупредил по Воксу пилот-автомат. Сантар напряг мышцы и плотнее прижался к переборке десантной капсулы. Сервоузлы терминаторской брони загудели, готовясь погасить колоссальную силу столкновения с поверхностью. По бронированному корпусу капсулы загрохотали удары, свидетельствующие об артиллерийском обстреле. Казалось невероятным, что после орбитальной бомбардировки противники не только выжили, но и способны сопротивляться. Сильный толчок оповестил о включении реверсивных двигателей торможения. Потом чудовищный удар заставил до предела натянуться ремни, но Сантар был ветераном подобных десантов и хорошо знал, что делать после яростной встряски. Едва капсула коснулась поверхности, разрывные болты освободили крышку люка и обгоревшая панель откинулась наружу. Крепления ремней расстегнулись автоматически и Сантар устремился наружу, в мир из Тваан-5. Первое, что он увидел, столбы пламени от тысяч десантных капсул, закрывшие серое небо огненными разводами и дымом. Летящие со стороны крепости снаряды артиллерии взрывали землю и расшвыривали воинов ударной волной. Весь горный склон ярко светился вспышками непрерывной канонады, но тысячи астартес уже вступили в бой, и огни заметались в обоих направлениях. «Вперед!» крикнул Ферус Манус, устремляясь к скальному хребту. Сантар и Морлоки шагнули вслед за ним в сумасшедшую муть сражения, отметив, что железные руки приземлились в самом центре оборонительных укреплений врага. Темная пустыня окончательно почернела после бомбардировки, а искореженные остатки разгромленных бункеров, редутов и окопов сильно замедляли продвижение. Около сорока тысяч верных императору Астартес вступили в битву под высокими стенами древней крепости. Мощь и стремительность их атаки застигла мятежников врасплох. Грохот сражения, стрельба, взрывы снарядов и пронзительные крики ненависти оглушал даже через мощные фильтры доспехов. Пламя сражения осветило небо, над долиной метались трассирующие следы снарядов и лазерные лучи. Внезапно земля под ногами задрожала от тяжеловесных шагов. Этот диез ира двинулся вперед сквозь завесу артиллерийского и стрелкового огня. Его мощные орудия изрыгнули пламя и оставили зияющие прорехи в рядах верных императору воинов. В пустыне сверкнули миниатюрное солнце плазменных зарядов титана. Их разрывы образовывали кратеры в сотни метров, сметали десятки астертес и превращали песок в блестящее черное стекло. Ферус Манус, словно истинный бог войны, разил мятежников ударами сверкающих кулаков и разносил в клочья выстрелами из великолепного пистолета. Меч по-прежнему висел у него на боку, и Сантар гадал, зачем и почему примарх взял это оружие. Впереди из полуразрушенных окопов выскочили около сотни мятежников из гвардии смерти и сынов Хоруса, и Сантар выпустил из золотных рукавиц искрящиеся энергии лезвия. В необузданной сумятице сражения он даже обрадовался возможности принять участие в рукопашной схватке. Мятежники не отступали и отстреливались до последнего, пока железные руки не обрушились на них всей мощью. Сантар обезглавил своего первого противника и бросился на следующего с такой скоростью, что ему мог бы позавидовать воин в доспехах Марк 4. Болтерные снаряды и ревущие лезвия цепных мечей грохотали по броне, но терминаторские доспехи без ущерба держали все удары. Ферус Манус сразил мятежников целыми дюжинами, и перед лицом могущественного воплощения бога войны их дух стал слабеть. Все укрепления заполнились тысячами сражающихся воинов, и над схваткой стоял неутихающий грохот. Приказы, вопли отчаяния и победные крики заполнили воксканалы, но Сантар был слишком увлечен охватившей его жаждой крови, чтобы обращать на них внимание. Даже среди хаоса битвы он все же заметил, что сражение в Ургольской долине идет успешно. В первое же мгновение наступления были истреблены сотни, а может и тысячи мятежников. Отделения Саламандр поддерживали атаку своими огнеметами, выжигая защитников из окопов и блиндажей стремительными струями горящего прометия. Дымный сумрак над полем битвы осветился резкими яркими лучами, и Сантар узнал почерк оружия, подаренного его примархом вулкану. Могучий вулкан уверенно шагал вперед сквозь ад болтерного огня, уничтожая противников взмахами меча или выстрелами из ружья, выкованного для него братом примархом. Прямо у ног вулкана взметнулся столб взрыва, окутав его убийственным пламенем. Шкура дракона взлетела в воздух над оплавленными доспехами, но вулкан вышел из огня, как ни в чем не бывало и продолжил разить противников, не отвешивая попусту ни одного удара. Ферус Манус все дальше углублялся в ряды мятежников. Никакой опыт не мог подготовить их к сражению с примархом. Морлоки следовали за своим командиром и повелителем и каждым взмахом меча, каждым выстрелом прорубали в рядах предателей кровавую тропу. Грохот убоя прибавился огонь противовоздушных батарей из древней крепости, встретивших тяжелые транспортные корабли верных императору сил. Горящие суда при попытке приземлиться разрывались на части под ударами трассирующих снарядов и обращались в гигантские костры при попадании реактивных торпед. Но сотни транспортов опускались на поверхности ствана-5 и доставляли тяжелое оборудование, артиллерию, танки и средства передвижения. Появлявшиеся из огромных люков боевые машины ландрейдер и хищник поднимали густые клубы пыли, закрывавшие зону приземления. Целое отделение бронированных машин, перемалывая своими гусеницами скальный грунт, устремлялись к хребту, чтобы принять участие в наступлении. Смерчи и армейские артиллерийские орудия выстроились в боевые порядки и открыли прицельный огонь по огневым позициям противника. Их голос добавился к оглушительной какафонии сражения. На столбах пламени опустились и более тяжелые перевозчики, выкатив из своих трюмов сверхтяжелые танки армии, чьи массивные орудия посылали огромные снаряды в блестящие стены крепости. Тотальное наступление на позиции мятежников быстро превратилось в самое масштабное сражение всего Великого Крестового Похода. По всем свидетельствам, на пыльной равнине Иствана-5 сошлись в бою более 60 тысяч Астартас, и стороннему наблюдателю было бы ясно, что эта битва должна была войти в анналы имперской истории, как самая грандиозная из всех известных сражений. Под натиском верноподданных сил, линия обороны мятежников стала прогибаться, образуя широкую дугу, в самом центре которой бился Феррус Манус. Хищники гвардии ворона примарха Корракса с оглушительными воплями прорубались через правый фланг вражеской обороны. Его бесстрашные штурмовики с воздуха обрушивались на врага, используя все возможности джамперов, и каждый свистящий взмах их когтей уничтожал противника. С левого фланга мятежников жгли саламандры вулкана, и каждый их шаг был отмечен фонтанами смертоносного пламени. Но при общем успехе усилия атакующих не оставались без ответа. Могучий примарх пожирателей миров противостоял сотням верноподданных астартес, пытавшихся выйти из зоны обстрела его отделений поддержки. Ангрон испускал рев, достойный первобытного бога войны, а его парные мечи обращали в кровавое месиво каждого, кто осмеливался подойти на расстояние удара. От рук Красного Ангела верные императору воины гибли так же быстро, как гибли мятежники под натиском Коракса, Феруса Мануса и Вулкана. В противовес сокрушительной ярости Ангрона примарх гвардии смерти Мортарион убивал с мрачной эффективностью и каждый взмах его страшной боевой косы уносил жизни десятков верных Астартес. Его гвардейцы смерти сражались с угрюмым стоицизмом. Рядом с мятежными примархами не мог остаться в живых ни один верноподданный воин и атакующий вал разбивался о них словно прибой о прибрежные скалы. Сыны Хоруса тоже сражались в рядах мятежников, являя ненависть идущую от самого сердца. Вел лучших воинов воителя первый капитан Абаддон и мало кто мог противостоять его неукротимой ярости. Он убивал с неослабевающей жестокостью, а рядом, привычным взглядом оценивая битву, меланхолично и небрежно сражался Хорус Аксимант. В центре линии мятежников с необычным для них бешенством бились дети императора. Эти воины убивали своих бывших братьев, испуская дикие ликующие крики. Легион Фулгрима отражал одну атаку за другой, демонстрируя сверхъестественную жестокость и сбивающую с толку извращенность, но самого примарха детей императора не было видно. Дети императора сражались без шлемов, странно кривляясь в разгаре опасных схваток. Их глотки испускали ужасные вопли, а поверх причудливо раскрашенных доспехов Марк 4 они набросили снятые человечьи кожи. Дети императора взяли в бой неизвестное доселе оружие, поражающее раскатистыми залпами дисгармоничных звуков, от которых в рядах железных рук образовывались кровавые пробоины. Пристегнутые к доспехам трубы и громкоговорители усиливали пронзительные вибрации убийственной музыки, и от сокрушительных звуковых волн лопались даже доспехи и корпуса бронированных машин. После того, как в тылу верных императору воинов приземлилось огромное количество тяжелой техники, разрывы снарядов все больше расстраивали ряды мятежников, и даже Ангрен и Мартарион вынуждены были отступить, чтобы выйти из-под артиллерийского обстрела. Ферус Манус по-прежнему рвался вперед. Его железные руки, стремясь отомстить мятежником, не ослабляли своих усилий и все глубже продвигались в самое сердце вражеской обороны. Каждую минуту погибали сотни воинов, и нельзя было смотреть на это побоище без содрогания. Реки крови текли по Ургольской долине, пробивая в темном песке глубокие борозды. Никогда еще на столь ограниченном пространстве на рубеже длиной не более двадцати километров не сосредотачивалось столько военных сил, что хватило бы на завоевание целой планетарной системы. Эскадроны бронетехники пытались пробиться на передовую, но в плотном строю воинов не оставалось ни единой щели, и их командиры тщетно старались внести свою лепту в уничтожение мятежников. Наводчики ландрейдеров объединяли лазерные лучи в сверхмощные пучки и направляли их на стены крепости и колоссальную фигуру Диес-Ира. Защитные поля Титана отвечали мерцанием, и чудовищная машина, определив источник опасности, перенесла огонь с пехоты на боевую технику. Огнедышащие шары плазмы прошили ряды танков, и десятки машин взорвались от соприкосновения боезаряда с белым пламенем. Битва продолжалась с неслыханным размахом, и ни одной стороне не удавалось закрепить преимущество. Мятежники хорошо подготовились и были надежно защищены, а верные императору войска, благодаря численному преимуществу, уже пробили дорогу в центр обороны. Астартес, когда-то торжественно поклявшиеся в верности друг к другу, теперь убивали бывших братьев, не испытывая ничего, кроме лютой ненависти, и кровопролитие поражало своей жестокостью. Ни один легион не мог добиться решающего успеха, любые тактические положения при таком раскладе становились бессмысленными, и обе армии терзали друг друга в кровавой сваре, грозящей уничтожить всех участников до последнего. Юлий шел по полю сражения танцующей походкой, вид и звуки битвы вызывали в его теле спазмы физического наслаждения, бой доставлял жестокую радость. Его доспехи во многих местах были помяты и пробиты, полученные раны доставляли ему только новую порцию восторга. Готовясь к битве, он перекрасил броню, покрыв доспехи самыми яркими красками, которых требовало недавно обновленное зрение. Своё оружие он тоже изменил, и полные ужаса и отвращения возгласы врагов, сопровождавшие каждый его удар, ещё больше обостряли чувства. «Взгляните на меня и осознайте серость вашей жизни!» кричал он, разгорячённый резнёй. Он давно сбросил свой шлем, чтобы полнее воспринимать хаос побоища, рёв пламени, виск цепных мечей, перемалывающих плоть, взрывы и яркие траектории летящих снарядов. В этой самой прекрасной из битв он жалел лишь о том, что рядом нет фулгрима, но у воителя в отношении примарха детей императора имелись свои планы. По восторженному лицу Юлия мелькнула тень ворота нанес превосходный удар, обезглавивший воина железных рук в тёмных доспехах. Хорусы его планы, есть ли в них место для наслаждения плодами победы? Силы и страсти, пробужденные муравильей, должны использоваться. Отрицать их, значит отрицать собственную натуру. Юлий подхватил шлем с головой только что убитого им воина, вытряхнул останки и на мгновение замер, наслаждаясь запахом крови и плоти, обожжённой лезвием энергетического меча. «Когда-то мы были братьями», с насмешливой торжественностью произнёс он. «А теперь ты мёртв!» Наклонившись, он поцеловал холодеющие губы мёртвого воина, а потом со смехом подбросил голову вверх, где её разнесли в клочья болтерные снаряды неутихающей перестрелки. Сзади донеслись раскаты буйного хохота и низкий рокот взрыва, и Юлий бросился на землю, пропуская над головой убийственную звуковую волну. Музыка загремела с сокрушительной силой, раздирая плоть, но Юлий только рассмеялся от удовольствия. Он вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы заметить группу тяжело ступавших терминаторов в блестящих доспехах, и хищно усмехнулся, увидев во главе отряда Габриэля Сантара со значком первого капитана, светившим словно маяк в ночи. Акустический удар вырвал порядочный кусок почвы, и словно извергающийся вулкан, в воздух взметнулся фонтан черного песка. Юлий, оглянувшись, увидел затрапированную в человечьую кожу фигуру Мария и взревел от радости, видя друга живым и сражающимся. Марий Вайросиан усилил свои доспехи зазубренными шипами, на которые для красоты повесил кожу погибших в Лафи Ниче. Воздействие моровильи отразилось на нем не меньше, чем на Юлии. Его чудовищно увеличившиеся челюсти теперь были постоянно открыты, и голосовые связки испускали протяжные вопли. Там, где раньше были уши, образовались похожие на жаберные щели, а роговевшие веки не позволяли закрыть глаза. Марий больше не расставался с музыкальным инструментом из оркестра Беки и Кински, только добавил к нему дополнительные клапаны и рукоятки, и теперь использовал в качестве акустического оружия. Он и его друзья извергли последовательность диссонирующих рулат, и десяток наступавших морлоков тотчас забились в конвульсиях, а Юлий, одобрительно крикнув, бросился навстречу Габриэлю Сантару, нацелив свой меч ему в шею. Шок от увиденного чуть не стоил Габриэлю Сантару жизни. То, во что превратились вставшие перед ним дети императора, он не мог представить себе даже в ночных кошмарах. Те воины, с которыми ему уже довелось сразиться, были, безусловно, бесчестными мятежниками, но они хоть внешне остались похожими на Астартес. Эти же казались пугающими карикатурами на благородный идеал, ненормальные и сдерганные монстры, выставляющие свое уродство на показ. Гротескный монстр в силовых доспехах, покрытых окровавленными лоскутами кожи, с воплями потрясал в воздухе каким-то странным оружием и посылал убийственную звуковую волну, от которой воины превращались в разрозненные части доспехов, заполненные разжиженной плотью. Санта успел поднять энергетический кулак, чтобы отразить удар меча, нацеленный в его голову, и в этот момент узнал в искаженных чертах лицо Юлия Каосарона. Воин превратился в безумного дервиша, он хохотал, прыгал и крутился вокруг Санта словно в пьяной пляске и неистово размахивал оружием. Каосарон нападал с энергетическим мечом, способным пробить любые доспехи, и Санта пришлось поворачиваться со всей ловкостью, на которую он был способен, чтобы не пропустить ни одного удара. Но как бы он ни старался, состязаться со змеиным проворством противника было ему не под силу. Он поймал летящее лезвие пальцами энергетической перчатки, что вызвало оглушительный взрыв. Повернув запястье, Габриэль услышал, как лязгнул металл, и у Юлия над эфесом остался обломок всего в локоть длиной. Руку обожгло жаром оплавленной перчатки, и Санта застонал от боли. Он увидел, что Юлий лежит на спине, его нагрудник после взрыва вздулся пузырями, а лицо исчезло совсем, остались лишь обожженные мышцы и белеющие обломки костей. Несмотря на боль в изувеченной руке, Санта под шлемом усмехнулся и шагнул вперед, чтобы нанести последний удар ненавистному противнику. Он уже поднял ногу, зная, что терминаторский сапог способен легко сокрушить броню Астартес. И в этот момент он понял, что Юлий кричит не от боли, а в пароксизме наслаждения. Отвращение заставило его помедлить долю секунды, но Юлию только это и было надо. Подняв обломок узкого меча еще искрящейся энергией, он вонзил его Санта Руфпах. Непереносимая боль огнем распространилась по всему телу. Юлий Каясарон еще надавил на рукоять и на темный песок упали капли расплавленной брони в перемешку с кровью Санта Ра. Лезвие пробило тазовую кость и уперлось в нагрудник, а Юлий вскочил на ноги и провернул обломок в ране. Все тело Санта содрогнулось в агонии, и никакие средства, впрыскиваемые системой доспехов, не могли даже уменьшить боль в распоротом теле. Габриэль попытался двинуться, но не смог, а Юлий, стоя рядом, смотрел ему прямо в лицо. Отцветы взрывов хорошо его освещали, кожу, полностью сорванную с лицевых мышц, влажно поблескивающие обломки костей. Даже в грохоте битвы слова Юлия, произнесенные безгубом ртом, с ужасающей ясностью отпечатались в мыслях умирающего Сантара. Благодарю, пробуль колонн, это было восхитительно. Поле боя на Истване 5 стало местом резни невиданного размаха. Мятежники, отравленные ненавистью, вовлекли своих бывших братьев в конфликт, равного которому еще не было. Богоподобные примархи сражались на поверхности планеты и следом за ними шагала смерть. Кровь героев и предателей смешалась и текла рекой, а в довершение ко всему темные адепты механикум сеяли хаос среди лоялистов при помощи древних технологий, украденных у аурейской технократии. Каждая секунда в Ургольской долине уносила сотни жизней. Тень неизбежной смерти мрачной пеленой нависла над каждым участником битвы. Ряды мятежников еще сдерживали натиск, но под яростным напором лоялистов линия обороны все больше прогибалась. Но что-то удерживало ее от прорыва. А потом появились они. С небес огненными кометами посыпались бесчисленные десантные корабли, штурмкатера и транспортные суда. Прорвав завесу облачности, они приземлялись в зоне высадки лоялистов на северном крае Ургольской долины. Сотни громовых ястребов и штурмкатеров, сверкая блестящими корпусами, с ревом устремились к поверхности. На Истваан спускались еще четыре легиона, известные по всей галактике своей отвагой и славными победами. Альфа-легион, несущее слово, повелители ночи и железные воины. Глава двадцать четвертая Братья с окровавленными руками Ферус-Манус крушил все вокруг своими серебряными кулаками, что одинаково легко пробивали и доспехи, и черепа. Ружье давно было разряжено, и запасные обоймы опустили, но примарху не требовалось оружие, чтобы представлять смертельную опасность для любого противника. Ни одно лезвие не могло его ранить, ни один снаряд не оставлял следов на доспехах, но каждое его экономно-плавное движение, каждый шаг заканчивались смертью очередного мятежника, а вслед за Ферусом шел боевой клин Морлоков, настойчиво углубляясь в оборону противника. Меч висел на бедре, тяжелый, как сама справедливость, но Ферус Манус не обнажал его. Это не оружие боя, а орудие казни, и предназначено только для предателя брата. В поисках Фулгрима Ферус неудержимо рвался вперед, оставляя за собой кровавую просеку в рядах мятежников. Пока судьба сражения не определена, он не вправе забывать о своем долге командующего, но Ферус страстно надеялся отыскать предателя, чтобы поставить точку в долгой истории их дружбы и короткой вражды. Со всех сторон его окружал огонь и дым. Бесконечные залпы орудий наполняли воздух пулями, снарядами и лазерными импульсами. Вопли оглушали, и запах крови терзал ноздри сражению. Было не видно конца, и эта гибельная трясина засасывала тысячи и тысячи Астартес. Неугасающая ярость не могла заслонить от Феруса ужасной трагедии, разыгрывающейся на Истване 5. Ничто уже не будет прежним после этой битвы, даже когда они одержат победу. Это предательство навсегда запятнает честь Астартес, независимо от исхода сражения. С этого дня люди будут их бояться, и они будут правы. Он услышал сзади торжествующие крики, но их смысл не сразу пробился в его разум через перену гнева. Сокрушив могучим кулаком череп еще одного воина из сынов Хоруса, Ферус обернулся, чтобы увидеть неисчислимую армаду, спускавшуюся с орбиты на поверхность. «Братья мои!» ликующе крикнул Ферус Манус, узнавая знакомые эмблемы лояльных легионов. Громовые ястребы Альфа-легиона еще с ревом кружили над полем боя, а угольно-черные корабли Повелителей Ночи уже приземлялись, чтобы занять фланговые позиции вокруг армии Хоруса. Штурм катера несущих слова опускались на огненных хвостах реверсивного хода, и золотые крылышки на лобовых плоскостях сверкали, отражая пламя битвы. Тяжелые транспорты железных воинов садились на дно Ургольской долины и выпускали тысячи астартес, которые тотчас принимались укреплять зону приземления бронированными баррикадами и заграждениями из колючей проволоки. Десятки тысяч новых астартес наводнили Ургольскую долину, и силы лаэристов удвоились в один момент. Мощные отряды братских легионов заполнили темную пустыню. Их воины были готовы влить свежие силы в ход битвы, и Ферус в праведном ликовании вскинул вверх руку. Вокс-приемник сразу же настойчиво запищал, но даже навскидку было понятно, что при виде такой боевой мощи ряды мятежников дрогнули. Опытный глаз Феруса тотчас заметил, что изменники лишились присутствия духа, и целые когорты в смятении оставляли позиции и отступали. Даже Диесыра отступал, могучий титан струсил перед натиском превосходящих сил. Ферус различил вдалеке фигуру Мортариона и понял, что тот уводит своих воинов под стены полуразрушенной крепости. И даже Ангрен утратил решимость, его окровавленные пожиратели миров, похожие на дикарей первобытного племени охотников за головами, подались назад. Но дети императора, клубы дыма перед ним разошлись, и Ферус нашел того, кого искал с момента, как его нога ступила на поверхность проклятой планеты. Впереди, блистая золотом и пурпуром, показался Фулгрим. Его брат-предатель собрал вокруг своих самых отъявленных головорезов и взмахами сверкающего серебряного клинка указывал им на черные стены. Над плечом у него виднелась эбонитовая рукоять, украшенная серебром и золотом. Ферус смрачно усмехнулся. Его брат тоже понял, что сама судьба распорядилась устроить их поединок на разбитом плато Иствана 5. Отступники в безумно ярких доспехах окружили примарха детей императора, а по правую руку от него занял место настоящий монстр с кровавой обожженной заплатой вместо лица. Только сейчас, в самом конце, Фулгрим решил себя показать. Едва увидев Фулгрима, Ферус тотчас понял, что брат тоже знает о его присутствии. Он ощутил удушающую волну ненависти и предательства. Мятежники все быстрее отступали перед лоялистами, оставляя за собой тысячи трупов, друзей и врагов. Ферус не мог не поразиться масштабом резни, и хотя его сердце ликовало в предвкушении схватки и победы, он содрогнулся, осознав невероятно высокую цену, заплаченную лоялистами за победу. Он видел, как тает перед ним вражеский строй, как измотаны яростной битвой верноподданные воины, пытающиеся догнать бегущих мятежников. Прежде чем открыть канал связи с Кораксом и вулканом, он собрал вокруг себя Морлоков. «Враг побит!» прокричал он. «Видите, как бегут от нас мятежники! Надо нажать сильнее, чтобы никто не ушел от нашей мести!» В ответ послышался громкий треск помех, в котором едва можно было расслышать голос Коракса, почти потерявшийся на фоне непрерывных взрывов и грохота спускающихся кораблей. «Остановись, Феррус! Победа уже почти наша, но дай возможность нашим союзникам разделить ее с нами! Мой легион почти обескровлен, так же, как и легион вулкана! Я не думаю, что твои воины зашли так далеко и не заплатили за это большими потерями!» «Мы обескровлены, но непоколебимы!» отрезал Феррус. В этот момент он увидел, как фантастически разодетый фулгрим взобрался на зазубренный облом от Черной Скалы и раскинул руки, откровенно бросая вызов. Даже за несколько сотен метров можно было рассмотреть издевательскую усмешку, исказившую его лицо. «Так же, как и мы все», подключился вулкан. «Нам необходима передышка, чтобы восстановить дыхание и перевязать раны, и чтобы снова броситься в эту ужасную бойню. Надо закрепить успех и позволить нашим братьям продолжить бой, пока наши воины проводят перегруппировку». «Нет!» вскричал Феррус. «Мятежники побиты, и для их полного уничтожения требуется один последний рывок!» «Феррус!» предостерег его Коракс. «Не делай глупостей, мы уже почти победили!» Феррус выключил вокс-связь и повернулся лицом к оставшимся в живых морлоком его личной охраны. У него осталось всего полсотни терминаторов, но их рукавицы с выпущенными когтями потрескивали голубыми искрами энергии, а молчаливое нетерпение свидетельствовало, что они выполнят любой его приказ, отступят или снова кинутся в адскую битву. «Пусть наши братья зализывают свои раны!» воскликнул Феррус. «Железные руки никому не уступят права разобраться с детьми императора!» Фулгрим с улыбкой наблюдал, как Феррус Манус возобновляет атаку и поднимается по склону Ургальской долины. Его фигура представляла собой живое олицетворение мщения, серебряные руки и глаза ярко сверкали, отражая вспышки пламени. На краткий миг Фулгрим решил, что Феррус остановится, как сделали Саламандр и Гвардия Ворона, но после его откровенного вызова с вершины скалы брата уже ничто не могло остановить. Вокруг Фулгрима, направив золотые алебарды на врага, последние гвардейцы Феникса поджидали немногочисленную группу железных рук. Марий со своим акустическим оружием подвывал в предвкушении схватки, а Юлий, почти неузнаваемый без кожи на лице, облизывал обожженным языком безгубую трещину рта. Феррус Манус и его морлоки в опаленных и покрытых кровью врагов доспехах неутомимо пробирались через завалы разбитых блиндажей осмешливая улыбка Фулгрима померкла. Он осознал силу ненависти своего брата и снова задался вопросом, как они дошли до такого состояния, но пути назад уже не было. Только смерть может положить конец их вражде. Отступление армии воителя казалось беспорядочным и поспешным в соответствии с приказами Хоруса. Воины целыми группами убегали с передовых линий, и казалось их дух безвозвратно сломлен, но их бегство прекращалось в укрытиях за разрушенными блиндажами или в оплавленных воронках от снарядов. Громоздкие фигуры терминаторов железных рук неустанно пробивались через бывшую линию обороны, когти на латных рукавицах испускали голубые молнии, красные щели визоров горели ненавистью. Гвардия Феникса напряженно ожидала их приближение, изменники прекрасно знали преимущество терминаторской брони. Марий издал восторженный вопль, и его оружие усилило звуки до смертельно опасных частот, ударивших по земле звуковой волной и взорвавшихся в первых рядах морлоков. От оглушительного визга, словно предвещавшего конец света, доспехи гигантских воинов разлетелись на куски, а их мускулы превратились в масло. Дети императора встретили удар радостными криками, их измененные слуховые каналы и новые мозговые центры преобразовывали дисгармоничные звуки в волшебную музыку. «Когда они подойдут», приказал Фулгрин, «оставьте Ферруса Мануса мне». Гвардия Феникса ответила громогласным боевым кличем и бросилась навстречу морлокам. Энергетические разряды сорвались салибарты когтей воинов и в сиянии ослепительных разрядов началась схватка не на жизнь, а на смерть. Серьезная потасовка разразилась возле примарха детей императора, но он остался недвижим, ожидая гиганта в темных доспехах, беспрепятственно шагавшего в свете молний мимо сражавшихся братьев. Фулгрим кивнул, приветствуя Ферруса, уже протянувшего руку к мечу, и усмехнулся, узнав разящий огонь. «Ты воссоздал мой меч», заметил Фулгрим, и его голос свободно рассек неистовый звон битвы. Хотя гвардейцы Феникса бились с морлоками, но ни один из воинов с той или другой стороны не осмеливался приблизиться к примархам, словно сознавая, что вмешательство в судьбоносный поединок было бы непростительной ошибкой. «Только для того, чтобы увидеть тебя павшим от оружия, изготовленного моими собственными руками», хмуро бросил Феррус. Фулгрим в ответ убрал в ножны серебряный меч и протянул руку, чтобы отстегнуть висящий за спиной огромный боевой молот. «Что ж, тогда я последую твоему примеру». «Тяжелое оружие, детище его мастерства и технологических мощностей горы народной было ему как раз по руке, и Фулгрим спрыгнул с утеса, чтобы встать лицом к лицу со своим бывшим братом». «Оружие, созданное нами много лет назад, отлично подходит для этой схватки», сказал Фулгрим. «Я долго ждал этого дня, Фулгрим», ответил Феррус. «С того самого момента, когда ты пришел ко мне, тая в душе предательства. Долгие месяцы я мечтал об этой встрече. Надеюсь, ты понимаешь, что только один из нас уйдет отсюда живым». «Понимаю», согласился Фулгрим. «Ты предал императора и меня», продолжил Феррус, и Фулгрим с удивлением услышал в голосе брата искреннее волнение. «Я пришел к тебе во имя нашей дружбы, а не вопреки ей», ответил Фулгрим. «Вселенная меняется, старые порядки рушатся и близится новый рассвет. Я предложил тебе шанс стать частью новой реальности, но ты отверг эту возможность». «Ты хотела меня превратить в предателя», огрызнулся Феррус. «Хоррус безумен, посмотри на эту резню, разве это может быть правильно? За такой бунт тебя вздернут на виселице изменников, а я верный слуга императора, орудие его воли и мщения». «Император конченый правитель», парировал Фулгрим. «Даже сейчас, когда его царство объято пламенем, он отсиживается в подземельях Терры. Разве такой правитель достоин управлять галактикой?» «Не рассчитывай, что переманишь меня на свою сторону, Фулгрим. Тебе это не удалось в прошлый раз, и второго шанса у тебя не будет». Фулгрим покачал головой. «Я не предлагаю тебе второго шанса, Ферус. Для тебя и твоих воинов уже слишком поздно». Ферус расхохотался, хотя и не без горечи. «Фулгрим, ты сошел с ума, все кончено, ты и воитель потерпели поражение, вашей армии окружены и скоро силы прибывших легионов окончательно разметут остатки вашего заговора». Фулгрим уже не мог сдерживаться и тряхнул белой гривой, заранее наслаждаясь эффектом своих следующих слов. «Как ты наивен, брат мой! Неужели ты допустил, что Хорус настолько глуп и даст запереть себя на этой планете? Взгляни на север, и ты поймешь, что это вы обречены». Гвардия Ворона и Саламандры в полном порядке отступили к зоне приземления, где высаживалось подкрепление, готовое вступить в бой. Десантные корабли железных воинов и воздвигнутые ими бронированные бастионы, соединенные с горными склонами, образовали на северном конце Ургальской долины мрачные, непроходимые укрепления. В этом месте собрались силы, превосходившие армию, начавшую наступление на Истване 5, свежие, прекрасно вооруженные и готовые к сражениям. Коракс и Вулкан отвели своих воинов назад, чтобы собрать раненых и погибших, перегруппироваться и дать возможность союзникам обрести свою долю славы в уничтожении Хоруса. Сражение уже было выиграно, но цена победы оказалась непомерно высокой. Предательство воителя стоило жизни тысячам Астартес из трех легионов. Разбитые войска Хоруса отступили, но за этим кровопролитным сражением не последует ни празднеств, ни торжественных перов. Его никогда не будут вспоминать в ряду славных побед, лишь печальные свитки со списками погибших будут прикреплены к знаменам, которые больше никогда не увидят света. Вместе с Астартес отступали закопченные танки, растратившие боезапас и пробитые во многих местах вражескими снарядами. На каналах ВОКС-связи раздавались пока безответные просьбы о медицинской помощи и боеприпасах, но плотная линия Астартес на вершинах Северного Хребта оставалась недвижимой, пока измученные воины гвардии Ворона и легиона Саламандр не подошли к своим союзникам на сотню метров. Из черной крепости, где Хорус устроил себе логово, в небо взмыла одинокая ракета и залила поле сражения дьявольским красноватым светом, словно возвещая о конце мира. И предательский огонь вырвался из тысяч орудий. Фулгрим с усмешкой смотрел на оцепеневшего Ферруса, когда войска его союзников открыли огонь по гвардии Ворона и Саламандрам. Сотни Астартес погибли в первую же секунду, потом еще и еще, пока болтерная стрельба и ракетные залпы выкашивали в рядах обманутых лоялистов кровавые просеки. Взметнувшиеся в гуще отступающих взрывы испепеляли воинов и разрывали в клочья танки. Войска четырех прибывших легионов безжалостно уничтожали лоялистов. Анимев от ужаса, Феррус Манус видел, как огненная буря поглотила Коракса, а на том месте, где вулкан, поняв, что происходит, едва не задохнулся от ярости, взметнулось гигантское грибовидное облако. Как только начался обстрел остававшихся в долине лоялистов, отступавшие воины воителя развернулись и принялись истреблять противников, задержавшихся поблизости. На роту ветеранов железных рук обрушились сотни пожирателей миров, сынов Хоруса и гвардейцев смерти. И хотя воины десятого легиона продолжали самоотверженно сражаться, превосходящие силы врагов рано или поздно изрубят их на куски. Феррус Манус повернулся к брату, и Фулгрим увидел на его лице отчаяние. Серебряные глаза оказались безжизненными и потухшими. В одно мгновение лишиться почти завоеванной победы было нелегко, и возникшие при этом чувства, вероятно, были исключительными по силе. Фулгрим почти пожалел, что не может поменяться с братом местами, чтобы насладиться этим взрывом эмоций. Феррус, тебя ждет только неизбежное поражение и гибель, сказал Фулгрим. Хорус приговорил тебя к смерти, но ради нашей с тобой дружбы я согласен умолять его о пощаде, но только в том случае, если ты бросишь оружие. Ты должен сдаться, Феррус, иного выхода нет. Феррус бросил последний взгляд на зрелище вероломной резни в долине, затем обернулся к Фулгриму. В сердце Ферруса вскипело бешенство, достойное первобытной ярости его родного мира. Может и нет, предатель, меня страшит только бесчестье, отрезал Феррус. Преданные императору воины не сдадутся тебе ни сейчас, ни в будущем. Тебе придется убить нас всех, до последнего солдата. Быть посему. Взмахнув огромным молотом, он бросился на Ферруса Мануса. Оружие примархов, выкованное в братстве, но сошедшееся в смертельном бою, выбросило колоссальный фонтан энергии, осветивший поле боя на сотни метров вокруг. Примархи обменивались ударами с такой силой, что ее хватило бы сокрушить целую армию или раздробить горы. Они сражались, словно могущественные божества, решившие закончить свой спор в царстве смертных. Феррус Манус проводил молниеносные выпады разящим огнем, но каждый удар блокировался эбонитовой рукоятью молота, который раньше сопровождал его в бесчисленных кампаниях. Фулгрим описывался крушителем широкие дуги, и тяжелый клюв мог бы легко пробить даже броню Титана. Оба воина сражались с той ненавистью, на которую способны только разделенные братья. Сражаться с таким могущественным противником было огромной честью, и Фулгрим наслаждался каждым звоном меча и молота, каждой царапиной, рассекавшей его тело, каждым стоном боли, слетавшим с губ брата при столкновении с сокрушителем. Они кружили среди звона мечей, криков отчаяния и оглушительного, торжествующего рева дерущихся Астартес. Впрочем, морлоки Ферруса, за исключением последних отчаянных героев, были уже убиты. Феррус срезал наплечник с доспехов Фулгрима и попытался с разворота нанести смертельный удар по корпусу. Фулгрим разгадал его намерение, отвел пылающий кончик клинка рукоятью молота и тотчас ответил могучим ударом, метя в голову Ферруса. Примарх железных рук качнулся от удара, упал на одно колено и, не обращая внимания на хлынувшую из ужасной раны кровь, провел еще один выпад. Огненное лезвие вонзилось в живот Фулгрима, раскололо доспехи и вспороло плоть. От неописуемой боли Фулгрим опрокинулся назад и выронил молот, пытаясь обеими руками остановить хлиставшую струю крови. Оба примарха, стоя на коленях, смотрели друг на друга сквозь пелену боли и крови, и Фулгрима снова охватила печаль. Боль от раны и вид брата с разбитым черепом прорвали окошко в его разум. Это ощущение можно было сравнить лишь с порывом свежего горного воздуха, прогнавшего удушливый туман, окутавший его так давно, что он уже привык к нему. «Мой брат», прошептал Фулгрим, «мой друг». «Ты уже давно лишился права называть меня другом», бросил Феррус и, поднявшись на ноги, шагнул вперед с поднятым мечом, намереваясь нанести смертельный удар. Фулгрим вскрикнул и бессознательно потянулся за мечом, а пылающий клинок уже описал дугу и устремился к его шее. Серебристая сталь лаэрского меча сверкнула в воздухе и преградила путь разящему огню. Но примарх железных рук продолжал давить, и раскаленный металл оказался в нескольких сантиметрах от лица Фулгрима. «Нет!» вскричал Фулгрим, «Это неправильно!» Аметистовый наконечник рукояти лаэрского меча вспыхнул злобным огнем и сиреневым сиянием осветил лицо Ферруса Мануса. С острия лезвия соскользнули молнии, закружились струи сладковатого дыма, заглушившие звуки и затуманившие зрение. Фулгрим ощутил в себе присутствие чудовищной силы. Ее потоки, ее необъяснимое содействие превосходили все вообразимые пределы. Дьявольская сила укрепила руки Фулгрима и он оттолкнул меч брата, почувствовав, как тот удивился неожиданному сопротивлению. С яростным воплем раненого зверя он вскочил на ноги и бросился на Ферруса Мануса, замахнувшись серебряным мечом. Клинок глубоко проник в нагрудник брата и примарх железных рук снова с криком упал на колени. Светящееся лезвие, источая энергию, проникла сквозь броню в его грудь, горячая кровь хлынула из раны и разящий огонь выпал из руки задохнувшегося от Бори Ферруса. Прикончи его! Убей! Вопль раздался в его голове, но Фулгриму показалось, что он разнесся по всему космосу, по всем временам, и лишь эхо отдалось в его черепе. Он качнулся от настойчивости этой силы и едва не упал, как будто ноги и руки отказывались ему повиноваться. Позабыв про былое изящество и ловкость, он неуверенно поднял серебряный меч над головой Ферруса Мануса для решающего удара. Неведомые энергетические потоки засверкали по всей длине клинка, перекинулись на его руки, распространились по всему телу. Пурпурный огонь охватил Фулгрима целиком. Потрескивающие зигзаги молний касались его тела с нежностью возлюбленной, отыскивали открытые раны и покрывали их язычками пламени, словно стараясь проникнуть в самую плоть. Фулгрим стоял над Феррусом Манусом, его грудь судорожно вздымалась, а все тело сотрясалось от настойчивости силы, пытавшейся им овладеть. Он должен умереть, иначе он убьет тебя. Фулгрим опустил взгляд на своего поверженного противника и в зеркалах глаз Ферруса увидел свое отражение. В мгновение, растянувшееся на целую вечность, он понял, кем стал и в какое предательство позволил себя вовлечь. В это мгновение вечности он понял, что совершил непоправимую ошибку, взяв меч из храма Лаэров и попытался выбросить проклятое оружие, заманившее его на этот путь. Рука все так же крепко сжимала меч, и даже осознав свое падение, Фулгрим понимал, что зашел слишком далеко, чтобы останавливаться. Кроме этого, пришла уверенность, что его старания направлены к ложной цели. Словно в замедленной съемке, Фулгрим увидел, как Ферус Манус тянется к упавшему мечу, как смыкаются его пальцы вокруг перевитой проволокой рукояти, как оружие реагирует на прикосновение своего создателя вспышками энергии. Убей, пока он не убил тебя! Быстрее! Меч словно жил своей отдельной жизнью, но в таких предосторожностях не было необходимости. Фулгрим взмахнул оружием по собственной воле. Серебряное лезвие устремилось к шее Феруса Мануса, а Фулгрим ощутил первобытный восторг той сущности, которая, как он теперь знал, все время жила в его душе. В отчаянии он попытался отвести удар, но мускулы снова ему не подчинились. Созданная в арпе сталь встретила железную плоть примарха, рассекла мышцы и кости Феруса, испустив пронзительный вопль, откликнувшийся эхом в далеких царствах, неведомых ни одному смертному. Из тела сына императора вместе с кровью вырвался мощный луч энергии, и Фулгрим ослепленный сиянием отшатнулся и выронил серебряный меч. Он услышал завывание, словно налетел целый сон призраков, звуки хлистали его, чьи-то ледяные руки касались его, и в голове одновременно зазвучали тысячи голосов. Призрачные вихри подняли Фулгрима и завертели, они скручивали и дергали его, словно старую куклу, грозя разорвать на части. Фулгрим не возражал против такого возмездия, но в следующее мгновение почувствовал, что его кто-то защищает, та самая сущность, что направляла его руку с мечом, что сопутствовала ему со времен битвы за Лаэран, хотя он об этом даже не догадывался. Вихри выпустили Фулгрима, бросив его на землю, и унеслись, пронзительно завывая от разочарования. Он тяжело упал, перевернулся на бок и стал судорожно вдыхать холодный воздух, слушая вернувшиеся звуки сражения. Вокруг опять раздавались крики отчаяния, взрывы и ритмичный рявк болтеров, неутомимо посылавших снаряд за снарядом. Эти звуки означали смерть. Это был голос резни. Боль потери и боль от ран завладели его телом, и Фулгрим с трудом поднялся на ноги. Повсюду была кровь, лежали окровавленные тела убитых, и несколько воинов в бронированных доспехах в изумлении смотрели на лежащее на черной земле обезглавленное тело. Фулгрим судорожно вздохнув, простер руки к небу, оплакивая брата, жестоко убитого его рукой. «Что я наделал?» воскликнул он. «Великий трон, спаси меня! Что я наделал?» «То, что необходимо было сделать!» Голос раздался у самого его уха свистящим шепотом, и на шее почувствовалось горячее дыхание. Фулгрим обернулся, но никого не обнаружил, ни таинственного советчика, ни загадочной сущности. «Он мертв», прошептал Фулгрим, еще не до конца веря в чудовищность утраты и совершенного преступления. «Я его убил!» «Да, убил!» «Своими собственными руками ты уничтожил брата!» «Он единственный, кто всегда был о тебе хорошего мнения и честно сражался, плечом к плечу с тобой много лет!» «Он был моим братом!» «Был, и все, что он делал, делалось тебе во благо!» невидимое существо, что витало где-то рядом и говорило с ним призрачными пальцами коснулось его глаз. И Фулгрим понял, что уносится в царство воспоминаний. Он снова увидел битву с Диаспорексом и железную длань, пришедшую на помощь его огненной птице. Он вновь ощутил злость, которую лелеял месяцами. И только сейчас он понял самоотверженность поступка Ферруса-Мануса, в конечном итоге приведшего его к гибели. Там, где раньше он видел только стремление самоутвердиться, теперь обнаружился героизм, проявленный братом. Все критические замечания брата, эти досадные стрелы, ранящие его самолюбие, были, как он теперь понял, направлены на его высокомерие и призывали к скромности. То, что он считал хвастовством и поспешными действиями, на самом деле было проявлением храбрости, которую он недооценивал. Отказ Ферруса вступить в ряды предателей тоже свидетельствовал об истинной дружбе. Брат тогда пытался его спасти, но Фулгрим понял это только сейчас. Нет, 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 рыдал Фулгрим, наконец, в полной мере ощутив тяжесть своего поступка, поразившую его подобно молнии. Он огляделся по сторонам и сквозь слезы увидел ужасные изменения, происшедшие с его любимым легионом, осознал извращение, маскирующее стремление к наслаждениям. Все, что я сделал, обратилось в пепел, прошептал он, поднимая золотой меч по имени Разящий Огонь, еще теплый от рук Ферруса, брата, который хотел исправить причиненное Фулгримом зло. Фулгрим перевернул меч и приставил острие груди. Лезвие потемнело по краям и обожгло его кожу. Положить конец всему было бы сейчас легче всего. Одно движение клинка, направленного в жизни на важные центры, смоет боль и чувство вины. Фулгрим крепче сжал меч и из рассеченных ладоней закапала кровь. «Нет, благородное самоубийство не для таких, как ты, Фулгрим». «Тогда что?» взревел Фулгрим, отбрасывая выкованный братом меч. «Забвение, сладкая пустота в вечном мире. Я могу дать тебе то, к чему ты так стремишься, освобождение от боли и чувства вины». Фулгрим вскочил на ноги и выпрямился под быстро несущимися тучами Иствана пять. Его когда-то красивое лицо было залито слезами, а остатки великолепных доспехов запятнаны кровью брата. Он поднял руки и посмотрел на окровавленные ладони. «Забвение», хрипло произнес он, «Да, я жажду блаженного небытия». «Тогда откройся мне, и я положу конец всему». Фулгрим в последний раз осмотрелся вокруг. Уродливые воины, связавшие свою судьбу с воителем, Марий, Юлий и тысячи других, все они теперь были прокляты, хотя сами этого не знают. Со всех сторон доносились звуки будущего, войны и смерти. Мысль о том, что он принял участие в уничтожении мечты императора, вызывала в его душе неописуемый стыд и горечь. Покончить со всем этим будет высочайшим блаженством. «Забвение», прошептал он, закрывая глаза, «сделай это, покончи со мной». Все барьеры в его мозгу рухнули, и Фулгрим ощутил ликование существа более древнего, чем само время. Оно мгновенно заполнило бездну в его душе. Едва это существо предъявило свои права на его тело, как Фулгрим понял, что совершил величайшую ошибку в своей жизни. Он закричал и попытался избавиться от захватчика, но было уже слишком поздно. Его сознание погрузилось во мрак, а неиспользуемые до сих пор участки мозга остались немыми свидетелями хаоса, создаваемого новым хозяином тела. Всего мгновения назад он был примархом Фулгримом, сыном императора, а теперь превратился в порождение хаоса. Глава 25. Бойня, демон, последний феникс. Другие войска перед такими превосходящими силами противника могли бы сдаться и покорно принять свою судьбу, но Саламандра и Гвардия Ворона были Астартес. И они сражались как никогда. Зная, что их участь предрешена, они заставляли мятежников заплатить кровью за каждого убитого товарища. Первые ряды лоялистов, зажатых между двумя армиями подверглись тотальному уничтожению. Железные воины вели беспрестанный огонь и вновь вступившие в бой мятежники зажали Саламандр и Гвардию Ворона в убийственные тиски, рвали на отдельные группы и поливали огнем. Вслед за своими примархами на черный песок Ургольской долины вышли воины Альфа-легиона и Несущее Слово. Их цепные мечи и болтеры еще сверкали незапятнанные кровью, но и эти воины уже освободились от остатков верности императору и обратили оружие против братьев. Каждый залп из могучих орудий Диасыра убивал десятки лоялистов и Титан, словно чудовищный демон из древних легенд, беспрепятственно шагал по полю неистовой бойни. Раскаленные шары белого огня взрывались в рядах лоялистов, пламя разносилось по пустыне, испепеляя людей и превращая песок в стекло. Танки мятежников, ревя двигателями, спускали сургальского хребта, забрасывали островки сопротивления крупнокалиберными снарядами и давили раненых своими гусеницами. Железные руки были рассеяны по долине, им ничего не было известно о судьбе их примарха, а место, где его видели в последний раз, наводнили кошмарные дети императора. Ангрон рубил лоялистов в кровавую кашу, каждый взмах его мечей нес смерть. Красный ангел сражался с иступленной яростью варвара, его разум был закрыт для любых мыслей, кроме мыслей о движении мечей. Рядом с ним его воины рубили и кололи врагов, словно мясники, и их доспехи были густо покрыты кровью павших. Если раньше сражение производило немыслимый шум, то теперь он стал поистине нестерпимым, даже вопли отчаяния и ярости были в нем неразличимы. Все отдельные звуки заглушали постоянный рев орудий и беспрерывные взрывы, слившиеся в непрекращающийся гул. То, что начиналось как сражение, превратилось в истребление, каждую группу лоялистов со всех сторон обстреливали шквальным огнем, а затем немногих оставшихся в живых добивали цепными мечами. Мортарион уничтожал лоялистов широкими взмахами своей боевой косы. Его пробитый пулями плащ развивался под порывами горячего ветра, а следующие за ним гвардейцы смерти сокрушали противника очередями болтерного огня и неутомимо продвигались вперед, не нарушая строй, шага. В углове детей императора встали лорд-командир Эйдолан и мастер меча Люций. Они вели свои отряды в самую гущу боя, убивая врагов мастерскими ударами мечей и непереносимыми звуковыми частотами. Мастер меча шел по полю битвы, словно танцуя, и его тиранский клинок повсюду оставлял кровавые следы, а сам Люций смеялся и подпевал слышно ему одному мелодии. Марий Вайросиан и его жуткий оркестр перепахивали окровавленный песок смертельными акустическими волнами, разрывая и доспехи, и плоть пронзительным воем и визгом. В противоположность им, Юлий Коасарон почти не принимал участия в битве, он слишком увлекся расчленением и осквернением трупов, оставленных его братьями. С его доспехов гроздьями свисали кровавые трофеи, и каждое надругательство над телом врага приносило ему все большее наслаждение. Апотекарий Фабий, словно стервятник, кружил по полю битвы, останавливаясь над телами павших Астартус, чтобы забрать Геносемя. Его охраняла группа воинов, а отвратительные пигмеи помогали собирать страшную жатву и передавали кровоточащие органы целой процессии насильщиков. Фулгрима нигде не было видно, могущественный примарх исчез, уничтожив последних морлоков легиона железных рук, но и в его отсутствие воины продолжали сражаться с безумным ликованием. После того, как в победе уже не осталось никаких сомнений, воитель тоже вышел на поле битвы в сопровождении Фалька Кибра, отряда юстеринских терминаторов и оставшихся в живых марневальцев. Свет пожаров отбрасывал на великолепные черные доспехи воителя и его янтарный нагрудник кровавые отблески. Поле битвы на Истване 5 покраснело от крови. Уже никто не противостоял мятежу Хоруса, отдельные израненные смельчаки сражались уже только за свою честь. Кое-где яростное сопротивление лоялистов имело успех, и отдельные группы героев, неся на себе раненых, пробивали путь к нескольким уцелевшим десантным кораблям. Отряд гвардейцев Ворона сумел прорваться сквозь среды детей императора, поскольку те, слишком поглощенные чувственной стороной происходящего и сосредоточенные на своих ощущениях от раны смерти, не смогли ответить им должным образом. Капитан в черных доспехах возглавил прорыв и прорубил дорогу к уцелевшему громовому ястребу, а его воины вынесли на себе жестоко израненное тело своего примарха. Нигде не было видно вулкана, а его астартес были окружены плотным кольцом повелителей ночи и воинов Альфа-легиона. Шквал болтерного огня изрешетил храбрых уроженцев Ноктюрна и почти все они погибли на месте. Лишь кое-кому из Саламандр удалось уцелеть в этой бойне. Последовав примеру гвардии ворона, они пробились к своим кораблям и получили надежду на спасение. Несколько оставшихся в живых воинов железных рук объединились с Саламандрами и отважным храбрецам удалось избежать уничтожения в ужасной резне, но в общем масштабе битвы это были лишь редкие исключения. Через несколько часов сражение затихло и на черном песке из Твана-5 остались лежать мертвые тела воинов трех легионов. Вечно серое небо из Твана-5 озарилось оранжевыми отблесками тысяч погребальных костров. Огонь окрашивал взрытый и оплавленный песок в теплые тона, а над ним к самому небу поднимались черные столбы дыма. Люций следил за падающими словно снег хлопьями пепла и ловил их, высунув язык, чтобы ощутить дымный, маслянистый вкус мертвых. Рядом с ним, потухшими, остекленевшими глазами, за кремацией погибших наблюдал лорд-командир Эйдолон, и его туго натянутая на череп кожа поблескивала в свете костров. «Нам надо скорее двигаться дальше», произнес Эйдолон, «не стоит тратить время на бессмысленные ритуалы». В душе Люций с ним соглашался, но в присутствии верных хорусу тысяч Астартес, заполнивших Ургольскую долину, он предпочитал держать свое мнение при себе. Все участники битвы собрались вокруг громадного помоста, воздвигнутого темными механикумами в рекордно короткие сроки. Едва солнце стало склоняться к горизонту, черные панели помоста вспыхнули алым пламенем. Сооружение представляло собой несколько цилиндров посредовательно уменьшающегося диаметра, поставленных друг над другом. В основании находилась платформа приблизительно в тысячу метров диаметром, которая была занята сынами Хоруса. После недавней Великой Победы уже никто не сомневался в превосходстве элитной гвардии Хоруса над прочими легионами. Каждый из сынов Хоруса теперь носил блестящий отличительный знак, и огни костров ярко играли на их броне. Над нижней блистающей платформой была воздвигнута вторая, где расположились старшие офицеры легиона. Люций различал массивный силуэт Абаддона, а рядом с ним Хоруса Оксиманда. Остальных он не знал, но все его внимание было сосредоточено на следующей ступени. Над старшими офицерами сынов Хоруса стояли примархи. Даже на таком расстоянии захватывало дух при виде грандиозного собрания выдающихся личностей. На предпоследнем выступе парадного помоста собрались семь полубогов, еще в покрытых кровью врагов доспехах и накидках, развивающихся под порывами пронизывающего ветра. После кромешных дней на Истване 3, Люций знал Ангрена и Мартариона, и за время этой кампании мог еще раз убедиться в их могуществе. Его собственный примарх долгие десятилетия был для Люция примером для подражания, но сейчас Фулгрим стоял в стороне от своих братьев, словно пренебрегал их дружбой. А остальные, остальных Люций до сих пор не знал, но их присутствие вызывало молчаливое благоговейное восхищение у всех собравшихся. И высокий Лоргар, примарх несущих слова, лишь недавно прибывший на Истваан 5, стоял, гордо выпрямившись и ярко алый плащ окутывал его гранитно-серые доспехи, словно погребальный саван. Блистательный Альфарий в пурпурно-зеленых доспехах держался напряженно, словно пытался превзойти всех присутствующих своим великолепием. Угрюмый Пертураба тоже оставался в стороне от своих братьев и огонь отбрасывал багряные блики на его блестящие доспехи и огромный боевой молот. Украшенные молниями доспехи ночного охотника казались чернее, чем самая беззвездная ночь, а его шлем в виде черепа был единственным светлым пятном среди теней, окутавших примарха повелителей ночи. И, наконец, на самом верхнем цилиндре, примерно сотни метров выше примархов, стоял воитель, в приветственном салюте, поднявший вверх руки в когтистых перчатках. С его плеч ниспадала шкура какого-то громадного зверя, и свет костров ярко блестел на янтарном оке, украсившем нагрудник. Невидимый источник света заливал воителя снизу красноватым сиянием, придавая сходство с величественной статуей легендарного героя, смотрящего с высокого постамента на бескрайнее море своих только солнце окончательно скрылось за горизонтом, над Ургольской долиной взревел двигатель десантного судна, и бронированный корабль, пролетая над могучим воином, качнул крыльями в салюте. Тотчас воины разразились приветственными криками, словно по команде вырывавшимися из десятков тысяч глоток. Люций и сам был захвачен общим энтузиазмом и присоединил свой голос к общему хору. Громогласные крики вызвали в его измененных нервных центрах мощную волну наслаждения. Высокие, пронзительные вопли детей императора странно выделялись в общем гуле обожания и преклонения, а их экстатический виск и вовсе казался неестественным для голосовых связок смертных. Десантный корабль едва успел пролететь над головами, как тысячи воинов начали бить кулаками по нагрудникам, салютуя воителю. По какому-то незаметному сигналу на северном склоне Ургальской долины вспыхнул огонь и ослепительный лазерный луч вывел на облаках контур пылающего глаза. Появление на земле Иствана пять ока хоруса было встречено новой бурей восторженных криков и воины едва не охрипли, выражая свой восторг. В честь воителя прогремели залпы из сверхтяжелых танковых орудий и даже колоссальный титан Диесыры склонил свою бронированную голову в знак уважения. Пепел сгоревших тел, словно конфетти, продолжал падать на огромную армию. Люций ощутил в душе неизмеримый восторг успеха и самому себе поклялся не знать отдыха на службе силам, воплощенным воителе. Даже смерть не властна над его мощью. Затем мощные громкоговорители словно взорвались звуком, донося до каждого астарта сгулки голос Хоруса, и Люций в волнении крепче сжал рукоять меча. Мои храбрые воины, начал Хорус, мы многого достигли, но еще больше предстоит сделать. Благодаря отваге, мудрости и силе, мы разбили тех, кто стоял на пути к моей великой мечте, но сегодняшняя победа будет обесценена, если мы не двинемся дальше. Хорус потряс над головой когтистым кулаком и продолжал. Дорога на Терру открыта. Пришло время объявить войну императору в его самом неприступном логове. приготовление для решающего вторжения на Терру и атаки императорского дворца не займут много времени. Не допускайте ошибок и мы победим, братья мои. Это будет нелегко, поскольку император и его приспешники изо всех сил будут препятствовать, способствуя его возвышению к божественности. Нет сомнений, что будет пролито немало крови, как их, так и нашей, но наградой нам станет вся галактика. Хорус помедлил, давая возможность слушателям осознать важность его слов, а потом закричал во весь голос, так что его вопрос разнесся по полям из Твана 5. Братья, вы со мной? Люций закричал вместе со всеми, и оглушительные крики «Аве Хорус! Аве Хорус!» взметнулись к освещенным кострами небесам, а потом долго отзывались эхом в темных развалинах. В стенах полуразрушенной крепости из Твана 5 блики погребальных костров еще играли на гладких базальтовых стенах. Армия воителя покидала пятую планету, и пыль, выбитая из стены потолка ветром от корабельных двигателей, густо висела в воздухе. Хорус, довольный тем, что все идет по плану, проводил взглядом очередную эскадрилью штурмкатеров, поднявшую тучи песка и осветившую площадку голубыми огнями дюз. Его братья примархи выводили свои армии на завоевание имперского космоса, и Хорус был уверен, что каждый из них понимает необходимость беспрекословного подчинения его приказам. Благодаря посту воителя он командовал всеми вооруженными силами империума, от самых больших ударных флотилий до последнего рядового армии, и зрелище собравшейся по его воле грандиозной военной мощи внушало непоколебимую уверенность. Со времен Уланора еще не было столь многочисленного собрания героев, и Хорус помрачнел, снова вспоминая удивительный мир зеленогожих и последнюю встречу с отцом. Время не стояло на месте, и ему открылись многие тайны, но сожаление о том, что события происходят слишком быстро, чтобы он мог их контролировать, будило беспокойство в самых отдаленных уголках его мозга. Он отвернулся от окна и налил бокал вина из стоящего на столике медного кувшина. Осушив кубок одним глотком, Хорус налил себе еще вина, и тут от входной двери донесся частый стук. Хорус поднял голову и, увидев на пороге Фулгрима с позолоченным ларцом в руках, помрачнел еще больше. Когда-то они были близкими друзьями, но с тех пор, как Хорус переманил его на свою сторону, в Фулгриме произошли перемены. Его брат всегда стремился к совершенству, но сейчас он просто наслаждался процессом, вместо того, чтобы идти точно к намеченной цели. Брат пришел в доспехах, но броня сияла такой чистотой и нетронутостью, словно Фулгрим никогда и не приближался к полю боя. С плеч струился длинный плащ из сверкающей золотой чешуи, а в сочленениях пластин сверкала серебряная кольчужная рубашка. То, что раньше смотрелось как полностью закрытый театрального актера. «Воитель», произнес Фулгрим. Хорус отметил, что голос его брата чуть-чуть изменился, в нем прозвучало нечто столь малозаметное, что могло быть отмечено только его безукоризненным слухом. Он поднес к губам бокал, отпил глоток и жестом пригласил Фулгрима войти в свои личные покои. «Ты просил у меня личную аудиенцию, Фулгрим», сказал Хорус. «О чем ты хочешь мне поведать втайне от остальных наших братьев?» Фулгрим, прежде чем открыть шкатулку, с улыбкой поклонился. «Мой уважаемый господин и повелитель, я принес тебе трофей». Фулгрим запустил руку в шкатулку и достал оттуда обещанный трофей с поля битвы. Едва не вздрогнув от ужаса, Хорус узнал отрубленную голову Ферруса Мануса. Плоть помертвела и стала серой, глаза бывшего брата были вырваны и на лице остались лишь окровавленные глазницы, челюсть отвисла, а из разбитого черепа торчал осколок кости. Феррус стал врагом, но вид его оскверненных останков был отвратителен Хорусу, однако он постарался скрыть свои чувства. Ловким движением запястья Фулгрим бросил покрытый запекшийся кровью подарок к ногам воителя. Голова Ферруса Мануса прокатилась по полу и остановилась, уставившись на Хоруса обвиняющим взглядом опустевших глазниц. Хорус, отведя взгляд от мертвой головы, обратил внимание на Фулгрима. И вновь, как и в тот раз, когда брат пришел к нему с известием о своей неудачной попытке привлечь к мятежу примарха железных рук, его беззаботность вызвала в душе взрыв ярости. Но, как ему это не претило, Хорус понимал, что должен ответить благодарностью. Отличная работа, Фулгрим. Ты победил одного из наших злейших врагов, как и обещал. Но я не понимаю, почему для своего подарка ты предпочел личную встречу? Неужели ты не хочешь, чтобы братья поздравили тебя с таким успехом? Фулгрим рассмеялся, но тембр его голоса вызвал волну ледяного холода, пробежавшую по спине Хоруса. Он вспомнил, где и когда слышал отголоски этой древней злобы. В голосе Заркелла, существа, призванного Эребом в капище духомщения. «Фулгрим!» Воскликнул Хорус «Объяснись!» Примарх детей императора покачал головой и погрозил Хорусу пальцем. «При всем уважении к могущественному Хорусу, должен заметить, что ты обращаешься уже не к Фулгриму». Хорус заглянул в темные глаза брата и увидел в них то, что скрывалось за надменностью и высокомерием. Душу брата заполнила тьма, та самая древняя тьма, что с пронзительным воплем вырвала себя из мрака порожденного умирающей расой. Это существо было старым, как небеса, и свежим, словно рассвет. Оно было бессмертным и обладало бесконечным запасом злобы. «Ты не Фулгрим!» выдохнул Хорус, внезапно насторожившись. «Нет, согласилось существо с рецом его брата. Тогда кто ты?» потребовал Хорус. «Шпион! Убийца! Если ты пришел меня убить, предупреждаю, что я не такой слабак, как Фулгрим! Я сумею тебя сломать прежде, чем ты посмеешь поднять на меня руку!» Фулгрим пожал плечами и бросил на пол шкатулку. Она с грохотом упала рядом с головой Ферруса Мануса. Хорус предупреждающе выпустил из рукавиц энергетические когти. «Возможно, ты сможешь меня победить», сказал Фулгрим, пересек комнату и налил себе вина. «Но у меня нет охоты испытывать наши силы в бесполезной и неплодотворной схватке. Напротив, я пришел сюда, чтобы предложить тебе свои услуги». Хорус бросил взгляд на пояс Фулгрима и немного расслабился, увидев, что существо, маскирующееся под его брата, пришло к нему без оружия. Какую бы цель оно ни преследовало, драка в его намерение не входила. «Ты еще не ответил на мой вопрос», сказал Хорус. «Кто ты или что ты?» Фулгрим усмехнулся и медленным движением языка облизнул губы. «Кто я?» Я считал, что для того, кто уже имел дело с созданиями нашего племени, это очевидно. И снова Хорус ощутил холод, совсем как тогда, когда повелитель теней присутствовал в каменной пещере ложи, в недрах его флагманского корабля. «Значит ты порождение варпа?» «Точно, я тот, кого на твоем невыразительном наречии называют демоном. Слово слишком бедное по значению, но этого будет достаточно. Я смиренный слуга принца тьмы, эмиссар, пришедший помочь тебе в твоей маленькой войне». Хорус чувствовал, как возрастает его гнев с каждым покровительственно пренебрежительным словом, срывающимся с губ существа. На кону стоит судьба галактики, а нахал, посмевший узурпировать тело его родственника, имеет дерзость называть этот конфликт маленьким. Существо, недавно бывшее фулгримом, отвернулось от Хоруса и прошлось по комнате из конца в конец, осматриваясь, словно никогда не видела подобного помещения. «Я присвоил себе эту смертную оболочку и должен признаться, она мне понравилась. После перехода в плоть я испытываю совершенно уникальные ощущения, хотя, надо сказать, оболочка требует некоторой доработки, но этим я займусь позже». У Хоруса при мысли о подобном осквернении тела по коже побежали мурашки. «А что с фулгримом? Где он?» «Не беспокойся», рассмеялся демон варпа. «У нас с фулгримом были долгие и непростые отношения, и я, конечно, не желаю ему зла. В течение некоторого времени я проникал в его сознание, не громко давал советы в часы ночной бессонницы, вводил его в заблуждение, успокаивал и направлял». Хорус увидел, что демон провел руками по выложенным из песчаника стенам и прикрыл глаза, смакуя ощущение шероховатой поверхности камня. «Направлял его?» переспросил Хорус. «О да!» воскликнул выходец из варпа. «Я заставил его поверить, что не стоит сомневаться в твоих намерениях. Он, конечно, сопротивлялся, но я умею быть убедительным». «Ты заставил фулгрима присоединиться ко мне?» «Конечно! неужели ты считаешь себя настолько хорошим оратором?» насмешливо спросил демон. «Тебе стоило бы меня поблагодарить за то, что я затуманил его проницательность и присоединил его силу к твоим. Если бы не я, он давно рванул бы к императору в опя о готовящемся предательстве». «Ты считаешь, что я тебе что-то должен и дело только в этом?» спросил Хорус. «Ни в коем случае. В конце концов, Фулгрим был слишком слаб, чтобы осуществить свои собственные устремления», пояснил демон. «Он испытывал желание нанести своему брату смертельный удар, но без моей помощи слабость не позволила бы ему это сделать. Я просто дал ему сил осуществить то, что он задумал». «Но где он сейчас?» «Я уже говорил тебе, Хорус», заметил демон. «После содеянного им Фулгрим сильно страдал и не смог вынести душевных мук. Он умолял меня помочь ему покончить с жизнью, но я не стал его уничтожать. Это было бы слишком прозаично. Вместо этого я обеспечил ему вечный покой, хотя, как мне кажется, не совсем такой, каким он его себе представлял. «Так Фулгрим мертв?» спросил Хорус. «Отвечай, будто проклят!» «О, нет!» Демон усмехнулся и постучал себя по виску длинным пальцем заостренным когтем. «Он здесь, внутри меня, и в полной мере сознает все происходящее. Однако, я думаю, ему не слишком нравится быть запертым в таком далеком и темном уголке души». «Ты уже умеретью», сердито бросил Хорус и с угрожающим видом шагнул к демону. «Если он тебе больше не нужен, дай ему умереть». Но демон с довольной ухмылкой покачал головой. «Нет, Хорус, я этого не сделаю. Его стинания доставляют мне немалое удовольствие. Я не хочу, чтобы он рассеялся, поскольку наши споры меня слишком забавляют, и не думаю, что это занятие когда-нибудь мне наскучит». Хорус ощутил лишь отвращение к судьбе постигшей его брата, но пока решил не показывать свои чувства. В конце концов, разве демон уже не заявил ему о своей поддержке? «Это существо определенно обладает огромной силой, а если оповестить детей императора о том, что их примарх все равно, что мертв, вряд ли стоит потом рассчитывать на их верность». «Ладно, можешь пока попользоваться фулгримом», сказал Хорус, «только держи свою личность в секрете от остальных, или клянусь, я найду способ тебя уничтожить». «Как пожелаешь, могущественный воитель», согласился демон и отвесил преувеличенно почтительный поклон, «все равно у меня нет никакого желания объявлять о своей личности всем остальным, пусть это останется нашим с тобой секретом». Хорус кивнул, но в душе поклялся себе освободить брата, как только представится возможность, поскольку никто не заслуживал такой ужасной судьбы. Но какая сила может заставить демона отступить? На орбите Иствана 5 было полно кораблей, словно в загруженном доке какого-нибудь планетарного порта. Корабли восьми легионов завершали построение перед отбытием в зону варп-прыжка. Над темной пятой планетой собралось более трех тысяч кораблей под завязку набитых присягнувшими воителю войсками. С поверхности планеты с удивительной скоростью поднимались последние танки и чудовищные боевые машины. Самая большая за всю историю Великого Крестового похода армада готовилась разжечь огонь войны в самом сердце Империума. После того, как от Регула пришло сообщение о переходе власти над планетой в руки последователей Хоруса, для флотилии Ангрона, Фулгрима, Мортариона, Лоргара и личного легиона Хоруса местом встречи был выбран Марс. Миры кузницы Гамма и Окулум освободились от контроля имперских сил, и теперь заводы Марса могут снабжать армии воителя. Энергичные воины Альфа Легиона были избраны Хорусом для очень важной миссии, от выполнения которой мог зависеть исход всего предприятия. Было известно, что космические волки Лемона Русса, закончив сражение с тысячей сынов Магнуса, должны были оставаться в системе Просперо. Неподалеку от них в системе Хондекс базировались белые шрамы Джагатая Хана, и получив известие о восстании Хоруса, они наверняка попытаются связаться с космическими волками. Хорус не мог допустить возникновения столь значительной угрозы, а потому воинам Альфария предстояло разыскать и уничтожить эти легионы, до того, как они объединят свои силы. Флотилия ночного охотника уже отправилась к планете Цагуалса на восточном рубеже, скрытой в тени огромного астероидного пояса. Оттуда вселяющие ужас войска Повелителей Ночи должны начать кампанию геноцида против имперских владений Гералдара и Трамаса. Если они не смогут овладеть данными системами, фланги воителя при нападении на Терру останутся слишком уязвимыми. Особую важность представляла система Трамас, поскольку там располагалось несколько миров кузнец, еще хранивших верность императору. Корабли Железных Воинов готовились к походу в систему Фау, где, как стало известно, после неудачной попытки пробиться к Иствану 5, перегруппировалась большая флотилия имперских кулаков. Хотя воины Рога Ладорна не принимали участие в побоище, воитель не мог допустить, чтобы столь значительная армия оставалась без дела. Соперничество между мрачным Пертурабой и гордым Дорном было известно всем, так что Железным Воинам будет только в радость завязать бой с братьями. Теперь, когда фланги были прикрыты, а все силы, которые способны защищать сердце Империума, вовлечены в военные действия, ворота на Терру оказались широко распахнуты. Одна за другой флотилии мятежной армии воителя отправлялись в долгий путь к планете, откуда все они начинали великий крестовый поход, и каждый корабль, прежде чем окончательно исчезнуть в темноте, прорезал небо серебристым штрихом. Вскоре на орбите Иствана-5 остались только сыны Хоруса. Через прозрачный колпак, окружавший его трон на стратегической палубе Духомщения, воитель с непроницаемым видом наблюдал за вращением темной пятой планеты по эллиптической орбите. Заслышав за спиной шаги, он обернулся и увидел ковылявшего к нему малагарста с электронным планшетом в руке. «Что ты мне принес, мал?» спросил Хорус. «Донесение, мой господин», ответил советник. «От кого?» Малагарст улыбнулся. «От Магнуса Ла-Фи-Нича превратился в руины. Демон, завладевший телом Фулгрима, пробирался сквозь завалы, оставшиеся после исполнения величайшего и последнего произведения Бекки и Кински, и улыбался, вспоминая сопровождавшие концерт проявления жестокости и похоти. Зал был освещен несколькими сохранившимися, но сильно потускневшими огнями рампы. В воздухе стоял запах крови и похоти, пол стал липким от загустевших жидкостей и белел обломками костей. Власть принца тьмы наполнила этот огромный театр и вошла в каждое живое существо, разрушив все сдерживающие барьеры между желанием и деянием. Да, это было грандиозное представление, и слуги его повелителя отлично попировали на проявленных здесь эмоциях, прежде чем избавиться от заимствованной плоти и вернуться в варп. Вокруг в изобилии были представлены свидетельства проявленной силы его господина, оскверненные останки, яркие шедевры из крови и выделений, намалеванные на стене, скульптура из плоти, сооруженная из кусков расчлененных тел. На первый взгляд, демон все еще сохранял формы украденного тела, но уже проявились некоторые признаки нового облика, который будет ему более приятен. Вокруг него появилась вибрирующая аура силы, а кожа стала поблескивать, передавая внутреннее сияние. Демон промурлыкал первые такты увертюры моровильи и вытащил из ножен меч. Золотая рукоять сверкнула в гаснущих огнях рампы. Он забрал анафем из студии Остиана де Лафура, хотя и сильно удивился, обнаружив на его лезвии еще одно тело. В сморщенном трупе с трудом можно было узнать Сирену де Анжело, но демон, прежде чем отправиться в Лафиниче, почтил ее смерть совершенно изуродовав останки. Он поднес меч к лицу и с усмешкой взглянул на измученную душу Фулгрима, отраженную в мерцающей глубине лезвия. Он услышал ее безмерную скорбь, и каждый вопль отчаяния звучал для него самой приятной музыкой. Такие моменты доставляли ему немалое удовольствие, и демон ненадолго остановился, чтобы насладиться плодами своего влияния на Фулгрима. Третий легион, легион глупцов, не имел ни малейшего представления о том, что их возлюбленный предводитель безуспешно пытается освободиться от сковавших его уз. Только мастер меча Люций, кажется, заметил что-то неладное, но и он ничего не сказал. Демон ощутил в воине растущее влияние варпа и подарил ему серебряный меч, в который лаэры умудрились заключить частицу его сущности. Хотя теперь оружие не содержало его духа, в лезвии остались силы, которые помогут мастеру меча в грядущие годы резни. Мысль о предстоящих бойнях вызвала у демона улыбку, он заранее предвкушал свои будущие действия в украденном теле. Ощущения, которые в варпе можно было только представлять, в царстве смертных станут для него реальностью, и на пути к Терре его ожидают целые океаны крови, похоти, ярости, страха, восторга и отчаяния. В распоряжении воителя имеются миллиарды душ, и, командуя легионом, он сможет достичь небывалых высот ощущений. Демон прошел к сцене и поднял взгляд на большое полотно, висевшее над руинами просцениума. Даже в умирающем свете рампы картина производила ошеломляющее впечатление. Блестящая золотая рама держала холст в объятиях, и демон не мог сдержать улыбки перед удивительным совершенством. Если раньше смертные, осмелившиеся бросить взгляд на портрет, видели только отвратительную, агрессивную мазню, то теперь он бы поразил любого своей красотой. Фулгрим в великолепных пурпурно-золотых доспехах был запечатлен на фоне ворот Гелиополиса, и над ним трепетали пылающие крылья огромного феникса. Огонь легендарной птицы сиял на его броне, и каждая пластина казалась пылает его раскаленным жаром, и волосы не спадают на плечи золотым водопадом. Примарх детей императора был изображен с любовью и тщанием, предельным вниманием каждой детали, малейшему нюансу. Кисть мастера смогла передать и величие, и неземную красоту, и жизненную силу Фулгрима. Демон знал, что более верного и искреннего изображения воина нет и никогда не будет. И единственный взгляд, брошенный на этот шедевр живописи, убеждал в том, что в галактике еще есть чудеса. Фулгрим с портрета смотрел на руины театра и на чудовище, завладевшее его телом. Демон усмехнулся, увидев в его глазах ужас, который невозможно было приписать мастерству художника. Всепоглощающая агония горела в этом взгляде, а когда демон убрал меч в ножны и поклонился, портрет, казалось, следил за каждым его движением. Огни рампы задрожали и погасли. Демон отвернулся от портрета и направился к выходу, оставляя последнего феникса в вечной тьме. Субтитры